Там кто-то может в удаленной перспективе какие-нибудь, не знаю, экзопланеты колонизировать в очень далекой, может какие-нибудь, как вот сериальчик был, Rise by the Wolves, что там, может быть, пошлют какие-нибудь замороженные, я не знаю, эмбрионы, которые андроиды смогут там взрастить, условно говоря. То есть не живые люди будут, а такие заготовки, скажем так, население будут транспортироваться, в общем-то. А планеты, как бы это еще давно, как бы от предела роста, да, там Римский клуб доклад был, собственно, соответственно, были установлены сценарии различные развития, и, собственно, они примерно так и идут. То есть неблагоприятные, то есть благоприятных сценариев со стабилизацией численности населения планеты с средневысоким уровнем, как бы, дохода, как бы, уже практически нереально достигнуть. Поэтому, собственно... Ну, могу в порядке поддержания диалога. Я понял, как бы, мысль, то есть рассматривать планету в целом, но проблема в том, что мы-то не живем, как бы, на планете в целом. Мы живем... Я понимаю. Не, ну, кстати... В довольно-таки ограниченном пространстве. Да. Нет, ну, в среднем, если взять не среднее, а, может быть, медианное, как бы, потребление на душу населения, в России не все так плохо. Я думаю, что мы находимся там, ну, в золотом миллиарде практически, так называемом, по большому счету. Ну, может быть, я, например, я, честно, не экономист. Вот, там, максимум, на что могу сослаться, это на Паршево. Ну, там, не знаю, Глазьева тоже время от времени интересные вещи, говорит Делягин. В общем, у меня подозрение, что Россия могла бы, если бы она развивалась, соответствующим образом, да, она могла бы держать и много больше людей, в два-три раза больше. Да, я не перебиваю, извиняюсь. С точки зрения территории и ресурсов, да, как бы, в этом смысле климат, как бы, не самый идеальный, но количество, как бы, пахотных земель, там, и так далее, водных ресурсов, как бы, крайне велико. Как бы, территория, да, я думаю, если посчитать с хорошим, средне-высоким уровнем населения, как бы, вполне может, я думаю, может быть, даже в разы больше устойчиво экономику построить. Вопрос даже не, как бы, сейчас фиг с ним больше, ладно, не будем мечтать, допустим, там. Ну, хотя бы, да, стабилизировать, хотя бы стабилизировать. Речь о том, что если, как бы, ну, если мы ничего не будем делать, да, просто если оставить все как есть, то тенденция явно идет не спадающая, и такое ощущение, что она может, как бы, пойти круче, то есть у нее будет нарастающее падение со временем. И, как бы, все было бы хорошо, если бы, скажем так, ограниченное число людей новых могло справляться с обеспечением тех, кто был до них. Есть сомнения, что это, в принципе, возможно, то есть либо нужно сильно повышать КПД труда, чтобы меньшее количество молодежи, да, там, и работоспособных людей могло обеспечивать жизнь всех остальных. Те, кто не работает до, там, вступления в работоспособный возраст, и кто-то не работает, там, уже после работоспособного возраста или болезни и так далее. Собственно, вот, как бы, то есть, либо мы будем, и в любом случае мы будем уменьшаться. Даже если они смогут обеспечивать, все равно мы будем падать. То есть у этого процесса, да, есть какой-то конечный предел, да, ну, разумный, за которым просто популяция, ну, в общем-то, исчезает. Нет, я понимаю, как бы, ну, вот единственная фактически страна, которая жестко начала контролировать рождаемость, это Китай, да, то есть середина 70-х, да. То есть сейчас, да, у них, во-первых, перекос в гендерном составе получился понятным из-за чего. Как бы то, что, конечно, мужская часть гораздо превысила женскую в полувозрастных группах. И, соответственно, у них сейчас реально проблема будет, что стареющее население то же самое. Я не знаю, у них, конечно, с пенсионной системы там, я так понимаю, вообще не очень пока что гарантирован доход на пенсии. Поэтому сложности у них точно будут, но у них все-таки более, так сказать, организация и плановая система должна, мне кажется, позволить им что-то придумать. Ну, посмотрим. Ну, я так понимаю, что у них гендерный перекос образовался, в общем, не из-за как такового контроля рождаемости, он образовался из-за избирательных абортов. Нет, я сторонник методов научных, в том числе различных подходов к селекции фактически на уровне эмбрионов и так далее. То есть, допустим, ну, фактически такая получается, как, собственно, ситуация, что, с одной стороны, надо улучшать качество, а не количество. Это тоже как бы один подход. Можно кардинально увеличить продолжительность жизни, да. То есть, делать фактически, ну, бессмертие, я не знаю, насколько достижимо, но за счет развития медтехнологий, там, различных изменителей органов, там, 3D-печати органов и так далее, и так далее, практически можно бесконечно продлять жизнь. Я уже не говорю о том, что, если там перенести каким-то образом сознание, да, там, на небиологические носители. Скажем так, научная фантастика, конечно, интересна, но... Это не фантастика, это, в принципе, вполне возможности достаточно высоки, что практически... Ну, я не говорю, что в ближайшем будущем, но в перспективе, грубо говоря, там, 30-40-50 лет вполне достижимо это все. То есть, это реально там будет вопрос, вы хотите завести детей, тогда откажитесь от бессмертия. Ну, как в романе «Будущее», ну, то есть, ну, то есть, пойдет совсем другая ситуация. То есть, вот, допустим, в тех же вот пределах рост, ну, 30 лет спустя, да, там, рекомендовали как раз ограничить рождаемость как раз в самых богатых странах, чтобы уменьшить потребление, да. Потому что самые богатые страны больше всего, собственно, и потребляют ресурсов. Так они сами себя ограничивают, собственно. Ну, они, да, они, ну, собственно, да. Собственно говоря, это хорошо с какой-то степени. Но другой вопрос, что бедные страны как бы не ограничивают рождаемость. И там скоро в африканских странах будет просто такое количество народонаселения, что ужас. А как бы выравнивать... Раз они там живут, значит, им есть на что жить. Нет, но там очень низкий, очень низкий, экстремально низкий уровень как бы жизни. Население, на душу населения. Я хотел сказать поинт про продление жизни. Есть такой период, его видно на графике вот фертильности. Между 1945 годом и 1961, там идет резкий рост именно продолжительности жизни. Но проблема в том, что если нет постоянного роста продолжительности жизни, то у него есть некий предел. То есть, грубо говоря, мы, допустим, увеличили всем, ну, не знаю, там, допустим, сейчас в среднем, скажем, там, 65 лет. Это, допустим, мы неким способом медицинским взяли и увеличили всем в течение, там, скажем, 10 лет, увеличили всем до, не знаю, 80. Вот на этот период мы получим нарастание такого как бы кэша, да, то есть ныне живущих людей. Но дело в том, что когда этот рост закончится, а он все равно закончится рано или поздно, да, там, то есть мы достигли некого предела, скажем, там, медицинского предела, 85, например, лет в среднем. И опять две задачи, ну, задача о двух трубах в бассейн, то есть прибытие и убытие все равно станет актуальным. То есть сколько времени они находятся в этом бассейне, не так важно. Важна будет скорость прибытия воды, скорость убытия воды. И даже если мы увеличили емкость бассейна этого, это, ну, суть не меняет, но все равно... Я слушал почти все, как бы, касты, я понимаю, о чем речь, как бы, в общем-то, я в теме демографии тоже в свое время читал и Капицу, да, там, демографический переход всякий. То есть я, в принципе, понимаю, как бы, о чем речь в этой теме, но, как бы, речь идет не о том, чтобы продлить жизнь, а сделать ее, как бы, стабильно, грубо говоря, на уровне, не знаю, там, 30-летнего организма, да, то есть он не будет стареть. То есть если рассматривать как старение, как болезнь самую, как бы, основную, то если полностью реально человек может не стареть, скажем так, то есть он сможет работать, его не надо будет содержать, то есть не надо повышать пенсионный возраст, не надо, собственно говоря, даже откладывать, может быть, на пенсию. Интересно, захотят ли люди вечно работать, даже любопытно, вечно жить и вечно работать, хороший вопрос. В любой момент можно отказаться, да, потому что это принять там вирус, который там отменяет, например, бессмертие, ну, биологическое. Ну, окей, как футуристическое, то есть, типа, изменение идеи в том, чтобы, типа, мы просто отменяем умирание людей, и тогда у нас нет проблем у наполнения, потому что мы заморозили число людей на некой данной вот точке. Если человек хочет, как бы, ребенка, ну, пожалуйста, тогда старься. Между прочим, тогда размножение тоже практически будет остановлено, потому что мы же не можем расти, ну, вечно, беспредельно. Да, у этого есть тоже предел. То есть придется рождаемость ограничить. В пределах планеты и данных как технологий, то предел, конечно, есть. Он уже превышен, собственно. Ресурсы, как бы, планеты не забновляемые, быстрее тратятся, чем... Ну, окей, я идею понял. Я так скажу, что я, конечно, не знаток медицины, не знаю состояние там геронтологии, как там сейчас у нас с передовыми областями по продлению жизни. Мне кажется, что в пределах лет ста, наверное, никаких прорывов таких прям вот радикальных, почему-то, мне кажется, что не будет. Я бы все-таки был более оптимистичен. А падение численности в России, конкретно населения, да, оно будет идти нарастающими темпами вполне измеряемо. То есть там можно в миллионах посчитать. В общем, я думаю, есть мат-модели. Ну, обычно то, что озвучивается как пессимистичный сценарий, он и есть, собственно, реалистичный, как правило. Даже чуть-чуть хуже, чем пессимистичный. И, соответственно, можно увидеть график населения России. Так что не знаю. Успеет ли прорыв медицины с вечной жизнью к моменту, когда мы еще будем что-то себе представлять? Посмотрим. Ну, ладно. Как идею, понял. Так сказать, изменение перспективы, скажем так. Да, немножко под другим углом. Понятно. Хорошо, спасибо. Так, пардон, если неправильно произнесу. Бенвенутто. О, да. Да. Только что-то тихо пока. Наверное, с микрофоном что-то. Нет сигнала с микрофона, не прыгает в ползунок. Не выключился. То ли уровень низкий, то ли, может, не знаю, может, батарейка садится там, или там кнопка выключить есть на звуке. Так. Бенвенута повесил руку снова. Так, ну тогда что? Есть кто-нибудь желающий поднять руку? Сказать по теме. Столько народ голосовал. Я думал, столько идей будет всяких. Там придут люди с интересными новыми идеями, как нам поднять рождаемость. Ну, или хотя бы почему не надо поднимать рождаемость. Тоже вариант, в общем, вполне себе. Нет, пока никого. Ну, могу развлечь тем, что повторю свою идею. Собственно, она не такая была. Я никаких гарантированных вариантов не предлагал. Так, ну окей. Так, Дмитрий, давайте. Да, Дмитрий. Да. Добрый день, меня слышно? Слышно, да. А вот предыдущий оратор поднял, мне кажется, очень интересную тему. Есть ли перенаселение, либо земли, либо его нету, и можно увеличивать население. У меня есть такое ощущение, что как бы земля стоит пустая, и очень было бы интересно это оценить. Скажем, если наклепать атомных электростанций, то понятно, что там население земли, его можно там увеличивать в огромных масштабах. Но, насколько я понимаю, тут есть проблема в том, что на земле недостаточный запас урана, и уран в таком случае как бы быстро закончится. Можно, вот, наверное, сделать такую оценку, оценить, если засеять как бы все земли, выращивать на них биотопливо, то сколько можно производить энергии для того, чтобы обеспечивать ей все население. Как я понимаю, тут как бы тоже запасы еще не все выработаны. То есть вот это крайне интересный вопрос, и мне кажется, он как бы сильно такой идеологизированный, особенно вот в последние годы. То есть какую-то... Если как бы кто знает, какие есть источники, где, может быть, какие-то люди делали какие-то оценки разные, это было бы очень интересно. У меня есть такое интуитивное ощущение, что земля, в принципе, стоит пустая, и население можно очень сильно еще увеличить. Вот еще хотел какое соображение высказать. Сейчас идет во многих странах волна легализации марихуаны. В США за последние годы было создано несколько десятков тысяч стартапов в области производства марихуаны, каких-то сопутствующих сервисов. То есть понятно, как бы глобальная тенденция состоит тут в том, что человек, который является потребителем марихуаны, он не является хорошим работником, у него страдает интеллект, какие-то мотивационные центры там разрушаются, и он как бы способен только сидеть, потреблять какую-то информацию, может быть, смотреть телевизор или что-то такое. То есть это, мне кажется, является аргументом в пользу того, что на каком-то глобальном уровне было принято население утилизировать. И обсуждался в разных странах, даже в каких-то странах были референдумы, а, безусловно, базовом доходе, что люди получали бы зарплату исключительно за то, что они являются гражданами какой-то страны без необходимости работать. И то, что сейчас при коронавирусе вводят локдауны, какие-то раздают людям социальные выплаты, это все в ту же степь. То есть получается, что как бы люди не нужны, наоборот, стоит задача как-то их утилизировать, чтобы они не особо мешались, чтобы они сидели у себя где-то по домам, смотрели какие-нибудь там сериалы по интернету, играли в компьютерные игры, курили марихуану и как бы не вылезали на улицу, от них не было никаких неприятностей. А что касается, как мы можем исправить демографию, мне кажется, эволюция работает так, что кто хочет размножаться, кто не хочет размножаться, те не размножаются и умирают. А на их месте размножаются те, кто хочет размножаться. Вот, скажем, на какие-то там традиционные религии, типа ислама, например, у меня в этом плане нет надежды, мне кажется, они будут тоже разрушены. То есть мне кажется, сейчас в исламских странах идет процесс тоже разрушения каких-то традиционных их понятий, и я думаю, вряд ли они как бы смогут долго удержаться. Но может быть на несколько десятков лет их хватит, но не знаю, может быть на 20 или на 30 лет. Я бы вот так хотел посмотреть на это футуристически и предположить, что возможно появится какое-то сообщество людей, которые смогут создать какую-то свою популяцию за счет того, что они перейдут на новые репродуктивные технологии. То есть какие есть новые репродуктивные технологии. Там часто говорят о каких-то искусственных матках, но я так понимаю, что по искусственным маткам прогресс пока не очень хороший. Хотя, как я понимаю, одна из главных проблем – это создание искусственных мембран, которые бы выполняли роль плаценты, плацентарного барьера. Мне кажется, там в последние годы какие-то продвижения были по созданию новых материалов. Есть такой подход, как межвидовая беременность. Это когда межвидовая беременность – это когда животному самке одного вида подсаживается эмбрион другого вида. В принципе, в этом направлении достигнут довольно большой успех. Например, эмбрион панды развивается в матке кошки. То есть, по-видимому, сейчас степень развития этого эмбриона ограничена. Он рано или поздно отторгается. Но, тем не менее, несмотря на это, разрабатываются какие-то новые методы подавить иммунный ответ. Например, сравнительно недавно было сделано открытие, что если животному подсаживать одновременно его неродной эмбрион и родной эмбрион того же вида, то это подавляет иммунную систему, иммунный ответ. И эмбрион развивается. И как бы в связи среди новых репродуктивных технологий я хотел бы отметить Invitro Gameta Genes. Как бы Invitro Gameta Genes уже практически готов. Он протестирован на мышах. Это, в принципе, значит, что, скорее всего, он работает на людях, потому что мыши и люди, они генетически довольно близки. являются довольно близкими родственниками. Invitro Gameta Genes заключается в том, что у человека, ну, у животного можно взять культуру клеток кожи, взять клетки кожи, вырастить из них культуру, и потом получить из них стволовые клетки. Из стволовых клеток можно получить сперматозоиды или яйцеклетки. То есть, соответственно, из клеток кожи мужчины или женщины можно выращивать сперматозоиды яйцеклетки. Соответственно, это открывает такую возможность, что двое мужчин могут завести родного ребенка, либо двое женщин могут завести родного ребенка. Но у женщин есть такое ограничение, что две женщины, они могут завести только девочку, потому что у них, как бы, очевидно, нет Y-хромосомы. И, соответственно, Я могу предположить, что в будущем может возникнуть какая-то колония или популяция, которая будет состоять исключительно из мужчин, которые будут заводить каких-то своих родных детей, используя инвитрогометогенез, и выращивать их с помощью использования межвидовой беременности, что, наверное, более сейчас реалистично на данный момент, либо с помощью искусственных маток. То есть это звучит как научная фантастика, но мне кажется, что это уже дело ближайшего будущего, потому что инвитрогометогенез фактически уже существует. То есть межвидовая беременность как бы с ней хуже, но мне кажется, что если направить в эту область усилия, то этого можно достичь. И, в принципе, мне кажется, самой большой преградой является только установки людей, которые ментально к этому не готовы, и сопротивление каких-то консервативно настроенных, может, групп граждан, сопротивление как бы государств и правительств. В принципе, мне кажется, что государства и правительства, они как бы отступят первыми, потому что сейчас, мне кажется, роль государства снижается, и возможно, что в будущем человечество разделится на какие-то как бы отдельные группы, и вполне возможно, что как бы группа людей, которые хотят размножаться по-старому, они отступят вот перед... Они как бы эволюционно проиграют тем людям, которые хотят использовать новые репродуктивные технологии. Я на это закончу. Дмитрий, я хочу встречный вопрос задать. То есть я услышал, как бы, понятно, там, футуристическая идея, в принципе. Кое-что из этого изложено вот в книжке, третьей книжке Робина Бейкера, которая называется «Секс в будущем, секс in the future». Но как раз про эту книжку жалуются, что очень много чего там было напророчено, там очень все было оптимистично и быстро, типа, скоро вот уже там и это, и то, и пятое, и десятое, и почти ничего из этого вот спустя... Книжка уже, она не новая, она была, по-моему, где-то начала 2000-х годов, но, в общем, прошло уже лет 15-20 с этой книги, и толком ничего почти из того, что там описано из радикальных вот этих новшеств, ничего из этого нету. То есть либо просто невозможно, либо дорого, либо там не прижилось, либо запретили, ну, в общем, по разным причинам нет почти ничего из того, что там написано. Конкретный встречный вопрос, потому что здесь совершенно не раскрыто в этой теме было количество детей. Предположим, у вас завтра есть возможность, вот вам говорят, вы можете, я даже готов сказать, допустить в качестве эксперимента бесплатно. Вы можете завести, там, не знаю, из собственных клеток кожи через, там, межридовую беременность или через, там, искусственную матку. Вопрос, сколько детей вы себе заведете? Да, ну, я как-то это, может быть, не сказал, но я, как бы, предполагал, что, разумеется, в таком сеттинге семью не будет, и заведением выращивания детей будет заниматься не община, а будет заниматься, ну, неправильно сказать, государству, потому что я думаю, что государства в современном виде уже там не будет. То есть это будет коллективным делом. То есть дети будут производиться каким-то, грубо говоря, фабричным образом. То есть выращивать их, как бы, будут вообще, доращивать их до младенчества, скорее всего, будут каким-то фабричным способом. А воспитывать их будут, образовывать и воспитывать их будут тоже какие-то специальные педагоги, как мне кажется. И мне тут, кажется, есть вообще пространство для очень большого потенциала. Как мне кажется, что подавляющее большинство родителей, оно очень плохо занимается, как бы, воспитанием, развитием детей. То есть у большинства родителей, ну, объективно, у них, как бы, задача куда-то отдать ребенка, чтобы он, как бы, не мешал. И, не знаю, в детских садах, мне кажется, детей плохо развивают. Эта школа решает какую-то конкретную задачу сделать какого-то такого человека индустриальной эпохи, который бы мог бы там делать, исполнять какую-то, может быть, простую работу, был приучен приходить на работу, делать что-то по звонку. Соответственно, мне кажется, если стоит задача как-то кардинально улучшить качество населения, то есть чтобы люди были какие-то более умные, более творческие, то их необходимо как-то забрать из семьи. Хотя это, конечно, сложнейший вопрос. Может ли человек без родителей там, без родителей быть психически полноценным или нет? Да, это следующий вопрос, который, естественно, возникнет. Я бы сказал, что вообще-то, вот если современную школу взять, даже в момент, когда я ходил в школу, я бы сказал, что мы были почти полностью из семьи изъяты. То есть я видел родителей полчаса утром, в лучшем случае, ну, в обычный рабочий день. И, наверное, особенно в старших классах, может быть, час вечером. И это все. Ну, выходные там по-разному бывало. В общем, так что фактически мы и так не находились в семье. Но в то же время я бы не сказал, что нас... От нас хотели избавиться. Скорее, у родителей нет выбора. У него же нет выбора. Он сегодня идет на работу или остается и занимается ребенком? Или он должен на работу идти? Выбор так не стоит. Если бы он стоял, то можно было бы сказать, что, ну, да, они решили от вас избавиться. В той ситуации и сейчас тоже я бы сказал, что нет, не факт. Люди поставлены в ситуацию, когда у них выбора нет. На работу я взять с собой не могу. Там нет такой возможности. Большинство работ не предлагает такой фишки. Как вот показывает, допустим, даже в смешном виде. Все видели мультик «Жил-был пес». Помните сцену, когда на сенокос все пошли, расстилают эту самую, значит, скатерть, кладут младенца с собой, да, и вот он с ними находится. Они занимаются чем? Они косят сено. Ну, там что-то, может быть, не сено, не знаю. То есть он находится с ними физически. Если бы они от него хотели избавиться, там, или могли избавиться, ну, может, они бы его куда-нибудь разместили, там, не знаю, какие-то ясли, там, или оставили бы с кем-то из младших. Так, ну, взяли с собой. А у нас сейчас средний человек не может такого сделать. У нас нет такой возможности. Так что, короче, я еще раз говорю, я про футуризм все понял, про идею. Но вот тема количества никак, в общем, не раскрывается. То есть, получается, во-первых, нужно изобрести способ собственного производства людей, ну, в общем, без секса, в общем, как завещал товарищ Сиолковский. У него такая цитата известная есть, что-то там, когда что-то... И мы что-то доживем там до тех светлых времен, когда из жизни людей исчезнут позорящие их половые акты. Константин Эдуардович Сиолковский. Он не только ракеты клеил. Потом, то есть мы, во-первых, придумали способ, во-вторых, поставили это каким-то государственным образом на поток, и они из кого-то, они же из кого-то их должны производить, из кого-то начинают какие-то идеальные люди их производить и образовывать. И, не знаю, ну, в общем, они должны... Эта система должна самовоспроизводиться. То есть они должны произвести людей, которые смогут воспроизвести следующее поколение этих людей. И они должны быть лучше, чем наша школа, скажем, современная. Ну, в общем, тут все звучит фантастично, я бы сказал, на каждом этапе. Три-четыре шага, которые нужно перемножить, и каждый из них звучит довольно-таки фантастично. Даже не знаю, какие временные рамки ожидаемые у такого плана. Ну, не знаю, мне кажется, лет... Самые ранние лет... Нет, 50 даже нет, это не пойдет через 50 лет. Даже не знаю. Я бы даваться. Тут еще как бы все... Я думаю, что если сейчас направить усилия, то этого можно достичь за 10-20 лет. Вот взять, например, тот же инвитер Гамета Генесс. Он, кажется, в 2019 или в 2018 году был изобретен. То есть вот буквально в последние два года колоссальный прорыв. И вот это открытие, оно не против идеологии, потому что оно как бы позволяет заводить детей ЛГБТ-паром. То есть вообще сейчас биология делает колоссальные открытия, то есть мне даже кажется, что, возможно, сейчас будет такой период, что биология сделает такой же скачок вот сейчас как бы в первой плане 21 века, какой, скажем, физика сделала в начале 20 века, когда буквально за короткое время человечество перешло от первых опытов с радиоволнами или с радиоактивностью, оно пришло к созданию телевидения атомных бомб и атомных реакторов. То есть в перспективном направлении скачок может произойти очень быстро. Биология сейчас развивается колоссальными темпами. То есть там недавно сравнительно был изобретен вот этот CRISPR-Cas9. То есть мне кажется, это будет очень быстро. Я просто хотел сказать, что, например, простой пример. Суррогатное материнство для мужчин или пар мужчин и так далее, оно ведь технически очень давно уже, я так понимаю, сколько это технологии этой лет, ей уже, наверное, лет 30-40, сколько это можно было сделать. Она ведь не стала массовой по целому ряду причин. И коммерческие, и технические, и социальные, и так далее. То есть как бы технология-то есть, и она уже не новая, она даже отработанная. Но, в общем, мы не видим, скажем так, засилий детей, не бегает вокруг толпа детей, которые появились таким образом. Нет, но суррогатное материнство, оно как бы с точки зрения культуры современных людей, это полный трэш. То есть сейчас ребенок, выращенный от суррогатной матери, он будет там... Ну, этому ребенку, в принципе, его можно пожалеть. То есть это там какая-нибудь игрушка какого-нибудь там богатого гея. Вот даже, кстати, очень интересный вопрос. Есть ли какие-то исследования этих детей, как бы, что о них известно? То есть добиваются ли они чего-то в жизни, являются ли они психически полноценными? Сейчас это не имеет смысла, потому что, мне кажется, намного уж проще завести этого ребенка традиционным образом. То есть даже если у него будет какая-то там не очень хорошая мать, для этого ребенка это будет лучше, чем родиться вообще без матери, от какой-то суррогатной матери. Ну, тут начинается сложный ценностный вопрос. Как бы мы детей завозим для кого? Для самих детей, для себя? То есть, собственно, это ведь один из круглогольных камней мужского движения вообще. То есть допустим, я хочу, допустим, иметь детей. А стоят ли риски того, что он появится? То есть итог, который он получит из своей этой жизни? Ну, тут хотя бы брать, опять же, предыдущий фильм, который я публиковал, героя Эхтибара Беширова, который сам себе фильм снял. Вот как может развернуться современная семья. И все чаще и чаще именно так разворачивается. То есть это становится скорее правилом, чем исключением. То есть когда-то это было исключение. Теперь постепенно это переходит в правила. А исключение-то, когда этого не происходит. Ну, или какой-то более мягкий вариант. Если, условно говоря, дети из пробирок не особо нужны, становится игрушкой геев, а государство, что зарекомендовало себя как более ответственный родитель, что ли, скажем так. Какие есть места, где дети переходят в ведомство государства на время или навсегда. Что детские дома, что, не знаю, какие-то кадетские учреждения с полным пансионом. Ну, любые учреждения такого рода. Как себя государство зарекомендовало? Как родитель, как воспитатель, как кейргивер. А я могу, кстати, вот привести такое соображение. Скажем, еще в 19 веке Лита отдавала своих детей, как мальчиков, так и девочек, в интернаты, в пансионы. То есть простейший пример Пушкин. Его в 12 лет отдали в интернат, куда его, по-моему, даже на каникулы ненадолго выпускали, раз в год. И их там очень хорошо учили. То есть Пушкин стал как бы выдающимся писателем, причем он обладал также как бы другими многими талантами. То есть он замечательно рисовал, например. И в его же выпуске его одноклассником был Гончаров. То есть это вообще, наверное, величайший дипломат 19 века, крупнейший государственный деятель. И это было даже скорее правилом. То есть какое-то домашнее воспитание для детей элиты, это в какой-то... Вот, кстати, даже Пушкин, когда писал о Евгении Онегине, он Евгении Онегине писал, что Евгений Онегин, он же получил какое-то домашнее образование. И Пушкин, он об этом домашнем образовании, высказывался в принципе негативно. То есть и, скорее всего, он там выражал какое-то общее мнение, общий консенсус. А, соответственно, нормальное образование было, когда ребенка там отдавали в 12 лет, скажем, в какой-то там кадетский корпус. То есть либо были какие-то другие тоже виды образования для этих мальчиков-подростков. У Пушкина еще, по-моему, был вариант, что родители хотели отдать в какую-то иезуитскую школу. Тогда в Россию приехали иезуиты, которых там, по-моему, запретили где-то в Европе. То есть вот это был пример того, что ребенка, когда ему еще требовалось какая-то, скажем, материнская... В общем, до 12 лет ребенок вращивался в семье, а дальше все его уже отдавали в интернат. Это было массовым явлением, и таким образом врастали как бы выдающиеся люди. То есть вот, например, такой пример. Я понял. Ну, тут мы, конечно, немножко уже перешли в это, так сказать, какая-то отдельная ветка там про образование будущего. Я так, ну, сейчас под завершение, сейчас передадим, тут там Влад и Михаил давно ждут очереди. Насколько я помню из школьного курса, Пушкин был крайне плох во всех науках фактических, кроме литературы, собственно. У него было все очень печально по математикам, физикам и так далее. То есть у него был некий, скорее всего, просто врожденный талант, как я понимаю. Ну, бывает, человеку дано что-то от природы. Разным-разное дается. Кому-то музыка, кому-то... У него был такой. Он попал... Идея с пансионами, естественно, там, ну, понятно, хорошо известна. Английская традиция и так далее. Крайне невротизированная сфера, между прочим. У них вот, собственно, среди английской литературы там, да и не только литературы, есть масса произведений про вот жизнь в этих пансионах, на что она была похожа. И есть детский вариант, когда это излагается для детей. Сказка «Черная курица». Это, в принципе, вот про это, про пансион. Взрослые варианты, кто смотрел такой фильм «Если», называется, «Если» и в 60-х какого-то года, там вот, ну, так, пансион, не очень старый, то есть речь идет не про, там, 18-й век, речь идет про середину 20-го столетия, по-моему. И, в общем, там крайне невротизированная атмосфера. То, что из них мог теоретически появиться кто-то там, кто был бы хорошим дипломатом, допустим, или поэтом, ну, наверное, они все-таки дворяне, извините, они же там не сваркой занимались, и там не кирпичной кладкой они занимались, чем, там, историей, то есть гуманитаркой. Они занимались гуманитаркой. Не, наверное, точными науками тоже, естественно, да, но, в общем, как бы сказать, не физическим трудом. И готовились они не к физическому труду. Они и были изначально, ну, дворянские дети, да, другие дворяне, собственно, двор. Медицину Королевский двор, да, то есть тех, кто служит двору. Ну, там нету каменщиков среди них. Ну, не считая масонов, конечно, да, настоящих масонов имею в виду. А в остальном, ну, это люди, ну, как их назвать, не знаю, элита, не элита. Ну, вообще-то, да, в принципе, можно сказать, что элита, если она получала правильное образование, то, да, это были там, то есть совпали, вот есть природные данные, да. С другой стороны, бывали и противоположные примеры, там тоже воспетые в литературе. Помните этот вот фильм «Табачный капитан» про Петра Первого, там, как у него там слуга ездил учиться вместе с каким-то там Борчуковым сынком, который там спал все, а его слуга там, денщик типа, ходил за него, учил там язык, там, устройство корабля, строительство корабля, и кончилось тем, что когда Петр это просек, то он, в общем, его выкупил на службу себе, взял там, капитаном поставил, Борчука выгнал. Ну, то есть, в принципе, из любой среды можно найти такой талант, да, если ты его взрастишь, дашь ему шанс. Это же нужно обучить, такого человека нужно найти. В принципе, тут уже мы, правда, переходим к теме, которую двигает господин Савельев и называет ее «церебральный сортинг», да, тот самый. Но это все-таки, мне кажется, к демографии очень косвенное отношение имеет. Давайте на следующем цикле это оставим. Так, Влад, я помню, поднимал руку, потом вешал, потом снова поднял. Влад, готовы выступить? Алло. Да. Да, поднимал. Вот он, у меня такой вопрос возник по поводу демографии и все. А такой философский. А вообще, зачем это нужно делать? Вообще, к чему повышать демографию? Конечная цель, для чего? Давайте попробуем. Ну, подобный вопрос в прошлый раз разбирали. Давайте попробую от обратного задать. Предположим, что мы ничего не делаем. Что нас ждет через, скажем, ну, предположим, через 20 лет, 50 лет, 100 лет? Ну, крак цивилизации. И, грубо говоря, новый цикл. А с чего будет цикл-то, собственно? С чего цикл начнем? Ну, смотрите, на данный момент у нас получается по всему цивилизованному миру, так называемому. То есть, Запад, Россия, в частности, США. Демография везде падает. Вот. А в Африке, в менее, так называемых, цивилизованных странах, наоборот, растет. То есть, они заменят нас, и все. И начнется новый цикл. Ну, то есть, правильнее предлагаете ничего не делать и ждать, когда африканцы... Нет. Просто, как говорится, правильно поставленный вопрос дает половину ответа. Вот правильно, по-моему, правильно поставленные вопросы. А вообще, к чему? Какая цель вообще у человечества? Цель. К чему мы должны, в конце концов, прийти? Ну, я считаю... Насчет конечной цели я, конечно, не готов изложить. Ну, я мог бы там христианскую доктрину изложить. Но я бы так сказал, в рамках, скажем, если мы возьмем религию за скобки, то как бы жизнь, скажем так, в рамках гуманитарное вообще слово. Гуманитарное именно вот буквально в смысле. То есть, человекоцентричное, что ли, да? То есть, человекоцентричность, человеконаправленность. То есть, гуманитар, в общем, хюмана, как оно и есть по-латыни. Ну, как бы жизнь в ней считается самоценной. То есть, это ценность сама по себе. То есть, если мы ценим любую жизнь, и даже не только у людей, в том числе у животных, да? То есть, мы как бы гуманно можно относиться не только к человеку. Можно гуманно относиться к животным, и даже к нежилым объектам иногда. Где-то уже не совсем. То есть, получается, как бы жизнь, она представляет... То есть, мы считаем в этих рамках, в рамках этой философии, мы считаем, что жизнь самоценна. А это значит, она заслуживает защиты, права на жизнь, здоровье, ну и там, с сопутствующих этих вещей. Ну, такая парадигма тогда предполагает отсутствие разума. Разум-то нам зачем дан был? Нет, цель разума – это несколько другое. Например, если у нас рождается ребенок, у которого проблема с разумом, в отличие от немецко-фашистской Германии, мы же его не усыпляем, как бы иногда даже не хотелось. То есть, все равно считаем, что, ну, как бы он... Это тоже жизнь, и он тоже представляет собой некую ценность. И для него это, ну, ценный угод. Ну, для его продолжения, его жизни, разум не нужен. Ну, у животных разума, грубо говоря, нет. Они развиваются, они живут, проблем с демографией там у них нет. Если, конечно, человек не вмешивается. Ну, почему? Так, потому что виды вымирали и без... То есть, динозавры вымерли без части человека. Ну, и не только динозавры имеют. Это эволюция. Выживая сильнейший, просто простая биологическая жизнь. И тогда проблем с демографией не будет. Поэтому еще раз говорю, а вообще у человечества, как в целом у человечества цель-то какая? Или мы просто животные с мозгами? Ну, я, честно, не слышал, что человечество себя как... Ну, осознавало себя как нечто единое. Вот. Вот. И ставило себе какие-то конкретные цели. Кроме того, честно говоря, мне лично кажется, все-таки мы очень сильно разочаемся. Если, например, взять, не знаю, там, 10 случайных человек из России, и они вместе сформулируют некую идею, зачем они, зачем Россия, зачем они вообще живут, то, наверное, эта идея будет очень сильно расходиться, если взять, например, 10 человек из Центральной Африки, той самой, и взять 10 человек, спросить, вы зачем живете вообще, какая у вас цель жизни? Я думаю, что они будут совершенно различаться сильно. Они не сойдутся к одной какой-то цели. Вот. Опять же. Приходим уже опять... В одной стране 10 человек цель сформулировали, в другой стране цель сформулировали. Начало, грубо говоря, они с друг другом не согласны, но развивают каждый свою цель. и ведут свой государство к этой цели, свой народ. Соответственно, конкуренция, эволюция, и отсюда же демография. Кто из них победит, тот и продолжит род. Человече. У меня еще такое подозрение, что, ну, когда речь идет про искусственную среду, да, про государство, там, медицины и все остальное, то есть про эволюцию уже речь не идет, в общем. Вы, вы, вы вот там упоминали Савельева, а его мысль про церебральный соркинг, в принципе, верна. То есть мы на данный момент, человечество от животного мира не отличается ничем. При всей нашей развитии технологий и социальной сферы, там, медицины, фактически от животных мы не отличаемся на данный момент. То есть мы живем по биологическим законам. Продолжаем жить по биологическим, не по разумным. Все вот эти законы, придуманные, социальные конструкции, они все-таки обслуживают биологическую природу. Ну, логично. Мы же все-таки биологические существа. Ну, Савельев правильно предлагает. Пора перейти от биологического развития к разумному развитию. Нигде в мире этого не наблюдается вообще. Ну, наверное, да. Кроме каких-то сообществ отдельных, в общем, да. Ну, они настолько мизерны, что погоды не играют. В конце концов, может быть, если остальное человечество в силу это падение демографии уменьшится до такого состояния, что эти группы возьмут верх и продолжат развитие. Ну, да, даже если они возьмут верх, им все равно придется решать вопрос с рождаемостью. Иначе они будут убывать так же вниз, как и убывали до того. Ну, я имею в виду группы, которые как раз этот вопрос демографии решили. А, в этом смысле. Тут, опять же, это чисто моя гипотеза, конечно, трудно провести научный эксперимент, но мне почему-то кажется, что если вот сейчас взять и все население России из территории России убрать, их там, ну, скажем, предположим, что их 140 миллионов, а на их место переселить, ну, скажем, не знаю, там, 500, 500 миллионов или там миллиард там негров из Африки. У меня такое ощущение, что они здесь просто не выживут, они просто прекратят свое существование. Я не про то. У нас, вот, посмотрите, секта Виссариона, да, в Красноярском крае, у них с демографией было все хорошо. Как ни странно. Но их же задавили. Честно говоря, мне кажется, если, я сейчас не знаю параметров их демографии, какая там секта, и сколько она просто существовала. Я как бы недалеко. Просто если они прожили, скажем, лет, не знаю, там, 10-20, то, ну, это просто, это как бы мало, чтобы судить о демографии, скажем так, да, то есть тут нужно, ну, хотя бы два-три поколения, там. Она образовалась в 90-х годах, в начале 90-х. Разгромили ее вот прошлый год. Там с демографией было все в порядке. А какой там был кэффициент? Ну, там в основном многодетные все. Меньше, насколько я знаю, там большинство семей семей были многодетные. Не меньше трех детей. Ну, любопытно. Причем здоровых детей. У них там и психические расстройства гораздо меньше. Вот, ну, насколько я могу судить. И со здоровьем у них там гораздо лучше, и с разводами, как ни странно, тоже. Ну, вернее, я так думаю, что не странно, потому что все-таки их философия предполагала именно крепкую семью и большое количество детей. Ну, понятно, да, такие сообщества есть. Да. Поэтому сообщества, которые за демографию свою, у которых демография падает, в конце концов, останутся один на один с сообществами, у которых демография на уровне. По-моему, вот, одна из причин того, что их разгромили через 30 с лишним лет их существования, одна из причин, что у них демография и здоровье детей было на уровне. И образование тоже. Потому что там в сообществе, в их сообществе были там доктора наук, и даже известная певица тоже туда же убежала. А я правильно понял, то есть, как бы, рецепт, который вы в итоге предлагаете, что, ну, скажем так, делать ничего не надо, что некие сообщества, которые сами каким-то образом эту проблему решат, они, собственно, и в итоге и зайдут в это место. Я имею в виду, что если ничего не делать, произойдет именно это. То есть, надо смотреть на эти сообщества, брать рецепты у них ну, грубо говоря, провести исследование, посмотреть, за счет чего у них демография лучше, чем у остального человечества. За счет чего? Какие принципы там заложены? Внедрять уже в наше общество? Но этим никто заниматься, я так думаю, не будет. Ну, в общем, да, я, собственно, в прошлый раз даже излагал свою там идею, как это сделать именно подобным образом, и у нас там был гость из Израиля, он излагал, ну, там, опыт тех общин, традиционных общин в Израиле, которые тоже подобным образом. то есть не к тому, чтобы брать прям их один в один, а просто вот примеры, на кого можно смотреть, у которых что-то такое вот делают, у них что-то даже там получается. Не один в один, по крайней мере, надо исследовать этот вопрос, но, как правильно высказался там из предыдущих, государству, современному государству это нафиг не надо. Особенно после того, как капитализм по всей планете победил, там уже другие, там идет другой церебральный сортинг, что живи для себя и т.д. и т.п. Вот. Ну, я как-то тут с феминисткой схлестнулся, когда насчет того, что там вот извечное мужское насилие, я ей предложил, я говорю, давай тогда всем людям в лоб встроим веб-камеру, ну, и там через алгоритмы, блин, будут за всеми людьми следить. То есть тоже же, тоже выход избавиться от насилия. Ну, избавиться от основной массы человечества тоже выход чтобы демография вернулась в свое естественное состояние. Ну, окей, понятно, подход, я понял. Так вот, Михаил что-то повесил руку, это случайно или действительно передумал, Михаил? Или это случайно было нажато? может быть случайно, да. Так, окей, тогда никого нету, что ли? Нет, почему, бенвину, тут есть, давай попробуем, потому что раз была проблема с микрофоном, давайте, сейчас попробуем, давайте. Пока что-то тишина. микрофончик двигается, что-то это со мной. ой, блин. Нет, это улада, улада двигается. А, я еще в свою реферию? Да. Ну, вроде, а, руку я повесил. Ну, я тоже не сразу микрофон включил. Нет, микрофон включен, такое ощущение, что это аппаратное, там, либо кнопка на микрофоне. Да, скорее всего. Либо уровень, уровень, уровень громкости на микрофоне, чувствительность, уровень записи. Так, Дмитрий, это с прошлого раза рука висит или новая уже? Нет, с прошлого раза. Микрофон выключен. Выключен, потому что это я вот так сделал. Так, что, один минуту мы так и не слышим, но... Подключается. что-то с микрофончиком. Может, просто в свойствах это настройки зума, там, проверить, что микрофон правильный выбран, если это на компьютере. потому что он вместо гарнитуры смотрит микрофон подцеплен какой-нибудь, там, не знаю, встроенный лаптоп. личинной демографии. Блин, бывает, тоже, я тоже не могу понять, почему люди в России, именно русские, стали отказываться от рождения детей. Ну, строго говоря, это ведь не проблема России, это проблема и всего от того, что называется золотым миллиардом и люди, которые живут в том числе намного лучше нас, там, в среднем, скажем так. Это проблема, получается, белого человечества. Ну, да. Где-то я читал, что, где-то видел, что, типа, почему люди, белые люди перестали рожать, потому что стало слишком комфортно жить. как версия, да, только она, как бы, ну, то есть она, как бы, звучит-то понятно, только не особо объясняет, скажем так. Ой, у нас два, бин, минута. Это с другого компьютера, что ли? Какое включить-то? Давайте оба включим. Приветствую, соратники, так слышно? Да, так слышно. Отлично. Видимо, Firefox что-то категорически отказывается подключать микрофон. Да. Вы закончили? Сейчас я пропустил последний момент. Ну, да, мы, собственно, мы просто так уже заполняли между уступающими. Нас пока лучей нету. Ну, хорошо. Значит, хотел изначально сделать такое небольшое вступление. Дмитрий вначале правильно сказал по поводу того, сейчас нет таких технологий, которые могут позволить сделать искусственную матку. Да, детей донашивают, но вырастить сейчас невозможно, так что в этом плане можем пока даже не мечтать. Вот. Дальше. Даже если были бы, как это на количество повлияло бы, я все равно не понял. Ну, видимо, считается, если можно сделать большой инкубатор, то, соответственно, можно быстро вырастить много новых людей. Ну, это мое предположение. Ну, наверное, в теории, да, если вот брать последний этот сериал выращенный волками, там получается, что эти эмбрионы, насколько я понял, они рождаются гораздо быстрее, или можно было несколько рожать одновременно там одним этим киборгом. Ну, то есть не ждать девять месяцев, пока каждая конкретная женщина может выносить плод, а как-то ускорить, в общем, процесс. И, видимо, это должно повлиять на количество населения. Вот. Ну, в общем, сейчас такой вариант точно невозможен, поэтому его отметаем сразу. Что по поводу демографии? Ну, готовился я, так сказать, плохо. Сергей, спасибо за инструкцию, что сказал, что нужно выписать пару тезисов себе. Я, в принципе, так и сделал. Набрал в поисковике фразу «права», которые есть только у женщин, залез в блок Олега Тинькова и поэтому сделал себе пару тезисов, так сказать, в противопоставление. Как-то давно мы обсуждали, что первого ребенка, ну, давно, недавно, в общем, обсуждали, что первого ребенка женщина рожает для себя, вот, и, видимо, здесь стоит некий барьер для того, чтобы повысить демографию, вот, а второго-третьего она рожает уже по желанию мужчины. Если мужчина не хочет, ну, если нет их совместного желания, то детей, ну, больше не в семье не рождается. Вот, поэтому первое мое предложение это чтобы выплаты от государства, там есть какие-то выплаты для матерей и детей, вот, чтобы выплаты увеличивались только в случае полной семьи, когда в семье есть мать, отец и там дети, то есть отец, мать и дети. Если там только один родитель, чтобы вот эти выплаты от государства их не увеличивали. Вот, ну, а в противном случае тогда женщина она будет рожать от разных мужчин и собственно дети будут перенимать вот эту неполноценную модель семьи и рождаемость повышаться не будет. Значит, второе, что я себе записал, это отменить льготы всем подряд, то есть льготы государство выделяет на одного ребенка, но это что касательно детей, я не знаю в каком формате у них там происходят выплаты, но все любые другие социальные службы, которые у нас работают, они заставляют бегать, оформлять бумаги и очень если надо, то оформлять себе какие-то привилегии. если женщина, у которой один ребенок будет понимать, что ей придется побегать, чтобы получить какие-то дотации от государства, соответственно, возможно, она задумается, что нужно ли ей просто так рожать. ну, здесь такая, конечно, немножко двоякая ситуация, да, я нам немножко сумбурно объяснил, в общем, смысл в чем, то, что у большинства женщин, у многих женщин, у них такая модель ЗАГС, потом развод, и своего рода такой у них пассивный метод заработка получается, вот, соответственно, если они не будут рассматривать эту модель, как пассивный метод заработка, будут нацелены именно на поднятие демографии в общем и увеличение количества детей в семье, то модель будет нормальная и демография будет расти, вот, но сейчас такие женщины, они просто тратят деньги на себя и на детей, как мы прекрасно понимаем, денег идет очень-очень мало, вот, следующий пункт, который я себе выписал, это паритетное воспитание, то есть сейчас у нас по закону получается, что один из родителей может подать в суд, забирает себе ребенка, может не соблюдать судебное предписание по порядку общения с детьми, и собственно никаких там серьезных санкций за это не предусмотрено, то есть получается некая борьба за ребенка, когда действительно права детей, там, ребенка не соблюдаются, это происходят какие-то разборки между бывшими супругами, так сказать, вот, а о детях забывают, вот, а если вести паритетное воспитание куда-то у нас в семейный кодекс, то значит при согласии на обоих из родителей, значит у нас будет не ну не алиментная вот эта система, а то, что в случае, если один из родителей не может содержать ребенка, он просто отдает его второму родителю по его согласию, и тот его содержит, одевает, обувает, кормит, вот, а в это время второй родитель может заниматься уже там второй семьей, если он на это вот нацелен. значит следующий пункт, который я записал четвертый, это отменить льготы матерям-одиночкам, у которых больше одного ребенка, при условии, что эта женщина ни разу не была замужем, вот, это такая тоже ремарка ко второму пункту, о котором я говорил, чтобы женщина понимала, что ребенок не является ее средством пассивного дохода, вот, что ребенок это такой же человек, он должен вырасти личностью, и, соответственно, уже решать, там, нужна ему семья, не нужна семья, вот, но у него должна сложиться модель, что если люди создают семью, это вот что-то нормальное, непонятное и беспорядочное, и тем более не средство заработка, вот, и последний пятый пункт, который я себе записал, это запретить единоличное принятие женщины решению по абортам, вот, то есть только по медицинским противопоказаниям, соответственно, если женщина понимает, что у ней законодательно разрешены аборты, и она может вести беспорядочный беспорядочную половую жизнь, вот, ну, в общем, промежуточным комитетом заниматься, то никаких ограничений у нее нет, вот, она может рожать, может не рожать, кто-то, конечно, может скажет, что, ну, ее тело ее дело, но это неправильно, тело может быть ее, а ребенок, он все-таки отдельный живой организм, и никакого отношения к ее телу он не имеет, то есть он, опять же, должен вырасти нормальным человеком, вот, собственно, заметки, которые я записал. Честно говоря, при всем том, что я, например, активно поддерживаю идею совместного родительства, там, шейт-кастоди и так далее, совместную опеку, как мне называть, но у меня сомнение, что сама по себе эта мера, например, приведет к росту рождаемости, даже наоборот, есть, в принципе, разумное мнение, что, поскольку все-таки рождением управляет в основном женщина, процентов так, на 90, если не больше, то, в общем, женщина будет решать, сколько рождается, и неважно, там, совместная опека, несовместная опека, она может даже считать, что у нее меньше теперь стимулов рожать, и цифра может даже упасть, наверное, даже логично, если она упадет, не сильно, но упадет, скажем так. Допустим, если у нас был, скажем, коэффициент, не знаю, 1,5, ну, станет 1,4, 1,3, например. То есть, я к тому, что из этого разумного, в общем, вполне такого, разумной реформы, из нее так очевидным образом, по крайней мере, не следует рост рождаемости. Ну, отчасти я согласен, я почему на первое место поставил тот момент, когда мы обсуждали, что первого ребенка женщина рожает для себя, а остальных уже по договоренности, так сказать, со своим супругом. И здесь, в принципе, уже идет зависимость не только желания женщины, а уже зависимость от мужа, так сказать. И если мужчины прекрасно понимают то, что сейчас законодательное их ставят в кабальное такое положение, естественно, никакого желания у мужчины заводить каких-то там еще детей, ну, может быть, максимум двух кто-то, вот, но, опять же, мне такое очень-очень-очень редко встречается, и, грубо говоря, когда уже вот реально по залету, когда, ну, так получилось, типа, а по большому счету у мужчин сейчас такого желания нет, я не наблюдаю во всяком случае. Поэтому здесь не только желание женщины, да, принимает решение, можно сказать, единоправно женщина, но с учетом того, что мужчина может против, женщина может тоже отказать. Ну, да, ну, про отмену, там, скажем так, снижение количества льгот, чтобы не было такого, что, допустим, мать-одиночка имеет больше льгот, чем полная семья, про это многие говорят, даже Крупнов тот обмолвился, по-моему, на днях такое было, он сказал, типа, ну, то есть он только о том, что я понимаю, там, поддержку, там, кому тяжело, нужно поддерживать, но, вообще-то говоря, это речь, скорее, про уровень жизни, просто, то есть у людей достаточный уровень жизни, хотя бы минимальный или нет, а мы живем в стране, где с прожиточным минимумом, скажем так, плохо достаточно дело обстоит, и, естественно, как бы, когда у вас, там, кто-то, кто-то под угрозой, вам хочется его, то есть это нормальная рефлексия, такой, не рефлексия, точнее, рефлекс. Гуманитарный рефлекс, типа, кому плохо, тому надо помочь. Проблема в том, что это автоматически подозначает, что вы стимулируете вот здесь больше, чем в остальных местах, ну, и результат, соответственно, в общем, тоже, я лично даже знаю, собственно, пример, чего далеко ходить, у меня есть знакомый, кто, женщина жила в статусе матери-одиночки, просто потому, чтобы, чтобы у них был, выше был шанс на квартиру, на апгрейд квартиры. Там была очередь, была там, ну, очередь была с давнишних времен, и она была, ну, то есть, был шанс, скажем так, сейчас, конечно, все это очень медленно происходит, но шанс был, очередь на квартиру. И просто, чтобы эту очередь с вероятностью увеличить, люди лет, так, наверное, 10, что ли, даже больше, наверное, 10 лет. В общем, лет 10, они, наверное, женщина числила с матерью-одиночкой, именно одиночкой, то есть, не расписанной, и так далее, а именно мать-одиночкой, просто, чтобы увеличить шанс на квартиру. Что интересно, квартиру, по-моему, она в итоге получила, и потом они, по-моему, таки расписались. Ну, это заняло, вот, цать лет, и если бы это не случилось, то, может, они никогда бы этого не сделали. Ну, вот, почему? Потому что, вот, ну, да, у нее больше шансов, у нее выше льготы. Это, конечно, с точки зрения стимулирования, что вы стимулируете, это, конечно, бардак полный. То есть, стимулировать нужно другую ситуацию, но вот, вроде, из лучших побуждений, но в итоге вы, как бы, награждаете и поощряете тех, кого не надо бы, награждать и поощрять, да, а вместо этого не даете, там, того, что могли бы дать тем, кого поощрять стоило бы. Так, теоретически, да, тут, в общем, как это будет сделано, каким образом, я не знаю. И опять, даже если предположить тоже, с другой стороны, предположим, завтра утром пропали все какие-то особенные льготы у матерей-одиночек, и они стали такими же или даже чуть ниже, допустим, чем у всех остальных. Ну, там, в смысле, пособий, там, не знаю, что-нибудь еще. И что это резко приведет к росту рождаемости? Ну, опять же, нет, скорее. Ну, может, это приведет к тому, что, скажем, процент матерей-одиночек в обществе несколько снизится. Потому что все те, кто делал это именно из-за пособий, то есть фактически люди, которые на грани выживания, для кому каждый рубль имеет значение, там, ему дали пособие, там, не знаю, 30 рублей или 300 рублей, для него это имеет значение, большое значение. Вот эти люди, они как бы переместятся из одной категории в другую. Ну, в общем, и все. Больше ничего. На этом, как бы, вся разница и закончится. Да, согласен. То есть, получается, что, стимуляция происходит финансовая, не каких-то незащищенных слоев населения, которым нужна поддержка, которые ратуют там за семью, а стимуляция происходит непонятных людей, которые занимаются разгульным образом жизни, промискутетом. Вот, опять же, я встречал таких женщин, у которых от одного мужчины, ребенок, от другого там жалуются, и денег не хватает, и то, и все. Ну, хорошо, даже если где-то государство там таким выделяет квартиру, какого уровня будут эти люди, вот, когда они вырастут без образования, я уже не говорю о том, что молодежь у нас сейчас даже не в школе воспитывают, я не знаю, там в интернетах, ну, наверное, всем в рекомендациях попадалось, всякие там Моргенштерны и прочее. Вот, а по-хорошему, да, опять же, то есть, что бы ни говорили, получается, что качество все равно зависит от мужчины, потому что, ну, мужчина так устроен, что именно в плане самоорганизации он больше имеет вероятность к самоорганизации, чем женщину. Если женщину научили вести, допустим, тот же самый пассивный доход на детях, просто рожая одного за других, вот, то, в принципе, она этим и будет заниматься и перевоспитать ее уже будет невозможно, вот, к сожалению. Поэтому, да, финансово стимулировать нужно именно семье и делать акцент на том, чтобы семья была не просто полная, а там был, ну, был, в общем, отец детей, а не так, что сегодня один папа, завтра другой, или вообще там по двое трое пап. Так что, да, как-то так. Понял. Ну, я, собственно, да, в прошлом своей идее тоже, я считал, что как раз нужно первое, что сделать, определиться с термином семья, как учил нас, по-моему, это Конфуцию принадлежит фраза, типа, что мудрый правитель должен начинать с того, чтобы назвать все своими именами. Тут нужно назвать все своими именами и сказать, что, знаете, что при всем том, что мы там помогаем и даже там, ладно, но, в общем, семьей это называть не будем, вот, а будем называть что-то другое семьей. Ну, для этого нужен, в общем, параллельный кодекс, который действительно будет семейным. По поводу образования, мне, ну, так, честно, качество, качество, делайте, мы когда говорим про количество, про демографию, речь ведь не идет про то, что, например, больше людей с высшим образованием, допустим, или больше детей с более высокими оценками. Речь хотя бы просто о количестве, которое бы просто могло бы, ну, оставаться стабильным. Они же не могут быть все, например, гениями, не могут быть все докторами наук, не могут быть все учеными и так далее. То есть, будут люди всех социальных слоев, ну, не слоев даже, не так, всех категорий, скажем так, то есть, кто из них склонен там скорее к, как это назвать, господи, скажем так, жизнь с низкими инвестициями, жизнь с высокими инвестициями, да, то есть, будут люди, которые будут людьми с низкими инвестициями, то есть, которые не готовы тратить много времени там и средств, и сил, и не видят ценности в этом вообще. Но проблема в том, что они тоже нужны, потому что общество состоит из всех. У нас, в общем-то, общество использует, находит свой, как бы, способ использовать, в принципе, всех. Когда человек вообще ничего не может, да, но он там, не знаю, хотя бы дворником работает, или таксистом, условно говоря. Сейчас нарицательно, не по конкретной профессии вообще, но как бы и для него тоже есть место в этом самом обществе, и количество, то есть, он является плательщиком налогов, а значит, он оплачивает социальные сервисы, то есть, он, в общем, один из тех, на ком все равно стоит страна, стоит социальная система, там, и пенсии, и медицинское страхование, грубо говоря, тот, благодаря кому и скорой помощи есть, и так далее, в общем, все эти вещи. И в этом смысле, как бы качество, конечно, оно желательно, да, там, в неком абстрактном, идеальном обществе у нас у всех было бы, там, мы все были бы тонкими интеллектуалами, там, с высшим образованием, или с двумя, вот, ну, количество-то тоже, в общем, имеет значение, потому что, например, интеллектуалу может не захотеться, например, не знаю, там, классики кирпичи, или, там, водить грузовик какой-нибудь, да, или там, ну, вообще заниматься чем-то подобным. Любимый пример Оррена Фарла, мусорщики, проблема мусорщиков, типа, что мусорщики, там, 98, что-то с лишним процентов, там, типа, это мужчины, ну, и это, между прочим, не так уж плохо оплачивается, в США, по крайней мере, про что он писал, то есть, это опасная, вредная, неприятная, и крайне непрестижная работа, тем не менее, как бы, люди на нее, в общем, идут, и даже конкурс есть свой, вот, а человек, допустим, с большим образованием, ну, наверное, не захотел бы там работать, да, а захотел бы работать за меньшую зарплату, опять же, любимый пример Фарла, библиотекарь, типа, библиотекарь получает существенно меньше, чем мусорщик, вот, но почему-то, вот, очередь на библиотекарей все равно есть тоже, и на мусорщиках есть, в свою очередь, как бы, люди разные, так что, я к тому, что, как бы, качество и количество, ну, то есть, да, как бы, качество, конечно, знаем, что дети там из неполных семей, они потенциально являются более серьезной проблемой социальной, и в смысле криминала, и в смысле успеваемости, ну, всего, в общем, такого, да, и в смысле того, какие они сами семьи состоют, могут создать, то есть, то же, что у них тоже семья будет неполная, буквально вчера кто-то мне сбросил, там какая-то из брошюрок мужского пути была, там, я не знаю, правда, реально откуда цифры, там почему-то, не почему-то, вернее, там цифры надерганы даже из разных стран, и там была цифра, что-то, что-то женщина из неполной семьи, что ли, которая сама из неполной семьи, что-то разведется с вероятностью что-то 98, что ли, процент, какая-то такая цифра написана, любопытная, я цифры не видел, но, в общем, может быть, может быть, да, то есть, что эта система самовоспроизводящаяся, она как бы сама себя воспроизводит, но все-таки демография-то заключается в количестве больше, а не в качестве, так что тут... Я хочу тебя, Сергей, немножко поправить, я сказал не образование, а самообразование, вот, то есть, имеется в виду, что у мужчины, если есть время для того, чтобы подумать, прежде чем что-то сделать, обдумать, придумать, в общем, а не поступать быстро, как обычно это требуется, допустим, в бизнесе, то есть нужно сделать, а потом уже обдумывать, что ты сделал, и именно вот это самообразование, оно возможно, когда более-менее как бы все нормально, все хорошо, потому что, если брать какое-то гетто, где постоянно нужно воевать там за территорию, я не знаю, там, как-то быстро деньги достать, ну, и чем они там занимаются, там очень-очень большой процент смертности, в том числе и юнош, которые начинают влезать во всякие там нелегальные мероприятия, вот, и опять же, воспоминая там фильмы «Диократия», он, конечно, забавный, на него любят ссылаться, там в начале говорится о чем, что был, в общем, такой высокопримативный парень с низким IQ, который успел очень быстро размножиться, вот, и, собственно, по идее этого фильма, по сценарию, да, размножались именно такие, но ведь вопрос в том, что и происходят и какие-то локальные конфликты, о которых я уже сказал, и в конце концов нужно кормить этих детей, ну, то есть не все так просто, как в фильме показали, поэтому в любой стрессовой ситуации мужчина, особенно если он высокопримативный и будет всегда лисе нарожен, он будет и страдать количества и погибать, вот, соответственно, демография будет уменьшаться, вот, к чему я хотел подвести. Я эту нарезку видел, я как бы знаю, о чем идет речь, про это, про диаграфик, ну, так бы смешно, и в этом вообще-то есть много разумного, так оно, в общем, примерно и обстоит, да, что до какой-то степени это, в общем, подходит на аналогию, вот, когда приводят пример там с Центральной Африкой, да, там, и Россией, вот, например, то же самое, хотя в среднем если страны брать и сказать, что прямо у нас какой-то там будет сильная интеллектуальная разница, не, ну, наверное, будет, конечно, все-таки, мы-то выживаем на этой территории, на холодной, а вот эти товарищи, не факт, что смогли бы тут выжить, в общем, даже более того, если бы они тут могли выжить, возможно, они бы тут жили сейчас, но они тут не живут, в общем, а живем тут мы, то есть те, кто смог, те собственные живут, а те, кто не смог, не живут, я даже слышал, что китайцы, типа, обратный поток начался, и все, боялись за наш, этот Дальний Восток, там, говорят, что типа обратный поток пошел, типа им тут, в общем, холодно и не весело, вот, так что, будет ли им интересно здесь наша территория, еще вопрос тоже, ну, окей, ладно, по этому поводу понятно, так, у нас Михаил, я не знаю, тот же Михаил, с другого компа, или другой Михаил, хочет выступить, Михаил. Добрый день всем. Добрый. Я хотел, во-первых, ну, во-первых, формат спросить, это та же ситуация с тремя желаниями, здравствуйте, я царь? Ну, в принципе, да, нет, тут люди разные излагают, тут вот перешел в футуризм, там, на научную фантастику и так далее, но вообще-то изначально у меня была идея, что, ну, грубо говоря, вот вам дали реальную власть завтра, и вы действительно можете что-то поправить, ну, может быть, не все там, например, вы не можете изменить среднюю температуру, среднегодовую температуру там в Москве, да, но вы можете поменять какие-то законы серьезно, ну, скажем, власть, которая могла бы быть у царя, у какого-то лица такого, которое наделено такой властью, вот, что нужно было бы сделать, наверное, на месте царя, чтобы поправить демографию, и при этом так, чтобы вас не съели, естественно, сразу желательно. Вот те люди, которые до этого со мной, ну, которые обсуждали, они правильно сказали, что следует правильно сформулировать вопрос, но, к сожалению, многие почему-то забывают обратить внимание на статистику, вот, я неоднократно видел, Сергей, ваш анализ, где четко по годам вы раскладываете причины, ну, грубо говоря, уменьшения количества детей на одну женщину, на самом деле ситуация начала ухудшаться еще до революции, то есть после революции, в смысле, тот момент, когда мужчина до этого владел женщиной, то есть, соответственно, было много детей, и у женщины, женщина не могла работать, и у нее не было выбора, то есть она рожала детей, потом появились противозачаточные, где-то 30-й год, и, наконец, вот после 50-го, когда вводится семейный кодекс и все остальные нововведения, это уже приводит к текущему состоянию дел. Давайте попробуем понять, мы же, ну, именно при царе, грубо говоря, детей рожали, потому что это, ну, грубо, помощники, они смотрят за курами, за коровами, там, и приносят реальную прибыль, вот. На втором этапе женщина получила полную власть, и мужчина потерял над ней контроль, и на третьем этапе это, грубо говоря, изолировали детей от отцов, то есть, в том статусе, в котором мы оказались сейчас. То есть, если бы технически надо было решать проблему с рождаемостью, нужно было бы ответить на следующие вопросы. Во-первых, как финансово промотивировать тех людей, которые рожают, второй вопрос, это как сделать так, чтобы семья оставалась стабильной, потому что женщина не будет рожать вне брака, а мужчина не будет идти в брак, поскольку это финансовая зависимость. Из-за этого вот сейчас такова ситуация, что у нас вот, я вот смотрел официальную статистику Белоруссии, за первый квартал 2020 года, 9,5 тысяч браков и 9 тысяч разводов за первый квартал. Вот. Получается почти в районе 95%, может, 94% где-то в этом районе. Следовательно, на текущий момент статус, во-первых, мало того, что падает количество браков, так еще и увеличивается количество разводов. Поэтому на текущий момент проблема понятна. Теперь, что нужно сделать? Во-первых, на текущий момент мы все должны понимать, что мы, грубо говоря, стареем, выходим на пенсию и, грубо говоря, сейчас пенсия это ну, сущие копейки. А давайте банальный момент. Вот просто как финансово заинтересовать людей? Дадим процент от заработки, ФСЗН, вот у нас фонд социальной защиты, который платит человек. Вот прям процент от этого человек, сколько дети его будут зарабатывать, вот прям процент будет получать человек который завел этих детей. Вот сколько детей, столько и процент. Причем от внуков тоже. Только от внуков меньше процент, от детей большой процент. Вот, соответственно, чтобы финансирование пенсионное было прямым, а не такое, как сейчас. Это первый шаг. То есть, вот, банальный. Второй шаг, это как бы прямо не звучало, нужно, грубо говоря, показать, что семья, как таковая, то есть, она выгодна. То есть, я понимаю, что на текущий момент это является системой манипуляций, что вот естественно, без шагов на статус семейной, ну, совместной опеки, чтобы приоритет договоров был, ну, в первую очередь, чтобы исчезло поле для манипуляций, потому что на текущий момент брак, развод становится, ну, в буквальном смысле в русском слове развод, когда разводят на деньги. И на текущий момент эта система должна быть разрушена, поэтому это должно исчезнуть в поле для мошенничества. То есть, соответственно, во-первых, люди должны понимать, что заводя детей совместно, они обеспечивают свою старость. Причем, старость в буквальном смысле слова. И дети должны знать, что если они заведут своих детей, то есть внуков, соответственно, они с этого реально получат хорошую пенсию. То есть, потому что никакой, причем, причем, этот институт пенсии должен просто умереть, он уже находится в статусе смерти, потому что те пенсии, которые получают вот сейчас текущие пенсионеры, они похожи на слезы. Я видел, как они живут, очень многие сдают квартиры и находятся в довольно плачевном состоянии сами по себе. Поэтому на текущий момент финансовая ситуация пенсионеров просто вызывает, ну, понимание, что так лучше не жить. И, соответственно, на текущий момент было бы прекрасно и понятно, что вот если человек завел детей, он реально обеспечивает свою старость. Причем, совместно должно быть это выгоднее. Ну, мы же знаем, что семья, которая работает совместно, это выгодно. Но просто сейчас из-за того, что есть способы манипуляции для, ну, просто наживы, соответственно, все эти семейные, ну, суды, вся вот эта система должна быть упразднена. То есть, по сути, весь брак и вся вот эта судебная система разводов должна быть практически упразднена. Кроме финансовой составляющей, в том случае, если заключен договор прямой, то есть, вот, есть договор на имущество, тогда можно вести через суд. А так, разводы должны быть просто разъехались и уехали. То есть, никто ничему, никому, ничего не должен. При этом процент, ну, по умолчанию есть семейная опедка. Кроме, как вы правильно говорили, Сергей, кроме случаев, когда человек какой-то агрессивный или является социальной опасностью, причем по умолчанию это не считается так. То есть, это нужно доказать, что он, причем, ну, одному из родителей. Как-то так. Это второй момент. То есть, первое, заведение детей должно быть выгодно. Это мы обсудили. Второй момент. Должна исчезла поле для манипуляций. Это второй момент. Ну, и что еще у нас осталось? Что женщина принадлежала мужчине? Я, честно говоря, вот именно вот эти старые вещи с точки зрения религии, возможно, то есть, религия была бы более честна, если бы, как вы правильно говорили, не почтяла вот эти государственные, жуткие государственные законы. Но это не мой вопрос. В любом случае, религия, если не победит православие, победит ислам. Потому что он более патриархальный, он более религиозный, и так или иначе население ислама заменит местных православных. Я против, я больше склоняюсь к православию. У меня бывшая жена православная, то есть, много знакомых православных. Я понимаю ситуацию, но просто ситуация такова, что религия как таковая должна именно поддерживать роль отца. К сожалению, православие в этом потеряло свою суть, но возможно следующим этапом будет так сказать ислам. Так что вот, например, три готовых решения. Первое, это обязательно процент от детей и внуков. Второе, это отсутствие доходности при разводе. И третье, это пощение религии как таковой для укрепления института семьи. Вот такие вот законы я бы попытался продвинуть. Понятно. это, так сказать, на вскидку скепсис некий выскажу. Во-первых, по поводу пенсии. При всем том, что да, звучит разумно, проблема в том, что у нас же средний человек, насколько я знаю, до пенсии-то, в общем, не доживает. Мужчина, по крайней мере. А это я легко отвечу. И сложно стимулировать этим. Я могу легко ответить. Процент он получает сразу. Вот 18 исполнилось, 18 исполнилось, ребенка он уже получает. Так нет, процент чего? Процент ФСЗНа. То есть Фонд социальной защиты платит на пенсию другим людям. Сейчас вот этот фонд и так платит на пенсию другим людям, но он платит другим людям. А теперь он будет платить конкретному человеку, своему отцу и своему деду. Отцу, деду, бабке и матери. То есть вот 4 человека получают от него процент. Так человек, предположим, он же 18 лет, вряд ли, некоторые, конечно, начнут работать, но скорее он продолжит в наше время, если человек такой реально впадывает. Кого воспитали, того и получили. Нет, можно начать получать, например, если он пошел в 18 лет грузчиком, то получается он начинает получать процент с его зарплаты. А если он учится, не знаю, и становится в итоге доктором наук, то можно и до 35 лет ничего его не получить. Можно опять же не дожить. Да, но это же вы его таким воспитали. Тут это уже есть обратная связь, я бы сказал. То есть да, но частично это ваша вина, что он доктор наук, а не грузчик. Ну, получается это действительно вина уже, а не заслуга. То есть мы будем стимулировать именно, скажем так, раннюю трудовую деятельность и как можно меньше. То есть эта система придет к уменьшению, в общем, она будет дестимулировать образование, вот так скажем. Я бы не сказал, что она будет дестимулировать образование, потому что образованный человек явно получает значительно больше, чем тот человек, который сразу пошел работать. То есть я же, например, как специалист, например, зарабатываю сейчас. Какая мне разница, что ребенок пойдет чуть-чуть попозже на работу? У меня сейчас хватает денег. Я, например, могу наоборот вложить денег. Понимаешь, в этом случае вложение денег в себя и в ребенка становится окупаемым. Наоборот, то есть я вложил деньги в его образование, он получил хорошую, ну, хорошую работу, хорошую зарплату, и он мне платит процент. Все-таки я сейчас пытаюсь себя на место поставить, допустим, ну, скажем, мне, допустим, 21 год. Я, ну, скажем так, с точки зрения производства детей, я достаточно, то есть тот, на кого должно действовать. Я сам, вероятно, ну, особенно учитываем реальную историю, то есть в это время я сам еще учусь. И я, значит, в 21 год решаю завести ребенка и даже не одного, а минимум трех, ну, трех, скажем, в течение, допустим, 7 лет, 7-8 лет, с тем, чтобы через 18 лет начать получать с него какой-то доход. Это в лучшем случае 18 лет. То есть если мне 21 и первенец родился, допустим, ну, пусть будет 21 год, значит, получается, первый доход с него я получу ближе к 40, то есть это будет 21, плюс 39. То есть 40 годам можешь, возможно, безработным станешь. 39. Это будет первый раз, когда я получу это самое, значит, со второго я получу, когда мне будет, ну, скажем, 43, а с третьего я буду получать, когда мне будет, допустим, 48. Да. Я просто думаю, вот меня 21-летнего, это бы смотивировало заводить трех детей, и что-то как-то у меня сомнения, честно говоря, как-то. Это подчеркиваю, это мы сейчас считаем про 18 лет, а теперь представьте, что это три ребенка, которые все пошли на высшее образование. И первый доход получил я с первого, то есть, получается, не в 39, а плюс 5 лет. Сергей, должен оправдаться. Дело в том, что такая схема мотивации, по крайней мере, работала до революции. То есть, я понимаю, что ты прав. В целом, что срок отдачи от ребенка, который был до революции, был, грубо говоря, ну, 6 лет. Вот 6 лет ребенок, он уже там за курочками смотрит. Ну, да, даже меньше, 4 года, в принципе, уже. А здесь 18. Ну, учитывая... То есть, я к тому, что в наше время это означает, ну, скажем так, очень-очень рискованно, это как бы вложиться, например, в ценные бумаги, которые, как это называется, у которых есть срок, типа фьючерса, что-то такое, да? А ты бы вложился в своих детей? Ну, у меня, во-первых, всего один, поэтому, как бы финансовый вопрос был за кадром. Так получается, понимаешь, это самое лучшее вложение. Ты влаживаешь своих детей, причем оно может окупиться. Ну, может, но может и нет. То есть, грубо говоря, получается, это такая серьезная ставка, что надо в нее, что называется, играть. А если, не дай бог, что-нибудь случится, особенно, не дай бог, в армии там, или что-нибудь такое, то есть... Твоя вина. Не уберег от армии, не защитил, не воспитал из него сильного человека. Твоя вина? Не, ну, как там, ДТП, допустим, причем тут сильный человек. Трех детей заводи. Не знаю, все равно. Не, я почти чисто, может, наконец, на кого-то может это подействовать. Я просто на себя примеряю, думаю, меня бы в 21 год меня бы стимулировало заводить, особенно третьего ребенка, зная, что я в лучшем случае получу что-то с него, скажем, лет в 50. Сергей, давай попробуем иначе еще раз попробуем. Смотри, вот у тебя есть, у тебя сейчас нет выбора, то есть на текущий момент вся вот эта система семейная, это, ну, по сути, развод. Развод, неважно на что, на деньги или на брак, то есть это развод. Но если чисто технически, вот ты же сам говорил, что ты еще бы хотел завести детей, чисто технически, если бы все было красиво и честно, то есть никаких правонарушений и прибыли, грубо говоря, противоположный пол не получит, только договоренности, причем договора все действуют, то есть все по закону, по умолчанию это совместная опека, все идеально, здесь проблем нет. Я, ну, как нормальный человек, вот ты мне рассказывал про идею сделать какие-то поселения с хорошей идеей, а чем это не поселение с хорошей идеей? Вот смотри, ты же чисто, свободно с человеком строишь отношения, и ты знаешь, что вот этот ребенок хорошо воспитанный, хорошо образованный принесет тебе процент. И более того, у тебя есть мотивация, чтобы он родил детей, чтобы его внуки, они тебе тоже принесут процент. И каждый внук следующий увеличит твой доход, ты будешь жить как в старости, как реальные глава семейства. И получается ситуация, что вот до революции глава семейства хотел иметь много детей как раз ради этого, что у него, получается, дети рожали внуков, и они его в старости досматривали. А это что будет? Это будет именно то же самое. То есть получается, мы, давая процент, мы довели ситуацию, что у меня есть мотивация, чтобы этот ребенок тоже имел детей. И он был хорошо образован, чтобы на самом деле он имел хороший доход. Причем как можно раньше. Я понимаю, что кажется, что вот надо ребенка побыстрее на работу отдавать. Да, есть, закрадываются, но, простите, мы все до сих пор, сейчас вот хотим, чтобы ребенок пошел на работу не потому, что нам жалко, чтобы он образовался, а потому, что не хотим его содержать. Эта ситуация не изменится в этом формате. И ситуация такова, что сейчас, когда по закону ты станешь получать процент от большего числа детей и внуков, у тебя будет реальная мотивация иметь большую семью. И вкладывая своего ребенка в образование, ты вкладываешь как в себя, и ты знаешь, что эта схема окупится. Да, это облигация, да, это риск, а у любой облигации это риск. Контора может разориться, банк может разориться, в который я вложил, да, может. И что я верну? Ничего. Но вкладывая своих детей, я вкладываю в себя. Как-то так. При такой схеме, по-моему, это очевидно. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, извини, Сергей. Как идея это звучало совершенно нормально, интересно, и более того, финансовая, собственно, финансовая отдача, это, мне кажется, более-менее очевидная вещь, которая так или иначе должна быть сделана. Медистор смущает именно эта отсроченность, потому что эта отсроченность, она как бы на достаточно длинном времени любые вложения, они, в общем, становятся как бы не очень интересными, потому что либо, что называется, либо и шаг сдохнет, либо и мир помрет, что-нибудь да случится. Особенно в России. То есть такая вероятностная оценка, это, в общем-то, ну, сродни игре в казино, в принципе. То есть можно было бы дешевле это делать, и если это вопрос в деньгах, то можно пойти в казино и сыграть на зарплату. Летние дети до революции мерли как мухи. Так что, учитывая ситуацию, они играли в такую же лотерию, жили там лет по 40. Так что, в отличие от нас, которые могут прожить и 80, оставшиеся 60 можно вполне по-человечески прожить. Ну да, только процент этот, кстати, вот этих, вася, кому по 80 игр, уже видно на этой пирамиде. На пирамиде, его видно на этой, на полувзрастной. Какое количество людей, которые вот превысили пенсионный возраст? Его видно на возраст, на елочке, на нашей. Ну, если человек воспитал всего одного ребенка, то есть он вложил только все деньги в одну корзину, это, ну, как бы, его выбор. То есть в данной ситуации при такой схеме все, честно. Понятно. Ну, окей, ладно, как идеи, в общем, заслушали, записали. Ну, наверное, все. Тогда спасибо, что выслушали. Ну, ладно. Так, тогда, Сергей, прошу. Ой, пардон, пардон, ты... Сейчас, сейчас, момент, я напутал. Степан, пардон, я... Степан, поднимите руку снова, чтобы не потерялся, не записано. Ага. Все, так, Сергей, прошу. Ага. Добрый всем. Добрый. Рад слышать всех с праздником, который прошел. По поводу сегодняшней... о сегодняшнем обсуждении, ну, у меня есть несколько мыслей, конечно. Ну, во-первых, первое, что я хочу сказать, ну, я, например, расстроился, когда мы сегодня опять будем говорить про демографию, потому что, в общем, я смысла в этом никакого не вижу, и паузы в прошлом нашем разговоре подтверждают то, что, по большому счету, из пустого порожня мы можем и сегодня далее переливать. Я, честно говоря, думал, что уж лучше марксизм, чем демография. Ну, уж поскольку-поскольку, в любом случае, это прекрасная возможность послушать и поговорить в кругу единомышленников, даже если мне не разнятся. Все равно это хорошая психотерапия. В общем, понимаешь, что ты не один на этом делом свете столкнулся с этим проблемой. Поэтому всем спасибо в таком формате за возможность. Значит, по поводу всего того, что было сказано ранее. Ну, на самом деле, мне некоторые утверждения кажутся спорными. Попробую. Я не делаю все заметки, я так на ходу все это слушаю, слушаю, что-то в голову приходит. По поводу Виссариона и похожих сект. Ну, утверждение, мне кажется, спорно и ничем не подтверждено, потому что из той информации, что мы можем подчеркнуть из сети, у самого Виссариона один сын, многие туда приехали уже будучи с детьми, и говорить о том, что у них там какой-то всплеск рождаемости, ну, наверное, ну, просто мы даже таких сведений не имеем. Мы можем гипотетически представлять себе, что, ну, может быть, там рождается больше, потому что, может быть, там больше людей, которые уверят в то, что аборт – это грех по каким-то причинам. Может быть, только поэтому. Но, в общем, это не панацея и быстрее всего уход от мира в такую секту, а это именно сообщество по принципу секты, если у них есть гуру, который им вещает, если у них есть какое-то место, какой-то алтарь, преклонение, если они отделились от всего мира, то быстрее всего они люди, в общем-то, психически ущербные, просто спасаются, потому что там им относительно комфортно. То есть, это бы, как рецепт, я на самом деле бы, наверное, не рассматривал. По поводу того, что, а надо ли, а надо ли заводить детей и не надо ли заводить детей, ну, как минимум, я хочу, чтобы это право оставили мне решать, надо или не надо. Детские тезисы по поводу того, что он меня не просил, даже обсуждать не хочу, но это смешно. Это подростки говорят в истерике, когда им не разрешают сходить вечером на дискотеку, и вот они кричат, я не просил тебя меня рожать, я не троясь, но это даже смешно, тут нечего обсуждать. Вот по поводу, значит, проблемы рождаемости, ну, я боюсь, что я не буду оригинален и, наверное, повторюсь, да, кстати, к большому сожалению, единственный человек, который знает решение этой проблемы и является лучом в царстве, в темном царстве информационного мрака, он, к сожалению, сегодня не пришел и не придет. Он, наверное, еще три жизни будет смеятым тем цирком, что мы устроили в тот раз. А он бы нам, наверное, рассказал, как, в общем, мы, быдлые паразиты, ищем возможность размножиться, загадить эту землю и, в общем, и рыба-то у него хуже клюет от того, что мы с волосы размножаемся. Но он не пришел, и поэтому его мнение авторитетного мы сегодня не узнаем. Поэтому позволю себе высказать свое мнение. Я думаю, что самое основное, что могло бы спасти ситуацию, но этого, конечно, никогда не произойдет. Это надо возвращать женщину семью, а семью возвращать в то положение, в котором в котором женщине будет выгодно в этой семье рожать детей. Тезис о том, что до революции рожали помного, потому что это было выгодно, ну, я, например, с этим абсолютно не согласен. Я помню еще разговоры своей бабушке и прабабушке, которые были рождены либо сразу после революции, либо до революции. И все они говорили о том, что дети это не от того, что ребенок в четыре года вышел, насыпал куром или пошел в восемь лет подоил козу, да, он, при этом он не является производящей силой, он никакого добавочного продукта не производит. Он помощник в хозяйстве, безусловно, но он не приносит прибыли. Расходы на его роды и содержание и угрозы, которые несет и здоровью и всему остальному рождению каждого следующего ребенка отнюдь не приносит никакой прибыли. Поэтому я, честно говоря, в миф о прибыльности детей не верю. И в тот же миф о том, что все жили до сорока, я тоже не верю. Как, в общем, как показывают многие книги, люди тогда жили те же шестьдесят, семьдесят и восемьдесят это были и даже долгожители, и при всем при этом медицина была на другом уровне и никаких антибиотиков не было. Так что я думаю, что это тоже из области современной такой поп-науки, когда нам рассказывают, что все раньше жили до сорока, а вы до семидесяти, поэтому усритесь от счастья просто. Ну, не верю я в это. Тем более, если вы пройтись по кладбищам, когда мы ходим и посещаем своих умерших родственников, посмотрите, там на самом деле и по семьдесят, и по восемьдесят лет стариков до хрена лежат. Я думаю, что работать для того, чтобы как-то спасти эту ситуацию, которую уже, наверное, спасти невозможно, женщину нужно вернуть в семью. В первую очередь надо не искать каких-то возможностей и каких-то финансовых схем, которые будут по-новому ее вагину как-то обналичивать, а наоборот сделают ее, простите меня, вагину необналичиваемой. Сейчас ей выгодно продавать себя, а как бы вот для меня, например, совершенно очевидно является, что женщина, она абсолютно вагиноцентрична всю свою жизнь с первых, простите, месячных и до выхода, когда, как вы, Сергей, как-то так говорите, она натолкивается на стену, когда она становится невидимой. И вот я, например, смотрю на все на это, и я понимаю, что вся жизнь женщины подчинена на двум вопросам. Это кому ли я дала и как жрать на толстей, да, вот, причем это не два таких прямых вопроса, да, а именно вопроса таких философских, фундаментальных в жизни женщины. Соответственно, если мы хотим, чтобы женщина вернулась в семью и рожала, и для нее дети были приоритетом, ну, наверное, заходить с позиции, а давайте-ка мы завалим женщину деньгами, да, послушайте, ну, мне кажется, это утопия, денег никогда много не бывает, тем более, если на данном этапе с нынешней системой женщине выгоднее продавать себя вне семьи, она будет это делать, тем более, что абсолютно все ей это позволяет. Поэтому, во-первых, это невыгодность одинокого проживания и развода. Прямая невыгодность и для мужчины, и для женщины. Вот то, что отделили семью от секса, от секса, от деторождения, с этой ситуацией тоже что-то нужно делать, да, это, конечно, великолепно, контроль рождаемости, там, противозачаточные средства, хочу-не хочу, рожу-не рожу, мое тело, мое дело, это, конечно, все здорово, но все это ведет к тому, что секс превратился, в общем, в такой процесс, который, ну, в общем, по большому счету, что хороший стейк съесть, что сексом занято, да, что бутылочка вина хорошего, что там, хорошую сигарку выкурить, в общем, по большому счету, это одно из удовольствий, которое можно получить, и при условии, что мораль и отменена, а бог умер, да, то по большому счету, это ничем не отличается, заняться сексом или сожрать хорошую стейк, в общем, это не более, чем одно из удовольствий, соответственно, пардон за сумбур, вот, но я думаю, что для того, чтобы женщина вернулась в семью, ей стало невыгодно продавать себя на внешнем рынке, да, а наоборот, как раньше, для того, чтобы женщина была в семье, то и нужно работать с семьей, и с женщиной, и с моралью, и, короче, одним словом, нужно вернуть сверх идею, нужно вернуть ценность семьи, ценность секса, ценность женщины, и ценность ребенка, но не в том смысле, что сейчас есть вот именно вот эта вот детоцентричность, да, когда девятилетний Чадо решает, как ему лучше, он имеет все права, нет, а именно ценность как продолжение, и я думаю, что в общем все это нереально, все это не сбудется и никогда этого не будет, единственное, что спасет этот мир, это спасет война, хорошая, крепкая, кровопролитная война, когда человек понимает, что может быть его завтра уже не будет, а дома, машины, деньги не значат больше ничего, единственное, что он захочет, это хоть как-то продлиться в этой жизни, продлиться можно только в детях, когда единственный смысл продлить свою жизнь, это продлить себя в детях, ну вот, значит, война нас вылечит, я много раз встречал всякие критические статьи и комментарии по поводу эксперимента с мышиным райом доктора Келхуна, я, например, считаю, что это и идеальный, и прекрасный пример того, что нас ждет, и, в общем, по большому счету, сытые, агрессивные самки, разве вы их не видите каждый день вокруг себя, самцы, красавцы, да, которые, по большому счету, они уже не хотят размножаться, ведь они уже даже, по большому счету, и секса не хотят, то есть уровень отношений, да, ну вот, мы в тот раз говорили, да, я был груб, наверное, там, с двумя участниками, которым я сказал, что вы молодые, вы не понимаете, но на самом деле, я вот после этого имел возможность говорить с подростками, ну, скажем, там, 18-20 лет, с испанскими, да, и они не хотят, они действительно искренне уже не хотят размножаться, и не потому, что система мешает, у них даже мыслей таких нету, они просто этого не хотят, им это не надо, они уже психологически кастрированные люди, послушайте, но ведь то же самое мы можем наблюдать у доктора Калкина, да, и то же самое, они женственные, они прекрасные, они озабочены своими удовольствиями, они группируются в такие маленькие социумы, и им прекрасно, в общем, я думаю, что вот эта агрессивная пропаганда, феминизма, ведь ты этого достойна, мы все рождены для счастья, да, как птицы для полета, помните, кто это сказал, да, это сказал человек, у которого не было рук, да, из рассказа Кроленко, вот, в чем, между прочим, прекрасная ирония есть, птица для полета, не имеющая крыльев, в общем, я думаю, что, наверное, хорошая война, действительно, нужда, и действительно, желание оставить после себя что-то, действительно, стоящее, что может после тебя остаться, поможет этому обществу, и да, последняя ремарка, я вот тут, вот, тут как бы на днях слушал, у Сравачева слушал, редко я у него что слушал, но мне было интересно высказать, что, послушать, что выскажет чеченский представитель МД, он так мастерски, по-восточному, уходил от всех сложных вопросов, но как бы было понятно одно, да, что религия, да, они уважают религию, но у них своя религия, да, то есть они ислам не ставят выше своих аддатов, как бы исламская модель, мораль, да, они ее тоже уважают, но мораль, которую могут их деды, их совет старейшин, совет их патриархов, да, верхушка, как бы седая такая верхушка их общества, они ставят выше, чем шариатский суд, то есть для них это решение важнее, и он не сказал ничего, но во всем то, что он говорил, чувствовалось, что вот это, вот это жесткие, вот такой, жесткие скрепы, да, которые держат их общество, где мужчина не может просто как бы прогнуться и пасть, потому что его тогда торгнет общество, да, и это не потому, что они мусульмане, это потому, что они крепки вот именно вот этой внутренней моралью и традицией, это их скрепы, я на самом деле слово скрепы не считаю позорным, как его наши либералы затерли и загадили, скрепы это то, что скрепляет, и в этом нет ничего плохого, и бочки скрепляют хорошо, и тогда и вода не течет, да, и дети, и мораль, и скрепляют семи, и в этом тоже нет ничего плохого, вот так же, как и любовь к собственному двору, участку, дерево, которое ты посадил в детстве, это тоже скреп, и она тоже не может быть плохой, поэтому я думаю, что вот именно вот это внутреннее ощущение соответствия, вот это ощущение поддержки того, что сзади тебя есть твое общество, идентичных тебе людей, есть верх, который тебе поможет, поддержит, да, есть четкие правила какие-то, есть сверхидея, да, и вот у этих чеченов, она, это сверхидея в крови, посмотрите, ведь сейчас любой таджик бреет бороду, как чечен, да, и любой даже там, я не знаю, там осетин, черкес, еще кто-то, он хочет выглядеть чеченом, понимаете, да, почему это произошло за последние 15-20 лет, почему этот маленький народ, в миллион человек, добился такого уважения к себе, послушайте, извините перед Рамзаном, это уже просто, как бы, само собой разумеющееся, да, это высший суд, и против этого не попрешь, и даже анонимы в фейсбуке уже жидко в подливу превращаются, понимаете, да, когда там что-то высказывают по поводу чеченов, я уважаю это, да, и не потому, что я поддерживаю что-то, да, я считаю, что мы не менее уважаемая и великая нация, а то и по боли во многих вопросах, но вот эта густота их крови, да, в их таком густом спаянном сообществе вызывает у меня уважение, и этот народ придет потом, придет потом, и этот народ, и народ ему подобный придет потом, и они совершенно неужаконно займут места таких разожратых, закормленных, рожденных только для счастья, птиц для полета, как мы, спасибо. Да, тут много всего прозвучало, я даже все даже не запомнил, чтобы среагировать. Честно говоря, я видел это вот интервью, которое у Сравачева было тоже, и да, согласен, что там автор очень, как бы, как бы сказать, ну, скорее уходил от вопроса, чем отвечал на них, да, и я, честно говоря, чудо какого-то особенного, чеченского чуда, не вижу. Мне кажется, там все чудо состоит примерно в том же, как вот, например, скажем, в 90-е годы, допустим, была такая солнцевская банда, да, солнцевская мафия, то есть, группа бандитов, которые там были, ну, с большими связями, которые простирались, там, местные правоохранительные органы, то есть, там, подмяли под себя всю местную, там, шушеру там, то есть какие-нибудь мелкие хулиганы даже, наверное, подчинялись им там через три, и, ну, как бы можно назвать это авторитетом, ну, наверное, можно, вообще-то просто, по сути, просто, ну, беззаконие, да, то есть, жизненная, то есть, когда какая-то частная группа, сказал, по-моему, Крамурза это говорил, но такая была фраза, типа, что, когда у вас нет, когда у вас нет правовой системы, то вашей власти становится ближайшая банда, вот, собственно, примерно, что и произошло, то есть, я так понимаю, что, так называемые извинения, там, перед Рамзаном, через Фейсбук, это, по сути, расписывание в том, что, ну, кодекс не действует не только, ну, то, что он не действует на территории Чеченской Республики, никакой кодекс, там, написанный в Российской Федерации, это само собой, разумеется, но там уже начинаются экстерриториальные, так сказать, такие действия, то есть, типа, как вот, как, допустим, внутренние законы США через всякие механизмы, типа Ютюба, да, действует на территории всего мира, и мы вынуждены им подчиняться, как бы, вроде бы, это будто незакон США оказался, по которому уже какой-нибудь там Google, а мы в итоге живем по нему, почему? Ну, потому что, так сказать, страна нашла некий способ, скажем так, неким образом форсировать свои внутренние, в общем-то, правила, да, на внешние, по отношению к ним, система, то есть, настолько, что даже они вынуждены считаться. И здесь, в общем-то, то же самое, по-моему, происходит, то есть, как бы, из-за того, что совершенно, просто полностью, сейчас попробую, как это помягче выразить, чтобы без мата, дисфункциональная правовая система Российской Федерации, да, она привела, ну, во-первых, к появлению всего этого феномена, я же помню, оттуда он появился, так же не всегда было, там, конечно, был исторический аспект, тоже был, я читал, там люди, которые жили на территории наишней Течни, в советское время, там, все это тоже было, там это, как бы, держали под каким-то, ну, прессингом, в общем, скажем так, с этим боролись, там, назначали внешних, всяких управленцев, местных, допустим, местные органы, там, допустим, руководители местные, но партийные руководители, допустим, внешние, то есть, ну, из славян, и они как-то все это там держали, то все, а потом, в общем, 90-х крышку сняли с этого котла, и, что называется, поперло по полной, и, то есть, и к тому, что тут больше, мне кажется, никакого чеченского чуда нет, тут есть скорее чудо, как мы вообще живем, при практически отсутствии кодекса, вообще какого-либо, то есть, у нас, как бы, да, мы из тех, мы в этом смысле, вот я согласен с Крыловым, что мы наследники, в общем-то, римлян, там, и древних греков, мы очень законопослушные люди, что бы нам там ни говорили, мы очень законопослушные, у нас степень законопослушности такая, какая не снилась там многим, даже белым народом, у нас написано, это как бы считается, конечно, авторитет у кодексов у всех упал очень сильно, когда мы видим, кто их пишет, видим, что там написано, видим, какие люди применяют эти все правила, да, тем не менее, уважение к писаному закону, оно есть, и уважение к власти, там, пусть она там, сволочи доверчивые, и так далее, все это, но все равно это остается, а тут как бы люди, у которых вообще им, ну, скажем так, закон в нашем виде, он им вообще не писан совсем, откуда все эти стихи там, это Емельина, мимо нас пролетит кавалькада джипов с мигалками, с ритуей из золотых пистолетов, это же как бы с натуры писано, это же не то, что он выдумал, это, ну, зарисовка, которая одно время довольно часто происходила, сейчас стало меньше происходить, но в общем-то и целом, вот теперь как бы по-другому происходит, там, допустим, золотые пистолеты у Кремля окончились, ну, началось что-то другое там, но смысл-то тот же, то есть люди живут вне, вне нашего, по крайней мере, вне нашего правового поля точно, может, какого-то своего там особого правового поля, то есть они вообще, это, по сути, это ведь ближе к, если это не сравнивать просто с бандой, что вообще-то говоря, довольно точно, то есть просто, ну, вот как бы банда, банде, есть некий кодекс поведения свой, там, есть авторитеты, да, есть там, иерархия и так далее, очень строгая структура, мы ее видели, ну, такой смягченный вариант, когда разбирали фильм, книга Илая, там же это все было, вот вам такая, как бы, иерархия, то все, как бы, вполне себе традиционная, даже там, семья, там, все такое, то есть там, такие ценности, даже какой-то романтизм, там, был у них в отношении, этого, главного шефа города, в принципе, это ведь просто отсутствие какого-либо, ну, писанного кодекса, и все, это жизнь, ну, в общем-то, родоплеменным строем, когда у вас реально, вот там, совет старейшин, там, он что-то там решил, вот, оно там, в рамках вот этого, никого населенного пункта, оно действует, там, иногда собираются смешанные, там, эти, то есть, это действует система до, до изобретения демократии, вот, ну, в Древней Греции, она живучая, она там, я думаю, что она много где выжила, наверное, все это, вещь, которая, вот, раз она просуществовала до сих пор, это означает, что она довольно живучая, вот, но, как бы, называть ее каким-то чудом, все-таки тоже, если количество, там, сравнивать население в средней полосе, все-таки, русские, несколько побольше, да, по количеству, была бы очень хорошая система, наверное, они бы сейчас занимали, там, всю разумную площадь, но они ее не занимают, вот, а занимают ее, как раз, все люди, которые, в общем, по-другому себя вели, другими стратегиями пользовались, и, возможно, в том числе, поэтому, сейчас многие жалуются, ну, как жалуются, они не жалуются, но они, как бы, констатируют, из мусульманских стран, которых раньше приводили, как пример, что, там, Саудовская Аравия, не знаю, Дубай, там, даже Чечня, что там тоже какие-то начинают появляться, там, свои, там, эти, либеральные, скажем так, направления, то есть, они-то не изолированы, они же не в вакууме живут, они тоже, у них все, всему этому есть предел, у всего этого есть некое конечное, нельзя жить, не только нельзя жить, выжить в обществе, быть свободным от него, но нельзя жить, например, там, в Российской Федерации, быть полностью свободной от него, у них тот же интернет, у них же не отдельный интернет, и они, куда ездят они, развлекаться, они в Москву ездят развлекаться, в принципе, это даже чем-то похоже, вот на, как изображено в рассказе служанки, там, высокопоставленные, значит, эти командоры, которые там являются оплотом, прям, понятно, что это там, я все понимаю, что это феминистки сняли, что они имели в виду, они про другое снимали, но неважно, командоры, которые являются такими, прям, столпами, значит, традиционализма, ночами ездить в какой-то там закрытый там город, внутри города, и там, значит, злачные места, там, и вот они там, какие-то проститутки, оргии там, и прочее, 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 вот, по большому счету, чем-то, в общем-то, похожая система, по-моему, так сделана, и в этом смысле, любопытно, что у них будет с демографией, реально любопытно, есть мнение, что это то, что сейчас даже творится, это приписки, может быть, может, просто из-за бюджета денег, вот, есть мнение, что это вся демография чеченская раздутая, что нет никакого там рождаемости, супер, не знаю, посмотрим, но то, что мусульманские деятели с многих стран сейчас заявляют, типа, что у них, в общем-то, то же самое пошло, то есть, нормально, то бывает и не два, а бывает и меньше, а почему, потому что там у них, они гайки открутили, их там женщина не только за руль сели, они там начали, и одеваться посвободнее, и образование получать, и даже работать там, на каком-то там, пусть ограниченном количестве, и все, и вся тенденция пошла туда же, и в итоге там, есть такой мини документальный фильм, хороший, я его тоже в плейлист включил, там, в будущий, когда у меня, наконец, вещание откроется, документальное, наш фильм сняли, называется Гарем, он что-то небольшой, по-моему, минут 40 длиной, и там, среди прочих, кого им спрашивали, там, кого интервью брали, там была какая-то руководитель, женщина руководитель какой-то, то ли телеканала, то ли новостной программы, как она рассказала, как она думает, как она, как она мыслит вообще, то есть, она живет абсолютно, вот западная, я сейчас безоценно, как бы, я не то, что оцениваю, плохо, хорошо, просто вот она высказывает, как она размышляет, как она жизнь свою строит, абсолютно западный стиль мышления, она не называет себя там феминисткой, но по всем фактам, вот все, что она делает, как она делает, какая у нее в итоге профессия, семья, там, количество детей, это абсолютно чисто вот феминистская вещь, и если их будет достаточное количество таких, то они покатятся туда же, рано или поздно, и торговля будет им потакать, там, и потом медиа среда, который тоже будет их обслуживать, да, то есть соответствующие программы, и так далее, то есть все, все покатятся, они подтащат за собой всех, мне так кажется, ну, в общем, я все это сказал, пытался донести мысль, что, мне кажется, нет никакого там особенного чеченского демографического чуда, да, есть скорее такой вот эффект на очень крупном масштабе, но по сути это эффект такой ближайшей банды, которая, в общем-то, стала нашей властью, через посредников, вероятно, в том числе, ну, вот, все, я думаю, это в дальней перспективе ни им, в общем, ничего особенного не принесет, ни нам, потому что даже банда, которая живет на ком-то, не знаю, там, на магазине, там, на рынке, им нужно, чтобы на рынке-то были люди, и все должно быть, если их будет меньше определенного порога, банда просто не прокормить, каждый бандит, он прожирает много, то есть ему нужно несколько работников, которые его обслуживают, которые производят то, что он потребляет, потому что сам он ничего не производит, на каждого бандита должно быть человек 10 населения, когда у вас количество их там сравняется, или там будет, ну, скажем так, не будет разницы в порядок, то, я думаю, начнется проблема у всех, и у тех, и у этих. так, сейчас открою свой списочек, пардон, так, Степан, давно руку держит, Степан, прошу. Добрый вечер, Сергей. Добрый. Ну, по поводу демографии, я хотел бы отметить то, что в обществе в данный момент негативные установки преобладают по поводу демографии, например, есть такая установка, зачем выражать нищету, то есть может быть такой момент, что парень и девушка, они, например, живут вместе, но они либо вообще детей не заводят, либо максимум одного заводят, а вот те, а они могут быть состоятельными, а вот излишки, которые остаются, они тратят на потребление, либо несколько раз в год выезжают куда-то отдыхать, либо приобретают недвижимость, либо, ну, другие какие-то вещи тратят. Вот, и вот эта установка, она, вот, насколько я могу судить, она еще как бы инспирировалась родителями, ну, тем родителям, которые вот в 90-е, в начале 80-х жили, они детям такие установки заложили. Еще, вот, сам пульт потребления, тоже вот, я заметил, то, что многим родителям, они внушали такие установки, то, что, ну, то есть лучше как можно дольше окладывать брак и рождение детей, дети, они мешают карьере, и лучше это все отложить на, ну, на 30-35 лет, такое тоже родители говорили. Вот, это по поводу установок, но здесь рецепт, наверное, я соглашусь с Сергеем, с предыдущим оратором, то, что нужна какая-то, наверное, сверхидея, чтобы вот эти все установки в обороте. И еще такой момент, негативно влияющий на демографию, это различные инициативы нашего правительства, например, вот, Алексей Кудрин, он доклады каждый год издает, и сейчас такая установка господства, то, что нужно население в крупные агломерации стягивать, то есть на всю страну предлагается создать там от 11 до 20 крупных агломераций и туда население стягивать, то есть всю страну, страна большая, ее не получится развить, а необходимость ресурсы направить на небольшие участки, вот, и туда население стягивать, и вот данные инициативы, они, ну, вообще не предполагают, чтобы у людей, ну, они вообще детей не предполагают, это нужно, предполагается то, что молодой человек выезжает из небольшого населенного пункта в город, и он несколько лет, там, десятков лет тратит, чтобы погасить ипотеку, чтобы как-то состояться в карьере, либо вообще эту агломерацию, ее как такой трамплин использовать, чтобы дальше, далее куда-то за границу выжить. Ну, я хотел прокомментировать, что, во-первых, это же не проблема, то есть, по поводу негативизма, допустим, я помню, да, как эти мемы появились, это чистый мем, настоящий, слово мем, это ведь аналог слова ген, только его придумали, именно, чтобы назвать, ну, до того, как появились мемы фейсбучные, там, всякие, там, титоковские, мем, это как бы некая мыслеформа, чаще устная, то есть, это некая часть, такой обрывок устной культуры, который живет, скажем так, в собственной жизни и распространяется, и часто он, ну, может быть, даже быть алогичен и нелогичен, но он, например, звучит красиво в рифмах, причем примеры, это ведь приводились давно, примеры мемов такого рода были «Гибный новый мир», Хаксли, там они, кто-то почитал, помните, там они такие заучивали, собственно, в этом образование состояло, они заучивали несколько фраз, одна из фраз была, там, я помню, типа «Чем старые носить, лучше новые купить», ну, типа того, таким образом у них, значит, втемяшилось, что чинить ничего не нужно, вот это противоречило их, там, устройству их, экономике и все, и философии, и вот такие, как бы, готовые мыслеформы, которые мы привыкаем повторять, но не понимаем точно смысл, ну, то есть неанализированы практически, это и есть, собственно, мем настоящий, например, в странах, скажем, Скандинавии, ведь нет такого негативизма по отношению к детям, по-моему, насколько я знаю, наоборот, они там очень, так очень, все это, там очень все дружественно сделано по отношению к детям, там инфраструктура, там всякая там помощь государственная и так далее, то есть там вообще нет, ну, если где проблемы экономические решили, то это, наверное, вот Скандинавия, и, собственно, чего у них в Скандинавии, у них в Скандинавии примерно как у нас рождаемость, так что, я к тому, что конкретно негативизм является ли он прям каким-то супер важным, наверное, он, конечно, слагаемым является, да, из-за негативизма, то есть перспектива, вот это вот, разочарование, отчаяние, как это вот, каким-то словом называл тот, английский, это тот дедушка, который в парламенте 40 лет просидел, забыл, его звали, интервью перевел, здесь лежит, здесь на первом темном месте, с Майклом Муром разговаривал, ну, в общем, он говорил про отчаянных людей, что у них апатия, они не голосуют, они вообще ничего не интересны, дети не интересны, потому что дети это как бы образ будущего, всегда будущего, и человеку нужен какой-то оптимистичный взгляд в будущее, тогда он как бы готов помещать себя, как бы в исторический контекст и детей помещать в исторический контекст. Сейчас, что там было, второй пункт был, забыл, только по первой говорю, какой был второй пункт, Степан? Ну, про агломерацию еще? Это было про третье. А, ну, про оккульпотребление, которое, то, что родители, вот, многие родители, например, в 90-е, ну, когда открылись границы, они выехали, вот, ну, будущие родители, так скажем, они посмотрели, как люди живут на Западе, то, что там до 30 до 35 лет откладывается от рождения детей, в раке. Ну, у нас же сейчас такая же система-то, в общем, просто по разным причинам, у кого-то из-за гиперпотребления, у кого-то из-за того, что просто нету, жить нигде, и все банально. Вопрос, который упирается, по-моему, главный вопрос, который упирается в рождаемость в России, это жить нигде. Вот и все. Это, это, главное, что нужно было бы решать, если бы вообще решать этот вопрос, что это жилье, жилье, когда у вас нигде жить, а дети, ну, где дети, вчерашние дети, да, они уже готовы, в общем-то, и правильно было бы, чтобы люди, скажем, в возрасте, там, в районе плюс-минус 20 лет, они бы уже начали. Как они это могут начать? Они же не могут это заработать, нет такой возможности. Кто-то им это должен дать? В старых, там, в сельской местности, как это происходило, там, ну, новой семьей, просто, там, деревня собиралась, да, и строили дом. И делалось это быстро, то есть, там, дом строится за, там, несколько дней всего. То есть, собрались, построили. Как вот сейчас показывают, там, если видели картинки, как Амиши строят, там, какие-то здания, какой-нибудь там, амбар, там, это все. Там один день работы, в общем, если все подготовлено. Собралось много людей, хоп, сделали все. Можно там жить. Дальше он его уже может обделать сколько хочет, всю жизнь оставшуюся. Ну, как бы семья начинает жить под крышей. И крышу ей тут дают. У нас этого, естественно, нету. Поэтому, не знаю. В Европе, наверное, тоже такая же проблема, скорее всего. Конечно, у них явно площади больше, жилой. Потому что я видел, я видел, как люди живут, в общем, у них с площадью намного лучше, чем, по крайней мере, в Москве. Это уж точно. На одного человека. А по поводу англомерации, в городах и так рождаемость очень низкая достаточно. Если их стянуть, то, я так понимаю, вообще можно будет постепенно, как сказать, и так идет растворение этих вот деревень, мелких городов, постоянно исчезают они с карты. Я так понимаю, таким вот одним движением можно с лету сразу сделать, что у вас все население страны стянется на Дакино, на 10 островов небольших, за пределами которых будет просто непролазная там вообще не пойми что тайга там, не знаю, и бездорожье. Ну, знать бы план, который они на самом деле двигают, то есть с какой целью они это делают, чтобы что, чтобы потом аккуратно в эти места можно было наценить 10 боеголовок и закрыть тему населения. Может быть. Я бы, в общем, даже, наверное, не удивился. Если у вас население стянуто в 10, например, плотных областей, то вам вместо там покрытия огромной площади России ракетами, нужно покрыть 10-15 точек. И все. И как бы его, вот там зачистка населения. На территории целой страны по-моему удобно. Вполне себе. Так что, может он банально эту мысль преследует. Ну, и, конечно, нет, понятно, что им нравится концентрировать все, потому что сложно администрировать, когда люди расползаются, куда-то там живут, где-то себе там, кто в землянке, кто какой-нибудь культ организует в тайге, там, то еще куда-нибудь. А тут вы все как бы скоплены, все под присмотром. Конечно, например, Южной Кореи, Гонконга, там вот рождаем, но там население тоже сконцентрировано, но рождаемость уже ниже одного ребенка, женщины. Про Корею, да, про Корею наслышан. Там у них все очень серьезно. Ну, правда, Азия, там у них какие-то свои эффекты, мы про них мало знаем, мы про них только какие-то отзывки там отдельно люди сообщают. Мы знаем, что есть травоядные в Японии, что в Китае там вот последствия избирательных абортов, в Корее там что-то у них полный какой-то трэш тоже там по межполовой теме, там вообще кошмар. Почему они, в том числе, почему у них так сильно развит киберспорт в Корее? Корейцы это одни из самых сильных киберспортсменов. У них там сейчас Старкрафт, мне сказал, что чуть ли не Старкрафт, преподают в школе, там что-то в таком духе. Ну вот, а что им еще преподавать? Что им еще остается? Может, у них, конечно, тоже правительство взяло курс на снижение населения. Решило, что слишком много. Так много им не надо. Вот. Ну а так, понятно, как бы, в общем, в целом направление ясно. Так, Игорь, прошу. Добрый вечер, участники конференции. Меня слышно, хорошо? Да, слышно. Добрый вечер. Много, конечно, всего хорошего было сказано, интересного. Но вот с точки зрения законодательства, конечно, в нашей стране необходимо полностью удалить семейный кодекс действующий, потому что никакой он не семейный, он разводной. Вот. И поэтому я думаю, что полностью надо его переписать. Значит, начать с термина семья, определить, на мой взгляд, что семья должна быть именно из мужчины и женщины, поколения детей, и они должны быть родны этим детям. Потом, я думаю, что необходимо власти все-таки обратить на 19 требований мужского движения, и эти все требования не так или иначе связаны с демографией, потому что если, например, простимулировать демографию, ну, первый пункт не призывать в армию молодых людей, которые вступили в брак, это уже будет стимулировать их, значит, на семейную жизнь, на рождение детей, значит, ну, естественная отмена алиментов, амнистия по всем алиментам, долгам и совместная опека, значит, обязательно необходимо установить законодательный запрет на феминизм, на его радикальные проявления, запрет на негативный образ мужчин везде, в фильмах, в рекламах, потому что женщины не относятся серьезно к мужчинам, отсюда вытекает очень много проблем, обязательный тест на ДНК за счет средств государства, значит, это будет укреплять семью, то есть, мужчина будет знать, что он воспитывает действительно своего ребенка и, значит, будет стимулировать рождаемость, по моему мнению, значит, обязательная пропаганда девственности и запрет на пропаганду промискуитета, сейчас среди молодежи пропаганда идет в ранней половой жизни и, в общем-то, те дети, которые не вступают в раннюю половую жизнь, их начинают всяческим образом подтрунивать, гнобить и так далее, значит, в семейном кодексе, который полностью должен задержать другие нормы, нужно прописать какие-то вещи, связанные с исполнением супружеских обязанностей, чтобы мужчина знал, что у него есть на это право, то есть семейный кодекс должен давать множество прав в первую очередь мужчине, запрет на аборт при несогласии мужа, при желании воспитывать детей после развода, если вдруг расторжение брака неизбежно, то дети должны оставаться с мужчиной, это тоже надо закрепить на законодательном уровне, значит, раздел имущества, опять-таки, если расторжение брака неизбежно, должен производиться в процентном соотношении по материальным вложениям. И в качестве основного хотелось бы сказать, что необходимо государству установить какую-то программу предоставления государственного жилья, пусть оно будет не в частной собственности, пусть оно будет как в советские времена по предоставлению ордера, но молодые семьи, которые планируют рождение собственных детей, процветание, должны иметь возможность получить от государства это жилье, и плюс это жилье должно в перспективе увеличиваться по мере увеличения детей. Я думаю, что те денежные средства, которые сейчас тратит государство, они уходят просто в пустую, хотя если бы все вот эти материнские капиталы и прочие выплаты, которые тратит государство, их направили в первую очередь на решение жилищной проблемы, то я думаю, что это бы решило хоть в какой-то мере демографическую проблему. То, что хотел сказать. Спасибо. Благодарю. Я, в общем, по многим пунктам подписался, единственное, честно, я думаю, что 19 пунктов ФМД вряд ли, на мой взгляд, положительно скажутся конкретно на рождаемости. При всем том, что это правильные шаги, но мне кажется, они скорее уменьшат чуть-чуть рождаемость. А вот вопрос типа там жилья и что-то такое родственное, да, это, наверное, там, единственное, как бы все-таки, ну, накласть что-то в корзинку хорошо, но к этой корзинке все-таки надо как-то дно приделать. Вот это вот то есть вы, допустим, дали семье жилье. Как защитить, чтобы семья не была заинтересована, особенно, когда одна сторона не заинтересована и эту семью разорить и, что называется, обналичить то, что там государство дало. Вот это вот вопрос вопросов, потому что все-таки в условиях свободного выхода, когда у вас все свободно, даже, например, такой вопрос, как, например, допустим, отмена армии в обмен на брак. Мне сразу первое, что в голову приходит, появятся фиктивные браки на эту тему. То есть человек, естественно, если у него деньги есть, он будет там оформлять какой-нибудь левый брак, с кем-то, с кем он даже в глаза, может, не виделся. И, собственно, опять, у кого деньги будут, тот будет обходить. Все остальные... То есть, не к тому, что подобная мера, она, к сожалению, может вместо улучшения ситуации в одном месте повести к ухудшению ситуации совершенно в другом. То есть, она и проблему не решит, и еще добавит новую проблему. Как у нас сейчас есть там эти вот гоночные автомобили, которые там числятся на бабушках там далеко за МКАДом. также появятся военнослужащие, которые не военнослужащие, но числящиеся там. То есть, очень эффективные браки сразу появятся из этого. Поэтому тут, конечно, думать, такие вот решения предлагать. Но в целом, в общем, я думаю, что это разумно. то есть, первое, нужно дать нечто критически важное, то, что нужно для того, чтобы дети появлялись. Что нужно для того, чтобы появлялись дети. Ну, кроме двух здоровых мужчин и женщин. Для этого нужно где детям жить и на что жить. Если вы этот вопрос каким-то образом закрыли, то дальше нужно обеспечить сохранность этого решения. То есть, вот что-то придумали, оно должно сохраниться на долгое время. Какую-то, ну, дать, не знаю, гарантию, перспективу. В общем, защита инвестиций, скажем так. Причем, в этой защите заинтересованы и государства, потому что оно в это вкладывается. по факту получается. Я, например, думаю, что рынок жилья сейчас, цены очень сильно раздуты. Если бы государство реально строило жилье само, особенно если бы это делалось массово, достаточно, да, много, регулярно, часто, не знаю. Мне кажется, на стоимость современного материнского капитала вполне можно было, в общем, вместо материнского капитала вкладывать ее в квартиру, давали в дом или там в... настоящий, то есть, и к тому, что не хватает какого-то предела не дна к этой системе, то есть, что наложить-то мы наложили, а как сделать так, чтобы она не вывалилась? Вот это вопрос вопросов. Тут все сложно. И тут совместная опека, к сожалению, вопрос полностью не решает, потому что опять станет вопрос жилья, опять станет вопрос, что они живут, живут, папа и мама живут в разных местах, а дети должны ходить в одну и ту же школу и так далее, и так далее. Там целая целая цевочка тянет за собой много всего такого неприятного. Так что тут как бы одним таким простым решением не отделаешься, нужно что-то. Так, сейчас Алекс, прошу, по-моему, следующий был. Алекс, с нами? Алекс, с нами не с нами? Ладно, тогда пока Алекс с видимо. Получается, дайте, бен-бену-то, прошу. Ой, Алекс, получилось? Алло, да, слышно меня? Да, теперь слышно. О, хорошо. Там запутался. В общем, всех приветствую. Так сказать, не послушал я ваш совет, все это я не записывал, но мысль у меня такая, наверное, если мы отталкиваемся от все-таки демографии, в нынешней системе координат просто, я бы так сказал, оно, нет смысла в этом, именно в нынешней, в которой мы существуем, и никак этого не сделаем. Потому что тысяча и одна проблема, которая делает с точностью да наоборот, ну, соответственно, в отношении мужчин, ну, и вообще общества, всего. пропало опять, или тезис закончился? Что-то опять с микрофоном... Да-да-да. Слышно? Теперь слышно, значит, пропадало, пропустим. А, пропадало, ясно. То есть, если мы пытаемся поменять вообще хоть что-то, ну, через государственную систему, через какие-то институты, которые эта государственная система стимулирует, то, ну, обречено на провал, как таковое. Как-то такая мысль. То есть, если мы, ну, то к моменту о том, что, как бы, мы тут собираемся, люди, да, те, которые... Опять пропало. Алекс, здесь? Там косвенные премьи. Алло. Пропадало опять, фраза пропадает с мобильного, что ли, да? Да, с мобильного телефона, плюс тут еще, как бы, отхожу далеко от Wi-Fi точки. Как-то так, что там пропало? Вообще-то, мне непонятно мысль, какая была, или... Слышно? Ну, я услышал мысль, так понял, что, какие бы мы решения не придумывали сейчас, грубо говоря, мы придумываем, ну, там, каждый по-своему формулирует, но в целом мы придумываем способы, как сделать так, чтобы в этот условный бассейн наливалось больше воды, то есть, как увеличить трубу, которая наливает бассейн. кроме того, кроме трубы, которые наливает бассейн, существуют трубы, от которых она утекает, собственно, поэтому у нас рождаемости падает, население падает, потому что утечение идет быстрее, чем наполнение, и что в ответ на каждую, вполне возможно, что на каждое там разумное новое введение может открыться новая дырка, какая-нибудь, которая будет просверлена там, не намеренно или намеренно даже, и она приведет, ну, либо скомпенсирует полностью любую разумную меру, либо вообще даже может сделать хуже, чем было. Наверное, да, такой, в общем, вариант есть, этого вполне можно опасаться. Когда у нас новая система, что ее можно, ну, куда, как дышло, куда повернул, туда и вышло, естественно, можно развернуть любое, самое разумное там, закон, с самыми лучшими намерениями можно развернуть в любую сторону, в том числе против. Алло, алло, да, слышно кто-то, извиняюсь, кто-то рядышком просто косит траву, и... В общем, ну, как бы мысль такая, да, только даже я бы усугубил этот образ, просто не то, что он там, не одна там труба и через нее утекает, а их там тысяча этих труб, и затыкая одну, мы не меняем абсолютно ничего, а там на месте этой гидры, точнее, отрубленной головой гидры появляются еще две головы, либо три, и мы боремся, условно говоря, с витринными мельницами, то есть именно в этой системе, то есть как таковой, вот мы люди, объединившиеся общей целью, ну, вот какой-то там, поставившие правильные вопросы о том, что вот мы, ну, люди в той или иной степени пришедшие там к какой-то информации мужского движения, еще как это, ну, сходных тематических, рассуждениях, то, соответственно, мысль такая, что мы должны как-то, ну, объединиться, это тоже громко сказано, хотя бы начать мыслить в том, как нам улучшить на этом этапе хотя бы жизнь друг друга, то есть какие мысли, какая там взаимопомощь может быть, осуществляться, так, по крайней мере, думать, мне кажется, в этом направлении, а думать в направлении, там, демографии для государства, там, донесения до государства каких-то там наших идей, ну, это, опять же, сыграет противоположную сторону для нас, потому что, ну, мы просто себя обличим перед государственной машиной, и все, не более того, чего мы добьемся. Ну, как-то, наверное, наверное, а, ну, еще вот тезис по поводу чеченского, да, народа, то, что там, что у них там происходит, там, взрыв рождаемости, их уровень, так сказать, ментально-волевой, намного выше, чем, там, русского народа, так, запутался, наверное, да, пока отложу по поводу этого, как у чеченского народа, ну, пока все, пока, подумай еще. Хорошо, ладно. Так, сейчас посмотрю, что у нас в учете было. Так, Дмитрий был, Дмитрий повесил руку, я смотрю. Так, я просмотрел, пардон, на минуту, и Сергей, вы подняли руки снова? Станула. Нет, с прошлого раза. Хорошо, тогда прошу. Так, камрады, ну, в процессе нашей беседы, в общем, возникло пару замечаний, вот, кстати, Сергей еще за мной руку тянет, он сказал по поводу продолжительности жизни, что якобы люди на самом деле дольше живут. Значит, обратите внимание, вот есть там данные о продолжительности жизни от 1897 года, вот, и средняя продолжительность была 35 лет, к сожалению, так что ни о каких долгожителях говорить не приходится, и учитывая... Можно я сразу популярную критику, я просто честно не владею этим вопросом, но я слышал, что это исключительно из-за того, что высокая младенческая смертность. Типа, если человек выживал там первые 6 месяцев, то у него там вполне себе была обычная поводу продолжительность жизни. Ну, Сергей, в этом плане, конечно, здесь немножко статистика расходится, потому что есть другая статистика, скажем так, которая говорит то, что 30% мужчин в мире или в СНГ, сейчас точно не помню, поэтому надо еще уточнить. В общем, 30% мужчин не доживают до 30 лет, поэтому смертность мужчин в мире или в СНГ, она и так достаточно большая. Вот. Что по поводу младенцев? Ну, сложно, конечно, сказать, имеет место быть. Вроде бы пенициллин у нас был изобретен уже намного-намного позже. И опять же, то, что вот Сергей до меня говорил, что якобы зачем все эти лекарства? Нет, лекарства на самом деле нужны, потому что бактерии, хотя мы не видим, они есть, и они реально могут представлять угрозу для человека. и особенно в наших условиях тяжелых. Вот автомобилисты знают, да, что есть обычные условия эксплуатации двигателя, есть тяжелые условия, когда масло надо менять в два раза чаще. Вот мы сейчас живем в тяжелых условиях, когда у нас в мире не так много питьевой воды, не ну, не именно там воды, да, нам наливают, а именно питьевой воды. И ладно, сейчас на воду не буду, наверное, да, отсылаться, чтобы мысли не терять. И опять же, то, что у нас было после всяких ядерных испытаний, это тоже большая-большая проблема. Проблема в том плане, что последствия, они еще будут. Вот. И сейчас мы уже живем не в тех условиях, когда есть хорошие места для проживания. Вот. А организм, так сказать, еще сильно напрягается для того, чтобы подстроиться и выжить. Я не знаю, вот, кстати, если есть аквариумисты, тоже как пример, если рыбка живет в плохой воде, которую не меняли, то потом воду, если поменять на чистую, то жить она не сможет. Вот. Насколько хорошо человеческий организм подстраивается, тоже вопрос. Поэтому здесь ну, здесь просто факт. То, что в то время жизнь была ненамного продолжительнее. И опять же, вот еще один пример, да, взять там, Пьера Кюри, он умер в 46 лет. Их старшая дочь, Мария Кюри, Ирена, она умерла в 58 лет. Вот. Ну, соответственно, да, потому что они занимались перекладыванием вот этой вот радиоактивной руды, в общем. Сейчас просто вот модна тема, сейчас я уже, наверное, закончу с этим вопросом, модна тема, что вот этого всего там долгожительства, продолжительность жизни, там, до 120 лет и прочее. Ну, надо понимать, что есть люди, которые просто на этом и кто-то пиарится, ну, чтобы потешить свое самолюбие, а кто-то на этом даже деньги зарабатывает. Вот. Не надо воспринимать все за чистую монету, все проверяйте. И там частично даже в Википедии написана информация, кто на самом деле долго жил, а кто нет. Вот. И второй момент, Сергей, ты говорил уже по поводу того, что дети должны ходить в школу. А, в одну школу. Да, в одну школу, то есть, видимо, не должны менять в школу. Но вот, судя по тем роликам Эхтибара Беширова короткометражкам, которые он сейчас делает, получается, что когда мать-то забирает детей, они потом вообще в школу не ходят. И вот тут тоже вопрос образования этих детей. Повторюсь, опять же, свой тезис. Это мое личное субъективное оценочное мнение. Я считаю, что если мужчина, юноша более предрасположен к самоорганизации и самообразованию, то у женщин с этим очень-очень плохо. И, соответственно, если женщина базовое образование не получила, и опять же, здесь мое субъективное оценочное мнение, школьная программа нацелена именно на воспитание женщин, так сказать, девочек, будущих женщин, то если женщина не получила этого образования, то там все будет очень-очень плохо потом. И вряд ли это можно будет перевоспитать, скажем так. Вот. Я, в принципе, все сказал. Благодарю. Нет, я когда говорю про школу, это исключительно если бы. Это же некая фантастическая ситуация. Мы предполагаем, что мы идем на выздоровление в детско-радительской сфере. Если бы оно шло на выздоровление, то ребенок должен был бы... Речь идет про ситуацию, когда у нас совместное родительство, то есть ребенок попеременно находится там с родителем один, родителем два. Ну, в хорошем смысле я сейчас не имею в виду там однополые семьи и так далее. То есть он не может ходить в две разные школы. Это невозможно. Соответственно, ситуация, про которую рассказывает, допустим, Ухтибар, тут понятно, что это речь идет про вещи, которые в некоторых странах вообще-то прямо запрещены. То есть, например, есть страны или штаты, допустим, некоторые из США, их мало, но, по-моему, есть, где, например, родители в ситуации развода, когда у вас есть какой-то оговоренный порядок общения, не может родитель взять ребенка под мышку и переехать в другой штат. Это просто запрещено. Если он его за этим поймает, то его просто, ну, он будет за это отвечать так или иначе, административно или там уголовно, но как минимум он точно, у него будет большой шанс потерять опеку. И она сместится, то есть, будет уже не 50-50, а будет, не знаю, там, ему уже дадут свидание, да, и то под надзором какие-нибудь, а в ответ там что-то такое. Если бы ребенок, допустим, учился на дому, наверное, какой-то особый частный случай был бы, да, тут по-другому, наверное. То есть, получается, неважно, где он, в общем, находится, но все равно он же, допустим, должен, скажем, раз в две недели свинить место жительства. То есть, он не может, вряд ли он будет летать на самолете, да, допустим, из Москвы в Пермь и обратно. Это маловероятно. Скорее всего, он будет жить где-то там, в пределах, не знаю, часа езды, там, двух часов, в таком духе. То есть, ну, некая реалистичная вещь, которую, ну, дети смогли бы разумно выдерживать. А то, что сейчас там это показывает, что мама взяла ребенка, выписала в одиночку из школы и посадила на роддомное обучение и папа не подпускает на порог, ну, это как бы, ну, это наша такая правовая система сейчас, что он так работает. Мы даже не знаем точно, там, отец не знает, учится ли ребенок вообще. Даже это неизвестно. Хотя, вообще-то, опять же, в продвинутых странах это, ну, не есть, не есть выбор человека. То есть, как бы, ребенок обязан получить определенное образование, минимальное. Пусть надомное, какое угодно, но образование быть должно. Если выясняется, что ребенок это образование не получает, то есть, он не может просто потом... То есть, есть угроза, что он не сможет нормально функционировать в обществе просто, да, что он не обладает минимальными знаниями, там, по языку, математике, там, устройству государства и так далее, да, он будет потом как инвалид, социальный инвалид такой. То есть, общество должно это рассматривать, значит, должно не знаю, но, в общем, рассматривать это как ситуацию, где есть угроза. То есть, все ли с ребенком хорошо, может, он попал в какую-нибудь там секту тоталитарную, которая против образования вообще и так далее. Про образование матерей. мне попадала статистика интересная, что, по-моему, Фаррелл приводил, что среди тех, кто препятствует отцам, странным образом положительно влияет, то есть, типа, среди матерей, у которых есть образование на уровне колледжа, процент ниже существенно препятствующих. То есть, уровень образования матери положительно коррелирует с возможностью общения с ребенком у отца после развода или разъезда. Интересно, у отца таких корреляций нет. То есть, образование отца не имеет значения. По крайней мере, корреляции нет. Там про каузальность речь не шла, это надо, наверное, исследовать, доказывать, но корреляцию нашли. Да, действительно, у образованных матерей это реже происходит. Ну, это вот американские данные. Не знаю уж, насколько это к нам относится. Ну, в целом, мы, конечно, все разные, но и чем-то мы похожи, несмотря на то, что живем на разных континентах. Поэтому, я думаю, что в каком-то смысле можно и на нас это все дело распространять. Кстати, есть еще интересная статистика, ее Александр Бирюков вкладывал. Если интересно, могу ссылку сбросить. Значит, было исследование, которое говорит о том, что если у женщины не было ни одного партнера полового, то вероятность ее развода в будущем она вообще очень-очень минимальна. Если один или больше, то просто в разы возрастает. Ну, там, грубо говоря, в пять раз. В пять, в десять. Ну, так что, если интересно, могу скинуть ссылку. Думаю, что да, любопытно было бы. Ну, я слышал про так, ну, я знаю, как бы в другой формулировке. Я знаю, что вероятность развода возрастает с каждым следующим браком. Вот так. Нет, там вообще, на самом деле, ну, понятно, что статистика проводилась на основании опроса женщин, и здесь есть вероятность, что кто-то где-то наврал. Вот. Но вот именно вот этого там не видно. Там именно получается, что если женщина поменяла одного полового партнера, у нее появился второй, все. Тормозов у ней, короче, нет. Даже так? Ну, может быть. Ну, в общем, если есть данные, да, сбросите, будет любопытно коллекцию. Может, когда-нибудь пригодится для переписки. Да, спасибо. Ну, да, я пока тогда микрофон отключаю. А еще тогда Сергей сейчас будет выступать. И извиняюсь, если я вдруг его неправильно понял. Так, ну, все, я отключаюсь. Так, сейчас, 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 да, дальше у нас Сергей, по-моему. Сергей? Добрый вечер еще раз. Я, наверное, был здешний сумбурен и эмоционален, поэтому не смог донести свои мысли так, как следовало бы, наверное. Поэтому попробую немножечко прояснить ситуацию и приношу свои извинения, но я связываю еще с тем, что, в общем, мои когнитивные способности сейчас находятся на низшем уровне, связанные с тем, что второй год я не сплю и поэтому, наверное, я действительно не способен выражать мысли четко, ясно и структурировано. Поэтому, пардон, но попробую тогда прояснить. По поводу пенициллина, ну, это, я, наверное, я вообще не имел в виду о том, что достижения медицины нам вредят, они имеют свои дальние последствия и, в общем, безусловно, в этом есть и плюс. и минус, но я никак не против достижения медицины вообще. То есть, я за, более того, я как человек, имеющий медицинское образование, прекрасно понимаю все плюсы изобретений пенициллинов и всех остальных областей и в областях медицины. Так что, наверное, я был просто некорректным выражением. Пардон. По поводу чеченов, опять-таки, эта мысль была не о том, что мы должны жить согласно чеченам вот в этом родоплеменном обществе и о том, что это является для нас каким-то примером. Нет, я бы не хотел бы жить в таком обществе, но отрицать, что нам есть чему у них поучиться, я бы тоже не стал. И поучиться в моем понимании следует именно вот этому духу уважений к старшим традициям вот вот этой спайки, вот этой гордости за то, что я такой, потому что я здесь родился. Ну, обсуждать с точки зрения политики какой-то там клан захватил, чего, я не буду, я тоже не хочу жить при султане, меня это тоже не устраивает, я хочу жить в обществе, где не султан по собственному решению щелчком пальцев отрубает мне голову, а все-таки где регулируется каким-то правым законом. Поэтому я не агитировал за членами, я просто сказал, что у них есть эта сверхидея, у них есть эта скрепа, эта спайка, которая позволяет им этому крохотному народу заставлять принуждать весь остальной мир считаться с ними. Это немаловажно. Нам бы, русским бы, не мешало бы, я говорю русским в общем, потому что я не являюсь чисто русским по крови, во мне намешана масса всего и в моих корнях есть и мусульмане, и цыгане, и фамилиуми вообще еврейское. Так что как бы но я отношу себя к русским, потому что я родился вырос на этой земле и я поживя и здесь и там могу сделать вывод, что мы русские вообще стесняемся быть русскими. Нас видно за верстой и выучив три слова на иностранном языке мы с границей начинаем говорить криво, косо, но на иностранном языке лишь бы только не поняли, что мы русские. И вот этот вот позор, да, я считаю, что это позор. То есть мы стыдимся быть русскими, мне это не нравится. Вот я говорил именно об этом. До меня очень хорошо и четко выступал Игорь и во многих, практически во всех пунктах я с ним согласен и в тот раз, когда мы говорили на эту тему, я тоже говорил о том, что безусловно аборты, пропаганда такого потребительского распущенного образа жизни, школы, образование, кодексы, система, оно все разрушает нас и наши семьи и наше будущее. И безусловно, я абсолютно с ним во всем согласен. Единственное, что я бы добавил бы к этому, не возразил, а только именно добавил, что загнать женщину в рай насильно мы не можем. Единственное, что могла бы сделать система, чего она делать безусловно не будет, потому что ей выгоднее иметь послушных манипулируемых женщин, которые живут дольше, голосуют активнее. Система, если бы она хотела и имела длинные горизонты, а не горизонт на прожитие одного стоящего наверху, или группы стоящих наверху, то эта система меняла бы мораль и дух, потому что в общем все наши проблемы в наших головах, и если бы мы говорили о том, что женщина действительно достойна уважения именно как женщина, как мать, как сестра, и ценили бы это, и это бы внушалось бы нам как сверхидея, соответственно, и семья, и все остальное, и отец, и дед, и в общем то, что сейчас так модно в МДХ, вот эту патриархальную систему, но система она патриархальная не потому что сверху патриарха, а потому что она выстроена грамотно по иерархической системе, и именно в такой как бы противне она только и может работать, не может быть системы абсолютно равных, состоять из равных составляющих, она просто не жизнеспособна, кто-то слабее, кто-то сильнее, и так устроена жизнь, если мы начнем равнять, то мы в общем будем равнять всех по худшему, а не получше, потому что это проще, именно поэтому я считаю, что ко всему, чему говорил Игорь, о чем мы говорили в прошлый раз, нужно менять дух, дух надо менять, должна быть именно мораль, когда я учился в институте, вот когда я второй заканчивал, это был 2001-2002 год, нам на уроке права совершенно спокойно объясняли, что мораль это такой же барьер и преграда, как закон, только если закон лежит как бы вокруг нас, не в нас, да, и мы ему следуем, то мораль это тот закон, который лежит в нас, ну и самый глубокий наш судья это совесть, и в общем нам так преподаватели говорили, что как бы вот этот ряд, да, закон внешний, внутренний и внешний мораль и внутренний только совесть, да, это и есть составляющая гражданского общества, в общем безусловно и как бы ну хорошо, люди не хотят верить в Бога, да, ну значит им нужно доносить это по-другому, ну не хотите верить, не верьте, да, хотя когда жизнь загибает, крестятся всех, я это много раз видел, что когда прям понимаешь, что вот-вот и привет, да, то крестятся все, и весь атеизм слетает просто как шелуха, вот как бы, а, да, еще кратенечко, как ремарка не по теме, вот это не помню сейчас фамилию, но этот американский ученый, который именно придумал вот это выражение мем и сделал его как бы обиходным, да, ввел его в нашу повседневную жизнь, он же сейчас попал под жесточайший замес феминисток, не феминисток, трансгендеров, и в общем он следующий в том ряду, кого лишили звания и изгнали, вот, и эта история не дали как, его заставляют извиняться, и в данном случае, что очень забавно, феминистки на его стороне выступают, потому что он выступает за женщин как за женщин, трансгендеры требуют равенства с женщинами, и в общем вот, я не помню фамилию этого ученого, буквально нет, читал, это у Гусейновой, да, у известной нашей феминистки, подругой Дорфян. Ричард Докинс. Да, 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 вот, Ричард Докинс, вот он и попал в замес буквально вот в ближайшее ближайшее время, которое вот, ну может быть, две-три недели, месяц назад, вот, так что извиняется и не перед Рамзаном, вот, но опять-таки извинившись, он сказал, что я не откажусь от своего понимания, что такое женщина, что такое мужчина, и в общем, он подвергся жесточайшему астракизму, и, и лишен, лишен всего, там, званий, званий, регалий, всего остального. И я все, спасибо. Благодарю, да. Ричард Докинс, это автор, я просто забыл, где это, книжка, которая называется «Эгоистичный ген селфи с джином». Книжка, как ее называют, предшественник по своему пессимизму и механистичности и предшественник творчества Робина Беккера. Так, Алекс, прошу. Так, Алекс с нами. Ветра у вас прошлого раза. Так, слышно, меня? да, слышно. Так, ну вот, тут, тут, теперь выписал тезис, но по поводу, хотел бы сказать, по поводу достижения медицины, но на мой взгляд, она сильно преувеличена, вот это, достижение науки, в принципе, если так поразмыслить, ну, что на данный момент медицина может там от каких-нибудь отличаться, ну, вот, если от дальних времен, что мы можем грипп лечить мы по-прежнему не умеем, правильно? Там все ОРЗ, ОРВИ, вообще все респираторные, любые заболевания, они лечатся обычным покоем и иммунитетом собственного организма. То есть, на мой взгляд, ну, достижения, ну, пенициллина, ну, допустим, все те антибиотики, какие как таковые, они существуют в природной форме и ими, ну, там, буквально лет сто назад пользовались и знали, что от чего и как помогают, там, те же, там, корень хрен и масса вещей и, соответственно, ну, опять же, все антибиотики, какие существуют, либо там лекарственные препараты, они все равно делались на основе существующих растительных, то есть, их потом пытались просто выделяли эти вещества и синтезировали, ну, как-то так, на этот взгляд. Ну, по поводу статистики того, что, там, в дореволюционные времена люди выживали, там, по 30 лет, они там жили в среднем, там, по 10, ну, на мой взгляд, я как бы так вся вот эта статистика, она была, это статистика советского периода, чтобы там рассказать про то, опять же, привлечь людей на сторону, там, вот этой государственности, государственной медицины и всего остального, рассказывая о том, что вот достижение, ну, опять же, рассказать про несуществующие достижения, там, советского периода, ну, опять же, принижая, там, какие-то достижения, либо, коверкая, условно говоря, реальность какая была, думаю, так, ну, расскажу, по крайней мере, на примере себя, ну, допустим, живу я, живу в этом, как, в просвещенном обществе, с медициной, со всем остальным, и работа, ну, суть моей работы, ну, в основном, это такая она сидячая работа у меня была, и организм, ну, в какой-то момент, там, к 30 уже, начал разваливаться, то есть, и когда ты ходишь по системе медицинской, там, задаешь вопрос, то болит, все болит, ну, то есть, начинается, как там, у эпохондрика болит, то болит, это болит, все, и существующая, так сказать, высоколобая медицина, она ответов дать не может, приходится доходить до этого своим умом, ну, и как, ну, на мой взгляд, что организм все-таки дольше живет, когда он все-таки получает физические нагрузки, но не чрезмерные, и, соответственно, получает отдых, то есть, ну, он должен всесторонне работать, а если, ну, когда, как я работал, там, офисная работа, соответственно, начинали там сыпаться, там, и позвоночник болеть, и поясница, и все такое, ну, это так, про медицину, так, про, так, что там еще принадлежность, а, ну, про принадлежность детей своих, своим родителям, тоже, ну, вот, как бы, это такая объемная мысль, то, что мы там рассуждаем, там, поможет, не поможет нам, обучение там в школе, чтобы там не разделяли, там, чтобы как-то там, ну, на мой взгляд, все-таки, если так подойти к вопросу, мы, в принципе, вообще, ну, то население наше, такое, которое там, оно, мы являемся, условно говоря, теми древними рабами, просто нам не рассказывают, что мы рабы, и нам говорят о том, что мы свободные люди, и, соответственно, мы все дольше и дольше по этой, какого, по ступеням развития шагаем, и осознаем намного позже, то есть, если человеку сказать, что он раб с детства, то он будет понимать, соответственно, что он раб, но если человеку сказать, что он свободный человек, он все время, ну, он будет строить свою жизнь, исходя вот из этого тезиса, как, соответственно, Мы видим с людьми, которые бегают на митинги, думают, что они где-то заучили, где-то услышали, впитали эту информацию о том, что милиция и государство – оно для народа, а не мы для государства. И вот мы с этими людьми до седых волос бегают и требуют, чтобы о них заботились. Ну, реальность, она совсем другая, то есть вся пенсионная система, в принципе, это фикция, вся медицина, она, ну, в принципе, тоже почти фикция как таковая. Ну, если исключить, там, какой-то там отрезало руку, что-то там пришили, и то доходит до смешного, то, в принципе, могут и обратно отправить, могут и там, где, ну, как бы были моменты в жизни и в моей, и там людей знакомых, когда могли, там, допустим, им сделать операцию на руку, ну, там случилось несчастье, были порезаны сухожилия у человека, и доктор ему, ну, как бы получилось так, что были молодые специалисты, они не особо все понимали, но они попытались что-то сделать. Они там сшили, там, какие-то сухожилия, понятно, там, местами напортачили, но рука осталась. А уже такой, с седыми волосами, соответственно, доктор ему, говорит, ну, он ему уже потом откровенно говорит, если бы, говорит, была моя смена, говорит, я бы даже не задумывался, я бы тебе отсек руку, и все. То есть молодому парню. То есть к вопросу о том, какая медицина она, она не очень задумывается о том, чтобы человеку было хорошо, она так же, как любой предаток большой системы, она делает как проще. Вот так и идет. Так, вот, так. Так, ну, про детей, про скотинь. Ну, пока, наверное, все, пока тут отметил, но что-то мысли пропали пока говорил. Хорошо, спасибо. У нас как-то был, по-моему, даже стрим этот лежит здесь, на Первом Темном, лежит там стрим, где, почему-то как-то получился медицинский уклон, там, да, много говорили про современную медицину. Так, Михаил, прошу. Так, ну, алло-алло. Пошли по второму кругу. Уже прошло, правда, три часа. Ну, в принципе, я слышал всех, кто высказывался. Хотел тут пару замечаний делать, что вот эксперимент Вселенная-25, он, как бы, мягко говоря, я не знаю, повторяли его или нет, как бы, там большие сомнения в правильности, собственно, компоновки всей этой конструкции и так далее. В общем, большие, на самом деле, сомнения, что там, мне кажется, ну, как бы, в нормально неограниченном, как бы, нормально организованном количестве ресурсов как бы не должно быть проблем с производством на определенном уровне стабильном для данной, как бы, площади ресурсов. Вот. Насчет медицинских технологий, я говорю, я, ну, как бы, вот тот же Робин Бейкер говорит, он же, главное, не количество детей, а количество потомков, да? То есть тут, как бы, качество тоже... Количество внуков, он говорит. Ну, не, ну, потомков, ну, как бы, в расширенном, да, понимании, ну, внуков, да. То есть, если у тебя будет много детей, но они будут, мягко говоря, не очень привлекательны, там, 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 с определенными, как бы, свойствами, что у них будет мало детей, то, в общем-то, когда-нибудь это, собственно, может упереться в воздухе, повиснуть ветвь, да, генетическая. Поэтому качество не надо, как бы, забывать все-таки. В этом смысле я, как бы, я уже говорил, что я сторонник, ну, такой положительный, условно говоря, евгеники, если это слово не ругательно, вот. То есть вполне современные технологии позволяют осуществлять, вот, как бы, ЭКО, да, но и осуществлять генетическую диагностику предимплантационную. То есть ты до того, ты выбираешь, допустим, из 10 эмбрионов, самый лучший. Это уже позволяет в среднем поднять, например, IQ, там, ну, конечно, такая сомнительная тоже концепция. Ну, условно говоря, средний за счет такой небольшой выборки, да, уже. Просто лучшее качество твоих же генов, даже без вот этих технологий, да, генетического редактирования, да, там, КАС-9, да, как говорили. То есть даже без генетического редактирования, без там какого-то там супер, не знаю, там, генетического редактирования, там, третий родитель, его, там, метаходриальная ДНК, там, и так далее, да, то есть какие-то крутые совсем вещи фантастические, типа того, чтобы полностью спроектировать, там, я говорю, метахондрия вообще чисто генетически искусственная будет. Даже просто на основе собственной лучшей, как бы, выборки эмбриона, да, уже можно улучшить качество, как бы, потомков, ну, детей в данном случае. То есть IQ, там, средний рост, ненамного, да, но, по-моему, израильские ученые, мы, например, математические, как бы, ожидания сделали, ну, на основе уже, то есть реальных данных, и пришли к выводу, что немного, но это может улучшить, в общем-то, все дело. То есть современные медицинские технологии это вполне позволяют, они все дешевеют и дешевеют. Как бы, они позволяют полностью избежать практически генетически предотположенных болезней у детей. Это сразу, как бы, тоже сильно влияет на качество. То есть их не надо будет, там, извиняюсь, лечить от каких-то прям сложных, ну, я же не говорю, там, каких-то вот, типа, тяжелых недугов, типа, синдрома Дауна, да, когда, там, излишние 23-я, там, хромосома, там, или еще что-то, да, там, но... То есть практически все генетически предотположенные болезни можно просто выявить генетической диагностикой еще до имплантации, грубо говоря, эмбриона. То есть это, как бы, медицина, она в этом направлении должна идти как профилактика. То есть в данном случае это на основе, до, грубо говоря, выращивания ребенка уже качество очень сильно повышается потомков. Это принципиальный подход. В данном случае количество, количество, ну, количество, да, ну... Если мы, как бы, радикально не сможем продлить продолжительность активной жизни, то, да, там, 2, сколько, 2,15 должен быть коэффициент фертильности, да? Или 2,2, 2,3 почти, да? Ну, разные цифры называют, в общем, 2,15, 2,2. Ну, при теперешней продолжительности жизни, да, где-то так. Ну, собственно, я говорю за качество, за повышение, не то, что качество, я за повышение качества жизни, да. То есть человек должен, как бы, как можно... То есть у него средне-высокий уровень должен быть в жизни, у него должно быть много свободного времени. То есть лечение производительности труда должно быть направлено не на, может быть, не на вот это, не на потребление, а просто на большее свободное время, например, в человеке. То есть, как бы, потому что потреблять можно до бесконечности, да? То есть, ну, какой-то минимум должен быть стандарт, да, там, не знаю, жилая площадь, да? Когда-то там в СССР сколько там было стандарт, 12 квадратных метров, да, на человека? Сейчас вроде 18, да? Ну, в принципе, там, в европейских странах, я не помню, там, сколько, там, может быть, 40, там, чуть сильнее, 5 квадратных метров на человека. То есть, ну, я не уверен, что при ЭКО, как бы, будут следующие поколения бесплодные. Это, думаю, уже, собственно, с учетом того, что технологии уже под 40 лет, как бы, я думаю, уже, наверное, чуть ли не второе поколение должно родиться людей, которые зачатые методом ЭКО. Ну, окей, про качество я услышал, я говорю, правда, вопрос с количеством это не решает, но, окей, у нас будут дети все более и более лучшего качества, но их будет все меньше и меньше и меньше. Нет, ну, как бы, мне кажется, все-таки стабилизируется ситуация. Ну, это, скажем так, это гипотеза, мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Ну, плавно будет уменьшаться, но стабилизируется. Честно говоря, с чего она должна стабилизироваться? У меня единственная, как бы, идея, на чем реально может быть стабилизация, это когда у вас все население падает, но в нем образуются анклавы, типа вот из серии, там, этой общины Виссариона, только она очень маленькая, что-то больше размера. Я не верю в какие-то религиозные. То есть, все остальные исчезнут? Ну, неважно. Это даже, я сейчас не про то, на чем она основана, это вообще неважно. Важно, что все остальные просто исчезнут, а эти останутся. И вот те, кто останутся, они, собственно, и будут, на них и стабилизируется. Насчет, кстати, качеств. В конечном итоге, через несколько таких поколений, в принципе, там будет очень большая заметная разница между людьми, которые как бы улучшаются в качестве, и те люди, которые не улучшаются в качестве. Потому что, как бы, если идет процесс эволюции, как бы идет процесс не в режиме деградации. Тут вопрос только в отбор. Как бы, потому что за счет мутации, в основном же все мутации ведут к ухудшению. Как бы, то есть, в среднем все ухудшается. Там единственное улучшение идет за счет отбора. Отбор уже практически остановился. Ну, как бы, за счет искусственного. То есть, сейчас практически младенческая смертность отсутствует. Там, детская смертность очень мала. То есть, вживает практически 100%, как бы, зародышей, грубо говоря. Но это, как бы, не совсем правильно. Механизм отбора практически не работает в этом смысле. Ну, как, он просто работает на другим этапам. И он работает уже социальным образом. Ну, возможно, да, мы сможем. Ну, или, там, не знаю, если перейти в термины Олега Олеговича, да, то, условно говоря, там, альфа, да, у него будет много детей. Это и есть отбор. Причем отбор именно такой, про который, вот, и Ричард Докинс писал, и Робин Бейкер. Вот тебе, пожалуйста, количество детей и количество внуков. А какой-нибудь, условно говоря, бета, который, там, весь из себя хороший, с высшим образованием, там, да, ну, у него будет, вот, один, там, максимум два. Не, ну, тут мы все время забываем о том, что есть такая показатель же еще возраст, собственно, рождение. То есть, снижая возраст... Возраст чей? Возраст родителей, соответственно. Ну, нет, кого из родителей? Это важно. Ну, видимо, женщина, потому что у нее активный период-то ограничен. Ну, как бы, наилучший период, да, там, в 18-е... А как его снизить, этот возраст? А, вот, это самый банальный, да, там, как там говорили, да, там, образование, типа, фактически, ну, это, конечно, тоже маразм. Вот была эта самая, сейчас это, как ее звали, Даша Судишникова, когда имя всплыло, это дама, которая забеременела в 13, что ли, там, да. Сначала говорила, что от своего, там, этого, 9-летнего бойфрента, потом выяснилось, что нет, там уже, по-моему, потеряли уже, с кого она там, на самом деле, забеременела, неважно. Ну, вот, может быть, она, если она еще раз это повторит, может, она и... Потому что одно дело, да, когда, грубо говоря, в два раза быстрее производят, как бы, детей, то есть, если, как бы, женщина рождает в 18 лет, это не то же самое, что она рождает в 36, условно говоря. Да, я тут лишний раз упомяну, кто вдруг не смотрел, маленький кусочек я перевел к Латер-Рапай, где он говорит про работу по подростковой беременности в США. И он обнаружил корреляцию, что, в общем, подростковая беременность соответствует риску погибнуть. Чем выше риск погибнуть у подростка, ну, я так понимаю, он ни разу этого не произнес, но, скорее всего, он имел в виду именно девушек, девочек. В общем, чем выше риск погибнуть, тем выше риск забеременеть. Такая банальная корреляция прямо в стиле Робина Бекера, чисто. Это к тому, что кто говорит про варианты войны или блокадного Ленинграда, вот у нас тут был товарищ, который не там выступал. Ну да, это она тема, она самая. Так, ну что, у нас, кажется, еще здесь... Да, мы еще не уступали, но, Настя, у вас есть шанс. Хотите нам что-нибудь предложить что-нибудь? Настя с нами? Добрый вечер. Слышно меня, да, дорогие мужчины? Да, слышно. Добрый. Вы очень все умные, у вас есть определенные сходные черты у всех причем, да, и я бы хотела сказать, что очень много прозвучало разумных вещей. Разрешите мне добавить одну маленькую вещь. Я, к сожалению, вас не слушала ранее, но сегодня я полностью слушала весь данный диалог. От начала до конца мой муж, он слушает вас постоянно и всегда, и мы с ним очень много разговариваем, обсуждаем и ведем диалог. У меня нет детей, у супруга есть дети, у него был брак. В данном браке, значит, у нас детей нет. Но это другой момент, и я бы хотела добавить только одно, что на сегодняшний день молодежь воспитывается в таком отношении к себе, что я имею в виду, ценности тела как у девочек, так и у мальчиков отсутствуют. Что я под этим понимаю? Очень легкая доступность показывания своего тела девочками, что приводит как раз-таки к разврату, а всё это не способствует образованию крепкой семьи. Если есть легкодоступность тела, то есть можно и мальчикам, и девочкам показывать свои гениталии, соответственно, это приводит к, так скажем, унижению своих ценностей, а именно нравственных ценностей. И в связи с этим не будет образовываться крепкая семья, а раз не будет образовываться крепкая семья, соответственно, не будут рождаться дети. А ведь важность-то не в детях заключается, а важность заключается в крепкой семье. Когда будет крепкая семья, тогда будет и масса детей, и всё у них будет прекрасно и так далее. Потому что если дети рождённые не в семье, а семья – это разность поколений в первую очередь, соответственно, дети будут несчастные, они будут повторять судьбу родителей, то есть у них ещё меньше будет детей. То есть мы должны как раз-таки упор делать на нравственные ценности. Второй момент – это что касается… Вот я сказала о том, что у меня нет детей, да, у меня есть супруг, но, например, о том, что у нас нет собственного жилья, и, соответственно, я не хочу, чтобы мой ребёнок от этого страдал. Он не будет получать того качества жизни, которое я ему бы хотела дать. И, соответственно, третий момент, который я бы тоже хотела отметить – это поддержка старого поколения. Что я под этим подразумеваю? Я подразумеваю, это что должны, в принципе, задуматься государства, и что должно, в принципе, пропагандироваться на сегодняшний день. Это старшее поколение должно не отбирать у своих детей, внуков, и тем самым получать прибыль, деньги, да, а наоборот способствовать сохранению их брака. А именно, не говорить всякие глупости и гадости друг против друга, не настраивать их, а наоборот, где-то сглаживать их углы и как раз-таки говорить о том, что нужно преодолевать трудности вместе. А ведь сейчас, в настоящее время, как раз-таки боятся этих трудностей молодые пары, и когда они сталкиваются с этими трудностями, разногласиями, им проще сходить в ЗАГС и развестись, чем решать эти трудности. Вот я думаю, что самое главное – это задуматься, вот я подвожу итог, это задуматься о нравственных ценностях и о помощи старшего поколения. Только тогда мы сможем воспитать крепкую семью, образовать крепкую семью, неправильно сказала, ну и как раз-таки появлению достаточного количества детей. Благодарю. Вот муж мне еще подсказывает про ЭКО, о том, что предыдущий Михаил говорил о том, что это решит вопрос бесплодия. Я скажу о том, что это не решит вопрос бесплодия, потому что ЭКО, оно очень временное, и оно как раз-таки порождает вот эти низменные ценности. И, как правило, дети, рожденные с ЭКО, там очень много идет отклонений психических и так далее. Я не буду углубляться в эту тему, это очень достаточно еще малоизученная тема, на мой взгляд, обществом. И о ней в таком большом ключе говорить еще рано. Благодарю. Спасибо. Я, собственно, хотел встречный вопрос задать. Ну, я понял направление, то есть первое было, скажем так, что-то вроде целомудрия, да, в смысле там открытости. Второе было про жилье, и третье про там старшее поколение. Но не прозвучало, собственно, предложение, а как это сделать? То есть мы же, ну, мы фантазируем на тему, если бы я был султан, то есть что бы я делал, ну, или царь. А как, собственно, сделать это? То есть чтобы не получилось, что, ну, мышки станете ежиками, там, а пусть вот будет так. А какие можно было, ну, предпринять законы, там, не знаю, или распоряжение дать, политику какую-то там вести? Если меня слышно, то я вот по нравственным ценностям, да, вот первый момент, да, вы говорите о том, что сделать. Я как раз-таки и сказала, что нужно повышать нравственные ценности. У нас сейчас на телевидении, если вы обратите внимание, то практически все рекламы с голыми женщинами. Я извиняюсь, но это действительно так. И, соответственно, вот если мы уменьшим вот этот показ голых женщин, если мы в школах прекратим пропаганду развратного поведения, а именно, да, ну, я не знаю, насколько вы знаете, а, например, я очень часто наблюдаю такую картину, когда молодые девушки выкладывают себя в топлес, и это на самом деле страшно. Я имею в виду не в прямом смысле это выкладывание, а они отправляют своим одноклассникам вот эти вот фотографии. И это страшно. Это приводит к очень ужасным вещам. А это должны заниматься как раз-таки мы своими фильмами, да, то есть мы должны им объяснять, мы им должны говорить о том, что ценность тела должна быть у них. И это мы должны делать с пеленок. Только тогда мы сможем повысить демографию. Благодарю. Спасибо. Ну, тут, может быть, будет интересно, на этом же самом сайте там лежит документальный фильм, который я так на скидку переводил, беглый, назывался он, назывался он... Незащищенные. Вот там было про взаимоотношения папы римского, предыдущего, в общем, скажем так, с телом ее, книжкой, вот теология тела там, и философия, которая, в общем, там, среди прочего, они там практически все современные болезни общества, в смысле детской, там, материнской, родительской и так далее, почти все выводят из банального факта доступной контрацепции. Вообще все. И типа потом уже появился Playboy там и так далее, типа, что, в общем, первым была таблетка. Ну, не только таблетка, но, в общем, таблетка сыграла самую радикальную роль, они про это целый фильм сняли. Может, спорная теория, но, может, там будет интересно, либо будет, она рассказывает. Про первую часть, первая часть лежит на YouTube, на самом деле. Мы когда-то вторую запишем, я думаю, что, подозреваю, что мы сегодня, наверное, все-таки второй частью ограничимся, пока. Я думаю, мы, наверное, там, выскажем все, что хотели. Я, наверное, сделаю отдельную страницу, на ней будет лежать. И первая часть, и вторая. Просто, ну, ссылки на YouTube. Ну, вообще, она на YouTube лежит. Если на мой канал зайти и там пролистать на неделю назад, то там лежит, называется как раз демография, там, как бы я исправил демографию, что-то в таком духе, тоже с черной обложкой. Так что там можно послушать даже первую часть. Вот. А так, спасибо. В общем, да, у нас похожие идеи изучали. Тоже были, по-моему, и в первой части, а во второй. Сергей, я благодарю. Если можно, то вот, чтобы меня не осуждали, не потому, что все-таки это моя такая вот точка зрения, я не хочу, чтобы меня как-то вот неправильно поняли и несколько как-то вот осуждали. Да, тут волноваться не надо. Кто захочет понять неправильно, всегда поймет. Мы вот тут собрались люди, которые, я думаю, все это знают. Так что, когда люди хотят понять неправильно, они поймут неправильно. Ну, наверное, людям было бы интересно там услышать там про вашу личную историю, но заставлять никто не будет там, как так получилось. Ну, я понял про жилье, там, понятно, это извечная проблема. Еще Булгаковым, в общем, было описано. Жилье – это наше все. Ну, тут, да, такой момент. Ну, что ж, такая у нас... Впервые у нас дама выступила, по-моему, на Первом темном. Вообще это впервые за всю историю пока. И это было про демографию. Ну, правда, мы и начали недавно. Так, Алекс, по-моему, дальше был. Алекс, прошу. Добрый вечер всем. Честно говоря, я даже не знаю, что точно сказать, но у меня всего одна мысль была. Вот. Мне очень понравился человек, который высказывал насчет того, что нужно, чтобы родители получали процент, как говорится, то есть процент от детей непосредственно, что не какие-то там другие родители, а именно те родители, которые их приняли. Потому что я слышал, что, например, в Китае совершенно не существует пенсии. Может быть, это неправда, я не знаю точно, но там из-за чего... Там дети сами заботятся о своих родителях, и они их, как бы, когда те уже на пенсионном возрасте находятся, они их содержат. По сути дела, это очень правильная идея, поэтому родители заинтересованы, наверное, в большом количестве детей, потому что они от этого получают в старости какой-то достаток. Это, мне кажется, идея, которую нужно было бы каким-то образом воплотить в существующие пенсионные системы. Я вот, к примеру, просто даже хочу сказать, вот, например, в Германии есть, значит, такое время, когда три года, когда, значит, ребенок должен воспитываться каким-то из родителей. Это неважно, кем, но за это время идут пенсионные отчисления этому человеку, который, мужчина или женщина, который заботится о ребенке в данный момент. Вот, если вы там двое детей, то это, получается, 6 лет, и получается, что человек, который три года, допустим, сидел с ребенком, то он получает определенную пенсию. Он зарабатывает, по сути дела, пенсию. Независимо от того, сколько он получал или получал бы. То есть это в каком-то смысле в Германии, получается, что немножко даже реализована эта система, что от ребенка родитель получает пенсионное обеспечение. Небольшое, но все-таки оно получается. Это первое, что мне хотелось бы сказать. Потом вот тут один человек сказал, что у нас сейчас во всем мире практически капиталистическая система. И здесь я с этим человеком совершенно согласен. Эта капиталистическая система, она не настроена на то, как на демографию, что ли. Эта система основана на что-то другом. Она во главу угла не ставит демографический вопрос. Может быть, даже наоборот. и не способствует. И тут опять я привожу пример простой из Германии и, предположим, из Советского Союза. Ну вот, если вы помните, у нас был в Советском Союзе такой девиз, кто не работает, тот не ест. Нас наказывали Бродского, в том числе, за тунеядство, так называемого. И женщины, и мужчины должны были работать. И если я жил в Петербурге и в Ленинграде тогда, значит, и жил в рабочем районе, и был завод «Большевик» такой, известный довольно-таки завод, и там были ночные смены. И я когда уходил из садика, я помню, детям расставляли, значит, раскладушки, которые должны были ночевать ночью. То есть, если два работника, мужчина и женщина, шли в ночную смену, им государство обеспечивало возможность где-то оставить детей, если у них нет ни бабушки, ни дедушки и так далее. И поэтому государство имело право спрашивать с работника, почему он не работает, понимаете, с работника, с мужчиной и женщиной. То есть, все должны были работать. И само государство этому способствовало и обеспечивало, потому что иначе, тогда они сказали, а я не мог оставить ребенка ни с кем, то есть, я не могу пойти на работу и так далее. И вот эта система, ну, и в школе тоже, я ходил на продлен... Я жил с мамой одной, и я ходил на группу продленного дня до шести часов, до девятнадцати часов вечера моя мама могла прийти, приехать позже и забрать меня из этой группы. То есть, проблема оставить меня где-то без присмотра у нее не было. Вот. Это раз. А теперь я смотрю, например, что происходит в Германии. Детские садики совсем не ориентированы. Мало того, что они платные, это уже дело десятое, там довольно-таки дорого стоит и так далее. Но система совсем не ориентирована на то, чтобы их расписание было подогнано под расписание тех же самых предприятий, на которых работают люди. То есть, и как люди справляются с тем, чтобы, значит, заботиться о своих детях, это, ну, скажем, огромная проблема на самом деле для них. И поэтому очень много женщин, которые сидят с детьми. Вот. И моя основная идея была бы следующая. Надо, в конце концов, прийти к восстановлению равенства между мужчиной и женщиной. Это равенство должно быть во всех отношениях. И первое, что в Семейном кодексе нужно было бы написать, что как только у вас рождается ребенок, вы оба обязаны, значит, наполовину о нем заботиться. Ну, 50 на 50, что называется. Вот. И мужчина, и женщина. Неважно, год ему, вот с первого же года он должен, значит, ребенок уже быть под заботой родителей. Или, либо, и каждый человек, ну, сразу, у которого родился ребенок, он понимает, что у него не может быть 40-часовой рабочей недели. У него может быть только 20-часовая неделя. А один день он должен, либо он, либо один из родителей должен быть один день там с ребенком, а другой тоже. И получается, тогда у обоих 40-часовая рабочая неделя. Если один хочет остаться дома, тогда на нотариальное соглашение, каждый год его надо подписывать, значит, что один или другой сидит с ребенком, скажем, на год. там, ну, вот. То есть, должно быть ограничение у самих родителей. Они должны иметь возможность, возможность, право, и, как хотите назовите это, обязанность находиться с детьми. Если не существует там, допустим, какого-то, ну, если, допустим, можно заключить договор с садиком, и там, когда ты приносишь работодателю такую, значит, справку, что вот у меня заключен договор, что ребенок находится под присмотром в эти, тогда, тогда, да, тогда ты можешь работать дальше. и работодатель не имеет права тебя заставлять там 8 часов работать. такая система. До приблизительно, ну, я не знаю, во сколько у нас дети уходят в тюрьму, сажаются с 14 лет, ну, вот до 14 лет, значит, такая обязанность у родителей и право, или не знаю что, вот, что они должны заботиться. Да, у них будет меньше захода, может быть, либо как-то они по-другому будут справляться с этим, но, это должно дано быть родителям, причем в 50 на 50. Поэтому, мне кажется, когда у того и у другого было бы, у мужчины и женщины было бы понимание того, что вот дети, проблемы с детьми не будут таких, что обязательно ребенок будет где-то под присмотром, либо у того, либо у другого, и даже после развода, то, я думаю, что вот это могло бы успокоить людей, и вот этот страх, который только что Настя высказывала по поводу того, что, что будет с ребенком, он бы немножко как бы ушел на второй план. Вот, но это невозможно, на мой взгляд, при современной системе, потому что эта современная система не направлена на равенство. у нас уже изначально, когда мы рождаемся, существует социальное неравенство, и вся идея, на мой взгляд, капитализма как раз основана на том, чтобы у кого-то отобрать что-то побольше и дать поменьше, знаете, как это в Хануме было, чтобы побольше взять и поменьше дать, такое высказывание, вот. И что бы мы тут не предлагали, на мой взгляд, эту проблему, эта проблема не будет решена в смысле демографии, она будет решена в смысле той системы, которая существует на сегодня в нашем обществе. Я считаю, что во всем мире, потому что социалист, давно уже никто за него не борется, а все партии, они довольно-таки фиктивные, хоть они и называются надокоммунистическими, они просто, это как бы ширма такая, чтобы люди думали, что какая-то борьба за социальное равенство существует. Вот, так я вот думаю. Благодарю. Я заканчиваю свои идеи. Капитализм в мировой системе, если я из школы помню, называется империализм, собственно, как высшая стадия, когда у нас начинается там, когда анклав живет, в общем, по капиталистическим нормам, а вот сателлиты всякие, которые еще конвертируются только в капиталистическую, они попадают не в метрополию, а именно в колониальную систему. Собственно, Россия тоже в такую систему по сути живет. Это, конечно, капитализм, только какая часть капитализма, часть, которая ближе к колонии, чем к метрополии. Это неважно, все равно мы не, что в России, что где, в любой другой стране нету нацеленности на, я не вижу, я еще ни одного государства не видел, чтобы где-то была нацеленность на то, чтобы как-то поддерживать демографию. Я бывал во многих странах и нигде я еще не встретил, чтобы, знаете, вот так вот дети превыше всего там родителей, такого нету нигде, где вы это видели? Вот, может быть, когда-то было, вот я только что говорил про, может быть, в Советском Союзе еще была какая-то попытка это сделать, но сейчас я не вижу вообще. Я как раз хотел про Союз тоже сказать, вот смотрите, ну так, просто навскидку по поводу бабушек, я почему об этом помню, потому что у меня была подобная ситуация, я был достаточно маленький и часть времени со мной проводила бабушка. Есть одно важное но, если у вас ранние браки, относительно ранние, относительно ранние рождения детей, значит, если у вас ребенок рождается в 20 лет, то бабушке, посчитайте, сколько, если бабушка тоже родила примерно так же, бабушке примерно 40, если бабушке примерно 40, она очень даже работает, она не сидит дома, она в середине своей, можно сказать, карьеры там находится, на самом пике, и моя бабушка как раз работала, и работала она на военном заводе тут, в общем, в московском, завод работал в три смены, у них была возможность смены смещать по выбору. И она вот там, не помню, там какая-то часть, по-моему, с дедом ротировали. То есть, например, один... Там почему-то нельзя было избежать. То есть ему почему-то нужно было ротировать. Я помню, что именно ночью. А ночная смена, она либо с середины ночи до утра, либо с вечера до середины ночи. И, в общем, вот они с дедом менялись там. Иногда такое было даже, что я оставался на полночи, например, то есть как бы я сплю. Но, в общем-то, я один в квартире. Потому что нужно было прикрыть. А когда нужно было реально прикрыть, то есть днем там и на несколько суток, то мной занималась прабабушка. Потому что вот прабабушка в тот момент не работала. То есть я к тому, что Советский Союз-то, в общем, сомнительно решал этот вопрос. У бабушки с дедушкой двое детей. У папы с мамой тоже двое. То есть ни один из них не превысил 2.1. Только моя сестра вот превысила. Единственное, наверное, во всем роду сейчас, кого я назвать, вот кого я могу вспомнить. Со времен, там, не знаю, послереволюционных, наверное, первая семья, которая превысила коэффициент 2. И, в общем, в Союзе с этим было так себе. Я даже думаю... Я говорил о попытке. Советский Союз пытался это решить через детские сады, которые работали в три смены. Во всяком случае, в детском саду пугали этим. То есть типа вот... Я отчетливо помню точно абсолютно, что когда родители иногда хотели припугнуть детей, то они им говорили, вот будешь так себя вести, на пятидневку отдам. Пятидневка было страшное слово. Я никогда в жизни не был на пятидневке, но я знал детей, которые там, в школьной, например, я знал тех, кто был на пятидневке. Когда вот фильм посмотреть, «Усатый нянь», между прочим, можно как-нибудь его поставить, было это самое, на киноклуб. Он же работает в этом как раз в пятидневке, я так понимаю, потому что там ночью он с ними находится. В обычном детском саду нет ночной смены. То есть это только особенно детские сады, и вот, которые есть там спальные места вот эти, где они там находятся с утками и так далее. И, в общем, этими штуками пугали. То есть типа, представляешь, можно жить так, что ты живешь как будто вечно в пионерлагере. То есть ты вот родителей видишь только на выходных, в лучшем случае. А бывало такое, что... Бывало, может, и дольше даже. То есть дети больше живут уже в официальном этом. Я просто к тому, что я... Это как родители, я не очень понимаю, зачем мне заводить, допустим, даже одного, и тем более двух и трех детей, если я с ними не нахожусь. И с ними ничего не получаю, как родитель, да, от этого опыта. Зачем мне это, собственно? За какую-то прибавку пенсии, до которой я, может быть, доживу, а может быть, нет. Для меня это, честно, звучит сомнительно очень. А если это, например, дорогое хобби, то есть, скажем, вам говорят, вы будете получать в два раза меньше денег, потому что у вас будет... Вам предписывается работать половину времени. Значит, ваш доход тут же уполовинивается. А если формулу Фаррелла учитывать, что уменьшение часов, оно непропорционально снижает доходы и повышает тоже. То есть, там, статистика показывала что-то такое, что, по-моему, увеличение рабочей недели что-то там на пять часов всего приводит к росту дохода в среднем, если посмотреть в среднем, то это приводит к росту дохода что-то там на 20... Нет, больше. Помнишь, что непропорциональный прирост высокий? То есть, например, человек работает 40 часов, там, получает X. Работает 50 часов, он получает не плюс вот 10 часов за долю, а гораздо больше, там, практически в два раза что-то не увеличивается там за 10 часов. Потому что, ну, как бы, сверхурочка есть сверхурочка, и все это знают, как бы, да, это ценится выше. Я просто думаю, если мне платить будут в два раза меньше, это получается дорогое хобби, то есть, дети, нужно только мне, и, как бы, сколько народу захочет. То есть, я хотел, сейчас попытаюсь переформулировать свой тезис, так сказать, или вопрос. Вы находитесь половину времени, допустим, все всегда находятся половину времени, но при этом получают двое меньше. То есть, типа, это, получается, попадает опять в разряд дорогого хобби. Спрашивается, а как, ну, даже при том, что это может быть неплохая идея, а как это приведет к повышению рождаемости, опять нет, что-то у меня не складывается в голове, думаю. Ну, ладно, одного, допустим, я могу понять. Люди заводят одного просто, ну, по гормональным, в общем-то, причинам. Но, например, второго и третьего в таких условиях, не знаю, не знаю. Ну, во-первых, я не знаю, вы забываете, например, в той же самой Германии по 200 евро платят на каждого ребенка до их совершеннолетия. Так что это решаемая проблема. Какие-то можно доплачивать к пенсии, опять же, те же самые учитывать, платить не за 20 часов в неделю, а там как бы, если бы работал каждый по 40, понимаете. То есть в таком духе можно эту проблему решить. Но при этой, если дети находятся с отцами и с матерями в равной степени, то я считаю, что это было бы и отцам, и детям значительно лучше. И потом, если это все так, вы знаете, что заканчивается срок, допустим, в 21 год, ну, в 14 лет ребенок уже совершеннолетний, все, после этого ты уже можешь работать полную, как бы, полную неделю, да, все 40 часов в неделю. И получается тогда, что у тебя только есть какой-то определенный период, где ты с этим связан, где у тебя связаны руки, что называется. Ну, ребенком я имею в виду. Но это не означает ничего. Ты потом можешь, пожалуйста, наверстай и делай дальше. Нет, минуточку, смотрите, 14 лет. Во-первых, это гигантский срок, 14 лет. То есть человек 14 лет будет связан. Во-вторых, мы же предполагаем, что ребенок не один, мы же собираемся рождаемость поднимать, значит, у нас через три года рождается второй, а еще через три года третий. Они все время малолетние. Но это у всех так. Это не у одного человека, а у всех так. Нет, вопрос не в этом. Я имею в виду, зачем он это будет делать? Чтобы что? Зачем человек будет... А у него выбора нет. Он либо это делает, он чаще находится с детьми, он может, то есть с детьми, с женой, если он находится чаще с женой, может быть, он чаще с ней делает то, что надо. Между прочим, по вашей формуле, они находятся только по очереди дома. Так что, возможно, они вообще встречаться не будут. Вот и воскресенье они вместе, но они уже знают, для чего им нужно это все. Ну, окей, ладно, запишем в загашниках к идее. Честно, у меня воспоминания, личный опыт мой, я был в Яслях, причем в довольно маленьком возрасте, по-моему, наверное, я там с помощью одной книжки, в общем, спровоцировал воспоминания, которые мне потом родители опознали как воспоминания первых полугода жизни. Я вспомнил себя в Яслях. Ну, это не от хорошей жизни, там как бы надо так было, потому что там кому-то надо учиться, кому-то работать, в общем, дедушка и бабушка тоже, они тоже работают все, так что, в общем, да, вот так было все печально. Какие-то периоды отдельные, там кто-то помогал, но, в общем, не знаю, так, то есть можно понять, почему у этой конкретно пары именно один ребенок был. Там без вариантов, там один-то был, в общем-то, чудом, так, если подумать. Вот, но почему не было второго на тот момент, это совершенно очевидно. Потому что тогда не освобождали, не делали 50 на 50, а тогда все 40 часов и все, даже больше, еще были черные субботы, если вы помните. Вот, я в субботу ходил в школу иногда. Ну, мы в субботу учились постоянно, да, то есть суббота это, наверное, был день праздника родителей, наверное, сейчас я понимаю. Нет, нет, это была черная суббота, так называемая, потому что у нас была не 40-часовая рабочая неделя, если вы помните, а 42-часовая неделя. И поэтому каждый там, как в каждом, по-моему, каждый месяц была одна или две черные субботы, так называемые, вот, когда родители ходили на работу, и мы, а я ходил в школу в это время. Ну, вот про субботу что-то такого про рабочие не помню, не знаю, сам я про такое не работал в системе, ну, у нас в субботу были все учебные абсолютно, практически, там, не знаю. Я не знаю. Средневка в школе появилась, по-моему, вообще чуть ли, там, не знаю, году, наверное, в 2000-м, так вот нагласно. Ну, этого она везде была, шестидневка всегда. Ну, а что шестидневка? Дети сами в школу ходили, как бы утром встал, оделся, пошел в школу, там, после обеда вернулся, в общем, обычное дело. Ну, окей, ладно, направление примерно понятно. Так, Сергей у нас дальше получили. Сергей. Вечер добрый еще раз. С большой радостью выслушал, я даже не знаю, как сказать, коллегу по дискуссии, наверное, Настю. Было приятно слышать то, что она говорит, и, в общем, есть у нас такой нейрофизиолог Черниговская, и она высказывала схожую мысль о том, что разрушение вообще будущего ребенка, его, как бы, здоровой психики, всех его жизненных установок начинается с разрушения стыда. Она к этому привязывала еще, привязывает и сказки, да, то есть, когда мы начинаем детям слишком рано рассказывать о том, что не аист и капуста, да, а посвящаем их в тайны взрослых, и, в общем, она это очень хорошо все обосновывает, и я с ней в этом согласен. И, в общем, было приятно услышать, что Настя достаточно так, как бы, по-женски, но, скажем так, мудро выражает эти мысли. То есть, я ее абсолютно поддерживаю, хотя, безусловно, должен сделать одну ремарку. Хотелось бы, чтобы это было действительно все искренне, продумано, и именно, как бы, чтобы это была не та, как бы, женская позиция, когда женщина говорит то, что нам нравится, а именно то, что именно является ее сущностью, да, и те правила, и та философия, по которой она живет. Поэтому поддерживаю ее абсолютно полностью и рад, что Настя выступила. Единственное, о чем я сожалею о том, что Настя не выступила раньше, это первое, и не единственное, и второе, о чем я сожалею о том, что мы сегодня не говорим на темы, ну, я предлагал, и, к сожалению, не поддержали тему. Я бы задал бы Насте вопрос, как женщине, и хотел бы услышать ее мнение, вот именно от женщины с такой философией, да, хотел бы услышать ее мнение на вопрос, а когда же и как наши женщины перестают быть человеком и она становится функцией. Вот, как бы все, спасибо. Спасибо еще раз Насте, может быть, она найдет возможность и дальше рассказать свое мнение, было бы очень интересно. Спасибо. Сергей, а у меня к вам, так сказать, вопрос камерзный. Предположим, я помню эту мысль, я ее тоже встречал в разных вариантах, я даже сам могу обосновать некоторые вещи. Я сторонник раздельного обучения, я считаю, что, в общем, не место детям в общей школе в целом. Тем не менее, вопрос, а как так получается, что вот негры в Африке, в той самой Африке, которую мы сегодня, ну, часто там упоминаем, у них все с рождаемостью хорошо, они ведь там ходят, в общем-то, раздетые, по крайней мере, уже до пояса точно. И как-то у них вот не возникает из этого никакой проблемы с демографией, вот, как это объяснить? Ну, насколько я понимаю, что если бы и мы ходили изначально раздетые, да, то есть если бы мы выросли в обществе нудистов, да, и у нас не было бы таких, скажем, запрещенных мест и запрещенных тем, то, по большому счету, и такой проблем бы не стояло. Это не имеет отношения к демографии. То есть демонстрируем мы половые органы или нет. Сейчас я попробую. В общем, для негров демонстрация половых органов не является как бы открытием каких-то секретов и запретов, да. Для них это естественно, да. Ну, как для мусульман скрытые волосы и лицо женщины, да, а дальше, если она это сняла, это уже эротика. Для нас эротика – это когда снимается нижнее белье, скажем так, да, ну, грубо, потому что это достаточно такая сложная, объемная тема, и ее бы можно было бы обсасывать еще четыре часа подряд. Вот, поэтому пример с племенами, где ходят голые и интимные места не более чем части тела, такие как руки, ноги, губы, глаза и волосы. В общем, по большому счету, ну, вот, может быть, я неправильно понял вопрос, но для нас именно нарушение вот этого порога стыдливости ведет к дальнейшему разрушению вообще всей этой области околосексуальной, именно отношений между мужчиной и женщиной. И разрушая порог стыдливости ранок, когда мы не готовы к этому, он же ведь именно разрушается, когда мы подглядываем, заглядываем, да, вот как Настя сказала там, демонстрация тополис перестала быть чем-то предосудительным, да, и все остальное. Ну, а если, простите меня, ну, а если люди живут как собаки, да, и, в общем, не ведают стыда, да, ну, собаки возбуждаются от запаха, да, для них вид органов никакого возбуждения не несет, и по большому счету суку от самца собаки отвечают только по запаху, а не по наличию там восьми сосков или, простите меня, машонки висящие сзади у самца, да, вот, так что по большому счету, ну, вот если бы мы были как негры, ходили бы голые, ну, значит, определяли бы, и наша бы сексуальность была бы в области, и, соответственно, и все остальное деторождение было бы связано с другим инстинктом, да, не с нашей высшей нервной деятельностью, стыдливостью, моралью, да, то, что у нас лежит быстрее всего в неокортексе, а не в лимбическом мозге, а мы бы жили как бы вот на уровне вот этого обезьяньего мозга. Может быть, я неправильно ответил на вопрос, может быть, я его недопонял, но мне кажется, это такая тема, вот, прям, ну, не пяти минут, я вообще считаю, что вопрос стыдливости морали – это одно из основополагающих таких вот, такой вот, как бы, фундамент, да, который лежит в здоровье нашей психики и, ну, как бы, и в нашем будущем, да, то есть если сломать это в детстве, то и будущее тоже, соответственно, будет исковерканно. Простите, если, может быть, я не на тот вопрос ответил, но мне достаточно сложно, и вообще прошу за мой сумбур меня простить, потому что я уже сегодня говорил, мне достаточно сложно структурировать и выстраивать свои мысли, ну, скажем так, как я раньше умел это делать, когда был более дееспособный, ну, в силу того, что, в общем, как бы, я сам ощущаю, что я лишился памяти и очень многих когнитивных способностей, пардон. Ну, окей, благодарю, я именно хотел, как бы, как каверзный вопрос задать, у меня, в принципе, есть свой, там, гипотеза ответа, как это, почему на нас разрушение студа так прям сильно действует, а действительно можно, в общем, по-моему, аргумент, что это действует, но почему это не действует, там, на тех, кто, в общем, то есть... Ну, потому что стыд у них лежит в другой области, да, для них, открытые руками, это, как бы, для них, это, ну, как руки, ноги, пальцы, да, а для нас это все-таки, как ни крути, да, ну, вся, 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 все наше вожделение строится, я имею в виду, ну, в отношении женщин, я как мужчина говорю, да, в отношении, там, декольте, да, там, этот чулок, это стройная нога, это тонкая щиколка, это длинные пальцы, это вот эти хрупкие плечи, волосы, да, это рот, да, вот, как бы, вот, а для, ну, если открыть тот же YouTube, YouTube, открыть любого тревел-блогера, который ездил в Африку, ну, для них действительно совершенно другие признаки сексуальности, привлекательности, притягательности, поэтому, если они, ну, это, там, родились и ходят с открытой грудью, если они сидят, и у них, простите меня, все, что ниже пояса, тоже проветривается, но, в общем, для них это не является запретной темой, соответственно, у них другой, другой, другая область стыдливости, и они по-другому воспринимают, на другой возбуждены, и, в общем, как бы, ну, я думаю, что, ну, вот я несколько раз в жизни случайно попадал на нудистский пляж, и мне кажется, что это не про то, что там люди относятся к ноготе, вот, как, как к естественности, нет, у меня вообще глубочайшее побеждение, что там сборище извращенцев и экспедиционистов и каких-то вот фетишистов, вот, а у тех, которые живут в Африке, у них эта естественность, совершенно процесс, в общем, как бы, ну, вот я так это чувствую. Нет, это все понятно, я просто про то, что любой, скажем так, любой, кто сейчас бы уступал в защиту, там, открытой одежды, там, инстаграмов и всяких этих вот самовыражений, там, разного рода, он скажет, ну, естественно, скажет, стыдный социальный конструкт, значит, его можно менять, значит, ну, типа, вот у нас было там, когда-то, когда локоть был эротической зоной, а теперь у нас, значит, эротика, это стало сложнее, потому что теперь тело, вот, как бы, оно все, во всех видах оно доступно, открыто и так далее, значит, как бы смещается куда-то в другую область, как это и происходит у других народов, которые можно легко там найти в Ютубе. То есть, типа, они скажут просто, что в этом ничего такого нет, просто, ну, вот было состояние один, перешло состояние два, и все. Я тут разговаривал с бабушкой, но она не не родная бабушка, но, в общем, по возрасту подходит близкая мне женщина по жизни, ну, по возрасту, она мне, конечно, как бабушка, хотя я сам уже, наверное, скоро буду дедушкой, но не суть важна. И я, мы с ней тут как чаек гоняли, я ей говорю, понимаешь, вот раньше, вот сразу после революции, вот женщина, первое свидание, да, она принимала мужчину обнаженной в ванной, но ванна была накрыта простыней. А второе свидание, она принимала, ну, опять-таки, любовника, да, кавалера, но спящий. Вот он приходил и владевал ей, но она как будто этого не замечала. А третье свидание, она должна была на следующий день, она уже принимала его как бы там, ну, в уме, как бы не спящий и не под простыней, да, как бы. И, в общем, потом она вставала и должна была демонстрировать свою усталость, что такая ночь была яркая, прекрасная. И вот бабушка вот такая, вот ей почти 80 лет, да, она сидела, слушала, слушала, и она мне сказала, какие же были все-таки прекрасные времена. К слову, о пороге стыдливости, да, и, в общем, наверное, и женщинам тоже бы хотелось, чтобы мы восторгались от локтя, от локона, да, там, или еще от чего-то, а не от того, что покажи сиськи, понимаете, да, потому что, по большому счету, ведь женщина сейчас товар, открывай тор, забивай, там, я не знаю, какой-нибудь там веб-чат, и там, простите меня, там, тысячи женщин, там, миллионы женщин, причем женщин очень красивых, совершенных женщин, да, то есть, ну, разные есть, но очень много действительно тех, от которых хотелось бы, ну, там, писать стихи, да, и хотелось бы ими восторгаться, а не товар, вывернутый наружу уже, понимаете, да. Да, и, в общем, я, ну, я, я честно скажу, я не какой-то там ретроград из-за того, чтобы ходили в паранже, но я бы хотел жить в обществе, где женщина действительно ценна, и не тем, что она выворачивает себя наизнанку, а тем, что она уважаемая, она действительно женщина, понимаете, и я думаю, что тогда, тогда бы и мы бы могли быть мужчинами, и такая женщина, наверное, не позволила бы себе бы отжать детей ради квадратных метров или, там, тридцатки алиментов в месяц, то есть, я думаю, что, имея высокий порог стыдливости и морали, и ценя себя высоко, женщина бы, наверное, какие-то вещи бы и в отношении мужчин не позволила себе делать, ну, вот, как-то я вот так чувствую. Ну, может быть, да, ну, я так добавку сделал, я, в принципе, уже как-то рассказывал, там, кратенько повторюсь, что за время, пока я, там, какие-то подложительные время, пока я в Германии находился, то вот этот вот градус, как бы, агрессивности, что ли, женского, боевой раскраски, скажем так, женской, во всех смыслах, в смысле одежды, косметики, там, поведение и каблуки и так далее, он там очень сильно сниженный, и сначала там такое происходит, вот, туристы, наверное, этого не переживают, скорее всего, если попасть просто в Германию на, скажем, три дня, то возникнет впечатление просто, что кругом какие-то люди ходят в мешковатых одеждах, и что они, ну, женщины я имею в виду, красивых из них почти нету, почти отсутствует, в общем, полный ужас и кошмар, но странным образом, когда там находишься какое-то время, скажем, ну, порядка месяца, допустим, то глаз начинает как-то, это трудно описать это ощущение тому, кто его не переживал, потому что, действительно, это нужно сравнить, чтобы понять, что вот, ну, мы привыкли жить в некой воде, и мы эту воду не замечаем, вот, когда ты переезжаешь в другую такую воду, то ты вдруг начинаешь осознавать, а в чем же мы, собственно, живем, и вдруг через какое-то время, там, ну, примерно месяц, ты, как бы, очень сильно, я не знаю, каким словом это правильно описать, в общем, тебя перестают это, как бы, атаковать, то есть, тебя, оказывается, тебя все время атакуют, и вдруг эта атака прекращается, или она очень сильно снижается, там, раз в десять примерно, вот так, ну, так, субъективно, и когда ты к этому привыкаешь, ты вдруг начинаешь видеть, что, оказывается, женщины красивые вообще-то, то просто, ну, у них другая казота, это правда, то есть, там, другие стандарты, там, мало таких вот наших, которых мы привыкли по славянским меркам считать красивыми, но они ухоженные, они, там, достаточно в хорошей форме, в общем, многие из них, там, я видел, много, часто видел, меня особенно убивало, как убивало, в хорошем смысле, видишь, например, у них же велосипеды в огромном количестве, там, вот, ну, за чертой центрального города на велосипедах ездят, ей такая бабушка, реально бабушка, то есть, ей лет, ну, не знаю, там, наверное, 70, больше, она едет на дамском велосипеде, таком, с огромными колесами, у них очень мало велосипедов компактных, в основном все велосипеды такие, вот, сити-байки такие здоровые, она едет на таком дамском велосипеде с дамской рамой, такой, как будто он из ретро, вот, из какого-то ретро-фильма его достали, у нее какая-то корзиночка сзади на багажнике, и она едет на нем в длинном платье, у нее платье-то щикало так, она так рассекает на таком плавненько на велосипеде, это было обычное, достаточно обычное, в общем, зрелище, и у меня удивила обратная трансформация, я помню, что вот после этого первого такого погружения длинного, там, не помню, сколько это было, месяц-полтора, наверное, два, я ехал обратно, я пришел в аэропорт, просто в аэропорт, сел, значит, там, я сажу, и я иду, значит, ищу выход, ворота, гейт свой, по билету уже после того, как прошел, и я прохожу, ну, там сидят люди такими кучками, как бы, ну, кучка, 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 там, в каждой сексе, и вдруг одна из кучек резко, резко прям у меня такой, как будто вот какой-то щелчок, как будто меня кальнули оттуда, я поворачиваю голову и вижу, что вот эта вот атака, она в ярком виде, то есть стоят там девушки, женщины и так далее, они в коротких юбках, у них много голого тела, у них там какие-то яркая боевая раскраска и так далее, и я так кашусь вверх и вижу, что это мой рейс, это рейс на Москву, и я так, блин, то есть все обратно, в общем, когда я приехал обратно, и первые там, не знаю, наверное, недели-две, наверное, это было просто шоком, то есть это ощущение, как будто ты, как будто ты все время находишься в, как это называется-то, где танцуют на шестах, как это называется, в стрип-клубе, как будто ты все время находишься в стрип-клубе, везде, ты в магазине, ты в стрип-клубе, на работе ты тоже в стрип-клубе, везде в стрип-клубе, потом, правда, об этом начинает, потом это перестает фиксироваться, где-то еще проходит там недели-три, и в общем, ты об этом забываешь, но, в общем, вот эта атака, она постоянно идет, но надо сказать, что все то это, при том, что это, я считаю, Германия это плюс, это очень сильно успокаивает и нервы, и вообще там, я думаю, это одна из причин, почему там в целом спокойнее живется. Но это не помогает им исправить их демографию, должен сказать. Вот, как-то так. Так, Алекс, давно нас ждет очень, Алекс, прошу. Меня слышно? Да, слышно. Так, ну я про дальний тезис хотел бы так, небольшую ремарочку дать, ну не даже не ремарку, а так в пику, по поводу Евгейки, по поводу системы, ну то есть ЭКО, что через ЭКО можно каким-то образом там улучшить генетический материал. Мне кажется, само существование ЭКО, оно уже фактически показывает о том, что у нас серьезные проблемы с зачатием и рождением детей. Я думаю, как-то так. Ну, наверное, все, только это хотел сказать. Так, благодарю. Настя еще раз руку приняла, прошу. Да, благодарю. Я хотела бы сказать... Пардон, ты я промахнулся, да, еще раз? Слышно, да? Значит, я хотела поблагодарить Сергея о том, что он действительно меня понял. Он именно ту проблему, которую я озвучила, он ее как раз-таки еще раз подчеркнул, как раз-таки то и сказал про стыд, который сейчас очень четко стирается. А про разность культур я не хочу об этом говорить, потому что, ну, это уже такая достаточно обширная тема. И я считаю, что обсуждать негров нам не стоит, потому что все-таки мы находимся в несколько других... в несколько другой культуре. А по поводу искренности, что бы я хотела сказать? Вот как раз-таки, когда я первый раз говорила свое тезис и выступление, то я как раз-таки сказала о том, что я без детей. Так вот как раз-таки по той самой причине, что вот я так считаю, и вот это вот бутафорство, которое вы говорите, как раз, Сергей, и вы сказали о том, что вот этот стриптиз вот в этот вот попадаете при рейсе. Вот действительно для меня это очень неприемлемо. И я считаю это очень аморальным. И поэтому как раз-таки мне достаточно сложно в этом социуме тех бутафорий, которые сейчас происходят, они мне считают, ну, так скажем, даже не знаю, как об этом сказать помягче. Наверное, упущу. Вот поэтому как раз-таки у меня такая ситуация. А вот вопрос, который задал Сергей, я, к сожалению, не очень поняла, что именно. И если есть более четко сформулированный вопрос, для меня понятный, то я на него отвечу. Благодарю. Спасибо. Ну, может, Сергей переформулирует. Так, бен-бенута, прошу. Бен-бенута с нами. Или мы уже так долго сидим, что, наверное, засыпать начал. Бен-бенута с нами. Так, раз минута не включает, тогда Сергей, прошу. Да, попробую сформулировать максимально корректно, не обидно и понятно. У меня две дочери. Одной 25, другой чуть больше девяти. В общем, меня действительно беспокоит вопрос. 25 лет. Я считаю, что, безусловно, женщины в нашем современном обществе и в нашей системе, они служат этой системе. И служат этой системе не по принуждению, а из личных меркантильных, из личной выгоды, скажем так. И, опять-таки, это связано не с тем, что они плохие, а потому что они адаптивны, они более слабы и незащищены, и это их способ выживать. И они используют данные этой системы и методы для, собственно, для облегчения и для обогащения и для улучшения своей жизни. И я, в общем, могу понять женщин во многих этих, как бы, их действиях. У меня, возвращаясь, опять-таки, к двум дочерям, меня беспокоит их будущее, потому что я понимаю, что, по большому счёту, если они хотят быть благополучны и счастливы как бы в современной парадигме, они должны жить по законам этой системы. А законы этой системы таковы, что... Настя, простите, ну, так как вы в мужском обществе, значит, ну, позволю я тогда себе выражаться, так как, в общем, как будто бы у вас здесь не было. Я считаю, что женщина в данный момент времени и даже, ну, и не сейчас, а уже и раньше, а сейчас особенно это видно, превратилась в товар, человек в пункцию. И это происходит прям ровно... Вот я смотрю на своих дочерей, да? Вот они маленькие, они чувствительные, они эмпатичные, они сопереживают. Для них не чужды доброта, слёзы. С ними... Ну, они чисты, вот как-то по-детски, но по-женски, понимаете, да? И в какой-то момент ба-бах. И, в общем, что мы можем видеть вокруг, да? Женщина, как только понимает, что она востребована, если она привлекательна, то она перестаёт быть человеком. Все лучшие качества из неё просто как будто ветром выдувает, да? Она становится хищницей, она адаптируется. Вот меня очень интересует именно вот этот вопрос. В какой момент женщина перестаёт быть человеком, теряет свои человеческие качества? И вообще, что можно сделать? Я понимаю, что я не могу поменять мир, я не могу поменять участие, но я хотя бы могу своей младшей дочери попытаться ну, как-то донести. Я не могу ей просто сказать. Ты понимаешь, Манюша, ну, все продаются, да? Как бы, если ты хочешь быть успешной, ну, есть два пути. Ты можешь учиться 20 лет, а потом, может быть, у тебя будет удачная жизнь. И то не факт, тебе попадётся какое-нибудь козлище, да? И он сломает тебе жизнь. А проще, как бы, ты привлекательна, ты интересна и устраивай свою жизнь, жизнь один раз, да? Так, например, как говорила моя мать, моя родной сестре, да? Я не могу сказать это своей дочери, потому что, как бы, я убью в ней абсолютно всю вот эту чистоту детской души. И о других женщинах я сейчас не вижу. Настя, вы меня простите, но я... Вот мне через год 50 лет, и у меня достаточно большой жизненопыт за спиной. И последние лет 6 или 7, как я начал приглядываться... Я жил в браке 20 лет, и я не приглядывался к женщинам. А вот последние вот непростые годы, да, я смотрю и я понимаю, что они не любят никого и ничего. Они даже не любят своих собственных детей. Я не видел женщину... Вот я... Причём я не говорю про маргинала, хотя маргиналы мне тоже попадались. Даже про благополучных, там, московских или вот барселонских женщин, да? Вот я смотрю на них, и я понимаю, что они даже не любят своих детей. Понимаете? И это женщины, у которых горят глаза только на какую-то наживу. И ради этой наживы они готовы отбросить всё. И это не самые юные женщины, которые, казалось бы, может быть, неопытные, не знают, что... Нет, это просто хищницы, понимаете, с ледяными глазами. И я понимаю, что... Ну, моя старшая дочь уже вступила в эту жизнь, и, к моему огромному сожалению, она лично несчастлива. И во многом в этом есть и моя вина, и потому что она как бы тоже из неполной семьи, потому что... Ну, потому что я её не воспитывал. И не только потому, что я её не воспитывал, она несчастна, а потому что она из неполной семьи. Вот так скажу. Ну, хотя бы как-то попробуй донести до младшей как-то вот объяснить. Да, если я и буду просто говорить, послушай, Манюша, ну, там, когда тебе мальчик скажет, там, пришли мне фотографии топлив, это вот не тот мальчик, который достойен твоего внимания. Она мне скажет, ну, а мне он нравится. И что тогда этому подростку можно объяснить? Ничего. Я помню точно такой же разговор со своей старшей дочерью. Она мне говорит, у нас в классе есть араб, и вот этот араб, вот он всё время... А у меня дочка светлая, и младшая, и старшая, они, в общем, вот старшая в Вене живёт, а младшая в Испании, да, и там, и там, они как бы такие, не в местную породу, и они заметные, они очень яркие. Даже вот младшая, девятилетняя, все называют её муньека, потому что она действительно как кукла, особенно на фоне этих разожаравшихся испанских детей, которые как бикмаки ходячие. И что я могу сказать своим детям, да, потому что вот даже сейчас, вот когда вот у них уже, как бы им с детства в школе разрушают, и стыд разрушают, и семьи, и вот это всё, да. Ну, в общем, я не знаю, я бы очень хотел бы, если у нас будет когда-то такой диспут на тему, вот на эту тему, когда женщина, ну, Господи, когда же женщина вот перестаёт быть женщиной, становится действительно реально хищницей, понимаете, причём хищницей жертвы в одном лице, потому что она от этого счастливее тоже не стала. И мне бы хотелось, чтобы вот там вы, Настя, или там, может быть, ещё каких-то там женщин нашли себе силы, и сказали, ну, потому что мы же никогда не будем пересечены в этой жизни, и мы сейчас как в вагоне метро, да, мы в вагоне поезда, да, у нас такой эффект поезда, мы можем говорить всё, что угодно, потому что лично нам это никак не грозит, да, и, в общем, может быть, вот в этом эффекте в вагоне купе, да, вот мы на коротком участке времени транзитом, как бы вот эти три-четыре часа пересекаем, может быть, кто-то, вот женщина мне подскажет, у меня нет ответа на этот вопрос, я не отношусь к ненависти женщинам, но я не испытываю женщинам уважения, я испытываю к ним жалость, может быть, да, но уважения у меня к ним нету, вот, ну, я понимаю, сумбурно, конечно, как смог, вот так, спасибо. Благодарю. Сергей, смотрите, какая ситуация, да, что первая дочка, что вторая дочка, я так понимаю, что они не воспитываются, не воспитывались и не воспитываются в настоящее время, ну, то есть не проживаете на одной территории. Если вы послушаете, то я очень чётко говорила, что мы формируем нравственные ценности, закладываем их когда? Когда ребёнок маленький. Это очень важно делать до трёх лет, очень важно. И потом эти ценности показывать на своём примере. К сожалению, почему они становятся вот такими? Это мода, в первую очередь, это пропаганда, которая сейчас просто везде заполнена, на улице, в соцсетях, в интернете, где угодно. И, соответственно, что-то сделать. Я тоже достаточно немолодая женщина. Я тоже не знаю, как помочь мужчинам, тем, кто... У меня у самой супруга дочка. И точно такая же проблема. Точно такая же. И мы много с ним об этом разговаривали, много пробовали. Но что бы мы не попробовали, другая сторона, то бишь её мама, она всё делает на зло мужчине. Понимаете, сейчас очень много идёт борьбы. Причём борьба такая на выливание грязи, всякой гадости на другого человека. И никогда мама... Вот сейчас, по крайней мере, то, что я вижу у вас в отношении с теми, как мои, так скажем, детские подруги, но сейчас они мне уже не подруги, общаются со своими детьми. Я просто в ужасе, когда я их встречаю, и когда они мне рассказывают какие-то вещи. Просто волосы от этого дыбом становятся. И, к сожалению, настолько общество пропитано вот этой вот мерзостью, гадостью, что что-то поменять вам, как мужчинам, достаточно сложно. Конечно, здесь можно прибегнуть к религии, но это тоже такой достаточно философский вопрос. Благодарю, если я ответила на вопрос. Спасибо. Интересная тема задели под завершение. Она, конечно, уже далеко от исправления демографии. Может, там как-то сформулировать тему какую-нибудь, которая бы именно это отражала. Персонально Настю туда позвать и еще кого-то, кто-то целого нас сможет позвать, кто смог бы такой разговор поддержать. А так, да. Вы меня извините, но у меня очень много, так скажем, коллег, знакомых и так далее. Конечно, те, с кем я дружу, это, так скажем, дамы за 45. И у них у всех дети достаточно хорошие. Это крепкие семьи. Это совершенно другой образ. И таких подруг у меня всего две. понимаете? А все остальные девушки, которых я называю бутафориями, это те, кто делают себе лица, те, кто делают, извиняюсь, груди, ну и так далее. Просто не хочу это даже перечислять, потому что мне это очень омерзительно. Поэтому поэтому вот этот вот позвать кого-то, конечно, это вот на самом деле сложно. Благодарю. Ну, у нас с этим беда, просто у меня было несколько записей с президентом очарования женственности, может, будет интересно. Есть действующие, дочь Хелен Андерлин, Тикси Андерлин Форсайд, беседа как бы шла на английском языке, в общем, русскоязычное аналогичное сообщество мне просто не удалось найти. Я честно искал. У меня даже подарок для них там припросен был, в общем, я просто не смог найти. Даже те, кто называются этим именем, очарованием женственности, даже те, кто вроде как декларирует, что они по этим книжкам живут, в общем, по факту что-то не демонстрируют этих книжек. А тема, в общем-то, перспективная. Между прочим, вот на этот вопрос, Сергей, я думаю, Дикси Форсайд, наверное, было бы что сказать. Может, даже и сформулировать этот вопрос. Я думаю, она бы ответила, наверное. Я так, у меня дочерей нет, поэтому, в общем, максимум, что я знаю, вот то, что я вижу, это там племянницы. Собственно, не так давно виделся там, в очередной раз с такими. У меня такое ощущение, все-таки, но это мое подозрение, как человек, который не психолог, никто там, да, и даже дочери у меня нет. Может, там, конечно, до трех лет что-то там и закладывается, я даже в это верю, вполне себе, очень может быть, но все-таки настоящий соблазн, такой настоящий соблазн возникает у там девушки, женщины, в общем, как бы, это обычно на пороге, как бы, старшая девушка или молодая женщина, он возникает, когда она вдруг понимает свою силу однажды, то есть это случайно происходит, скорее всего, она просто однажды понимает, что она что-то там, не знаю, моргнула, а это вот моргнуло, оно кончилось, не знаю, там, ну, там, нервным срывом у кого-то или там человек сделал что-то большое или дракой кровавой, не важно, важно, что она однажды просто осознает, что она обладает этой силой. И дальше, к сожалению, только от человека зависит, а как она этой силой будет пользоваться, во что. И соблазн, конечно, такой, что, ну, естественно, куда ты будешь использовать золотая рыбка, как в сказке в этой золотой рыбке, куда ты будешь этим пользоваться. Конечно, ты будешь этим заказывать себе то, что ты хочешь. То есть соблазн слишком велик, легко, просто, что ты щелкаешь пальцами, и тебе что-то дают. в дальней перспективе, конечно, заднее число, многие из них потом уже там, уже там 40 лет, они понимают, что это было саморазрушение, это было, то есть пользование этой властью на самом деле приносило вред и окружающим, и ей самой, потому что это, ну, трансформировало ее как личность. Но, в общем-то, в конечном счете, это ведь, ну, внешность, внешность, шарм, именно вот шарм, именно в буквальном значении, когда англичане говорят шарм, шарм это чары, по-нашему, шарм, это по-французски шарм, там, и по-английски шарм, по-нашему чары, чары, то есть некое такое колдовство, когда на тебя наводят такой морок посредством вот там комбинации природных данных и умения их очень серьезно усиливать с помощью этих там вспомогательных технологий. там прическа там правильно там люди уже начинают когда к этому серьезно подходят, они там ставят себе даже селфи, да, это постановочная вещь, нужно принять правильную позу, нужно что-то такое сделать, там, нужно правильно себя подсветить, нужно правильно себя раскрасить и так далее. В общем, короче, нужно такой нанести такой концентрированный удар в нужное место. И это нужное место, это, в общем-то, ну, вот, та часть у мужчины, который отвечает за... Между прочим, это не только на мужчин действует. Красивая девушка вполне себе, в общем, так же, когда она умеет, вот, ну, чарами таким пользоваться, она вполне может пользоваться чарами и на женщину тоже. Другой у вас у женщин, некоторые товарождественные воспринимают, типа, особенно, когда у них есть проблемы по этой части по личной завидки, там и проблема начинается. А так они вполне себе тоже покупаются. Женщины в возрасте можно купить, там, правильно улыбнуться, то есть, она ей будет подыгрывать. Соблазн большой. То есть, ты можешь сделать что-то без усилия. И возникает вопрос, а с какого фига тебе тратить усилие, если ты можешь сделать это без усилия. То есть, банально просто логика с, кто это, Савельева любит говорить, что, типа, что главный закон, который нами движет, это сохранение энергии, да, экономия энергии. Если что-то можно сделать меньшими усилиями, то мы делаем это меньшими усилиями. Это как бы просто логика выживания в конечном счете. Так что, на самом деле, в общем-то, что их соблазняет? Соблазняет их именно экономия, экономия энергии. В дальней перспективе, конечно, многие из них понимают, что это было ошибкой. Все это было ошибкой. То есть, никто им не смог, просто они упрекают окружающих, что никто им не смог объяснить, почему нельзя так делать, почему нельзя этим пользоваться. Но это сложно объяснить, поэтому очень трудно обвинять людей, что они это не смогли объяснить. Как это объяснить? Тяжело объяснить, тем более, когда-то нужно объяснить какой-нибудь там 13-летней, 14-летней девочке. Как ты это объяснишь ей? Когда она понимает, что она сейчас, ну, может все, ей можно все. И можно такое, чего, ну, мальчику аналогичного возраста точно нельзя. И он не может даром получать, там, за улыбку, за красивые глаза получать, там, какие-то блага. Все что угодно, от хороших оценок в школе до, там, приглашений куда-то сходить, там, и хорошо провести время. Это соблазн, просто соблазн. Так, в качестве образа, это, конечно, не цитата, но так примерно, какая-то из сказок Роуз, старая, черно-белая, наверное, про царевную лягушку, что ли. Там такая сцена есть, где Баба-Яга там соблазняет, я помню, это выводит, значит, это ведет Василису Прекрасную, по-моему, такой Ларес стоит, типа, с драгоценностями, она говорит этим вот нашим голосом, говорит, там, этот, как у Спинниперта, фамилия актера забыл, который наши все Баба-Ягу-то делал всегда. А он говорит, женишок подарки прислал. А Василиса в ответ говорит что-то такое, не к лицу мне куклы рядиться. Ну, вот, это редкий случай, когда, как бы, понимает человек дальние последствия. То есть, в общем, на цацки не купишь, так просто. Ну, понятно, ладно, это сказка, там, все образно, ну, в общем. Так, у нас тут, господа, плавно приближаемся к 11 часам, давайте это сам постепенно. Так, у нас кто руку поднимал, по-моему, так, Сергей был первый, да? Прошу. Да, ну, я, собственно, коротко, я много времени не займу. Я, во-первых, хочу сказать, безусловно, спасибо, Сергей, что позволили отойти от темы демографии, которые, в общем, я считаю, ну, более чем, ну, скажем так, светской беседой, да, на тему, а как бы было бы прекрасно, к теме, которая лично мне больше интересна и для меня более животрепещущая, и она, как бы, более прикладная, да? Хочу сказать, безусловно, спасибо, Настя, за то, что она нашла в себе смелость высказаться, в сугубо мужском настроенном, скажем так, мягко скептически к женщинам обществе. И, в общем, если будет такая возможность, мне кажется, вот именно, вот на самом деле, вот эта тема стыда и морали, она прямое отношение имеет к демографии, да, потому что, в общем, если бы женщина сама и система, и мы все вокруг, и, в общем, если бы мы не расчеловечивали бы ребенка с самого юного возраста, да, мы, потому что, ну, мы живем в этой системе, мы как-то под нее подстраиваемся, и все в какой-то мере несем ответственность, даже в том, чем напрямую не участвуем. Вот расчеловечивание, а расчеловечивание – это действительно отнять у ребенка сказку. Знаете, ведь дети, они очень, иногда четко формулируют, вот моя дочь, ну, вот ей было 6 лет, и вот когда начались все вот эти вот, ну, уже была близка ситуация к самому печальному финалу, она мне сказала, вот я же ведь как… Ну, вот тогда моя супруга требовала срочно продать дом там туда-сюда, и моя дочь очень переживала, что у нее не будет комнаты, и у нее такая, ну, как бы с любовью сделана большая комната, и вообще весь дом был сделан для большой семьи. И мне дочь сказала, вот сейчас вы продадите дом, и у меня не будет своего угла, своей комнаты, своего угла. А я останусь как бусинка на нитке, и в эту нитку порвете, и бусинка потеряется. И вы знаете, вот сейчас я не видел дочь полтора года. И вот, ну, у меня эти слова, они, наверное, вот это как каждый раз попадать под трамвай, понимаете? Они, ну, вот они выворачивают, они режут вот что-то внутри. Это, вот дети, вот, на самом деле, вот, отнимая вот детство, да, отнимая вот эту сказку, вот, папа, мама, семья, дом, да, отнимая тайну, да, вот эту, когда начинается череда ёбарей, да, вместо папы, и, в общем, эти ёбари, ходящие по квартире в трусах, да, или по дому. И, в общем, все вот эти потом, то, что в рамках ПАС творят наши несчастные бывшие жёны, я имею в виду ПАС, когда они, пытаясь выживать, да, уничтожают историю, память, ребёнка о нас и о жизни. И, в общем, вот он, вот он, вот он, потеря стыда, потеря морали, и в этом потеря детства, жизни. К слову о нашем фильме «Вор», да, вот как бы вот он, вот. Можно украсть вилки, ложки серебряные, да, можно взять и украсть детство. Детство. Ну, вот, как вам. Всё. Спасибо. Благодарю. Так, бедвинутый у нас подошёл, нет? К микрофону. Да. Подключил гарнитуру, и что-то сбросилось. Видимо, надо следить за этим в настройках. Там прозвучала такая мысль, что женщина – это функция. Вот. И, ну, тут я как бы немножко хочу встать в защиту. То, что нормальная женщина, она хочет полную семью. Вот. Это тоже надо понимать. Поэтому не надо переваливать всю ответственность на одну женщину. Вот. И, опять же, хочу напомнить позицию биолога нашего Михаила Н. Что для мужчины самый лучший вариант в современных реалиях, получается, это серийная моногамия. Когда женщина... Ладно. В общем, с точки зрения биологии есть такой канал, называется «Пёся», и там есть видео «Неразлучники». Пёся надо обязательно забивать в Ютьюбе через «ё», иначе не ищется. Вот. Сейчас попробую ссылку скинуть, если кому интересно. Так вот. Мысль этого видео в том, что не все самки или самцы в животном мире ведут себя именно как ну, как альфачи, которым вот обязательно надо оплодотворить все вокруг. Иногда встречается, что самки и самцу, ну, нужна как бы вот своя семья, даже в животном мире. И, ну, просто вот рекомендую ознакомиться с этим видео. Вот. Спасибо. Благодарю. Ну, я лично раз напомню, кто вдруг дочитает до последней главы книжки Робина Бейкера, там, собственно, он умышленно оставил это на последнюю главу. Там описывается то, что мы бы могли в наших терминах назвать высокоранговой стратегией, скажем так, что и тоже место есть, и она очень-очень эффективная, вот, но она как бы просто одна из стратегии. Вот. Там, собственно, финальная сцена в последней книжке, она потом написала, что он ее специально оставил последней. Вот. То есть, так вот, типа, это тоже есть, это очень даже эффективная вещь. Книжку рекламирую. Так, Спасибо. Буду ждать в ссылках книгу. На видео сейчас ссылку брошу. Да, Алекс, прошу. Да, я тут, эта тема такая возникла насчет как воспитывают девочек. Я хочу сказать, что у меня тоже, я два раза женат, и у меня от первого брака одна дочь, от второго дочь и сын. Вот. Ну, с ними как бы все в порядке. И как бы я понимаю проблему, в общем-то. Не знаю уж насчет с трех ли лет или как, но каким-то образом уважение в девочках нужно воспитывать. Это правда. И вот это вот желание добиться чего-то через, не через свое телесное, а через ум, или это как, как это сделать, я не знаю, это очень сложно. И когда я всех слушал, я думал о том, что вот у меня тетушка моя, она уже умерла давным-давно, она в 42-м году, она была, ей было 14 лет, ее угнали в Германию, она здесь в Германии работала. Вот. И в те времена не ценилось ничего такое, что вот как человек, то есть вернее, это было не общепринято, чтобы оценивали человека за труд, за то, что он мог сделать, как он, был ли он работящий. В той же самой Германии был культ женщины, значит, матери именно. Там давался крест материнский, я уж не помню, за сколько там детей его вручали. Вот. То есть я тут недавно вообще прочел рассказ, описание телефониста последнего Гитлера, вот. И он рассказывал там такую историю, что у шофера Гитлера была там возлюбленная, которая все знали, что она такого легкого поведения. И как-то случайно этот телефонист при разговоре ему что-то такое сказал про нее нехорошее, и телефонист пожаловался Гитлеру, то есть не телефонист, а шофер пожаловался Гитлеру, что личный шофер Гитлера пожаловался ему о том, что, дескать, он плохо там кто-то высказался о его женщине. Гитлер сказал, что такая женщина вообще недостойна быть твоей женой. И, вы понимаете, от самого верха шло какое-то целомудренное воспитание всего социума, всего социального сообщества. И у моей тетушки не было даже в мыслях, она, если что-то и хотела, кому-то понравится, но только через свой труд, через свое, как она косит, как она хорошо за коровами ходит, я не знаю, она деревенская была женщина, и я никогда не видел, чтобы она что-нибудь выставляла свое, как женское какое-нибудь тело, и пыталась через это что-то найти. И была очень крепкая семья. И еще хотел добавить, что в мое время, когда я учился в школе, если вы помните, у девочек была форма, и если девочка приходила в каких-то колготках, тогда только появились капроновые всякие, ее там могли учителя как-то отправить домой, чтобы она переоделась и так далее. Я помню, такая была коричневая форма, черные фартуки, у них белые воротнички, то есть вот этого выставления, вот этого культа как бы показать свое какие-то свои телесные преимущества, этого не было. И действительно это в последнее время возникло и распространяется, и здесь явно прослеживается я не знаю, кто тут сказал, здесь явно прослеживается, что пытаются навязать женщинам такое понимание, что с помощью них они могут, с помощью своего тела они могут заработать, и из них делают торговцев, что ли, я не хочу слово сказать проституток, но которые пытаются с помощью чисто визуального зарабатывать, и это вот мне кажется порождение системы капиталистической, которая в ней надо что-то подправить, вот так я бы сказал. Спасибо за внимание. Благодарю. Ну что же, господа, получился сегодня довольно насыщенный. Так, Алекс, это только что руку подняли, это с прошлого раза? Да, тут только что, но я так, быстренько по поводу последнего тезиса, по поводу женщин, то, что Сергей Стэн вопрошает, думает, все-таки вы такие, все или же не такие, ну это, наверное, извечный мужской вопрос поиска желания найти женщину мыслящую так же, как мужчина, как ты сам. Наверное, все-таки это скорее, если можно найти приближенное значение там по интеллектуально, ну не хотел бы употреблять интеллектуально, ну то есть по способу мышления, это, наверное, скорее исключение, там вот Анастасия как размышляет, это скорее исключение, чем правило. Я думаю, как бы само свойство женщины-притворства, оно как бы это ее основное умение, которым она всегда будет пользоваться и отказать ей тоже в этом нельзя. Ну это хотя бы, опять же, про капиталистическую выбирать систему, что это порождение. Ну вот мы видим мусульманский мир, который, наверное, все это свойства женщины знает, несмотря на их воспитание, семью, и, видимо, этого недостаточно, все-таки женщину одевают полностью в паранжу, потому что она не может ни себя контролировать, ни все-таки это свойство притворства, ужимки и какие-то там провокационные действия, провокация, попытаться себя показать, ну то есть пользоваться своими телесными свойствами, оно где-то в глубине даже не проходит через сознание, и потому все-таки они и одевают в паранжу и не могут условно говоря культурной надстройкой это контролировать. Ну, пока все. Благодарю. Тут, конечно, это большая отдельная обширная тема, у меня, в общем, было несколько документальных фильмов через меня проходило про, ну, скажем так, про страны такие прогрессивные мусульманские страны, типа там Саудская Аравия, вот там Эмираты, там все сложно, в общем, не так все просто. Есть женщины сознательные вполне, которые понимают зачем, собственно, эта паранжа существует. Во-вторых, паранжа, там у нее есть своя мода, и она есть очень дорогие там всякие, то есть они там так же, как наши десантники там дембели меряются этими своими эксельбантами, так же они меряются там тканями, дорогущими тканями, потраченными на вот эту вот противочерную ткань, то есть для нас она может даже не выглядеть как просто ткань и ткань, а у них это целая прям вот культ, и очень-очень дорогие наряды, эти вот паранжи могут быть безумно дорогие, там какие-то сверхдорогие ткани, и они это понимают, они меряются этим постоянно, из золота тоже, то есть там в общем они умеют это делать. Ну так вот слышно же, да? Да. Так, ну вот именно об этом и речь, то есть даже одевая женщину в паранжу, все-таки они пытаются найти момент каким-то образом выделиться на общем фоне, они не могут сделать точно. Появляется как таковая, опять же там из паранжи появляется мода, появляются там какие-то там продавливаются моменты там, что можно там показать глаза еще что-то, то есть оно соответственно вот это вот это свойство, оно все равно превалирует. Ну в общем, да, там где видно глаза, да, там они безумно тратят много усилий на глаза, что можно сделать с глазами, причем ну так не то чтобы глупо, не как у нас бы там взяли как мы представляем себе ресницы в два слоя, там не знаю, ресницы космической длины, нет, там все очень тонко, там они умеют, владеют этим делом. Вот как раз это к моменту о том, что женщина вот ее ставят в рамки в какие-то там определенные силовым методом, она в этих рамках пытается все-таки каким-то образом выделиться, и там разговаривая с женщинами, они даже иногда в какой-то момент этого даже не осознают, не проходит это через сознательный процесс. У кого кто-то это осознает, понятно, что всех под одну гребенку четко мы не выстраиваем в одну шеренгу, кто-то осознает, кто-то не осознает, но суть, она все равно основная суть, она все равно в этом. Ну да, но тем не менее, я не просто так сказал, я говорю, что посмотрите вот эти фотографии, что делают дембеля, как они там выделяются. Вроде бы у всех одинаковая форма, всем все предписано стандартное, что только люди не умудряются делать со стандартной формы. Это что-то с чем-то. Так, Игорь, давайте и будем загруглять. Игорь. Да, да, слышно меня? Да. Хотел сказать, что вот у нас есть соседи республики Казахстан, там очень крепкие семейные традиции, и в частности на демографию в положительном ключе влияют следующие аспекты. Во-первых, у них почитается целомудрие. Девушка должна выйти замуж девственницей, и это будет несмываемый позор, если она лишена девственности до замужества. Потом, когда она выходит замуж, в течение года она живет в семье мужа, ей запрещено общаться со своими родственниками в течение года. Даже по телефону она не общается, это делается для того, чтобы она впитала все традиции, культуру семьи мужа, чтобы она уже транслировала его ценности, и чтобы ее родственники, ее родители никаким образом не разрушали их собственное семейное счастье. И первого ребенка, которого они рожают, помогают воспитывать родителей мужа, оказывают всяческую помощь, и это способствует рождению второго и третьего ребенка. Таким образом, сейчас даже в крупных городах, таких как Нур-Султан, Караганда, Алмата, у них в средних казахских семьях рождается по 4-5 детей, и все это основано на семейных традициях, передаваемых культурных таких вот традициях, которые передаются из поколения в поколение. То, что хотел сказать. Даже интересно стало, в Казахстане какой-то особенный коэффициент фертильности, чего-то, чего, я не знаю про Казахстан, что-то казалось, что там примерно как во всей России, по-моему, да? Насчет коэффициента я не знаю, там очень многонациональная страна, там много и русских, и белорусов, и немцев, и кого там только нету. Я говорил именно про этнических казахов, которые придерживаются своих национальных традиций, и в общем-то это дает свои плоды в увеличении численности населения страны. Сейчас ради интереса, послушаем, на запись попала гуглю Казахстан фертильность рожданность в Казахстане, общий клиент процент рождаемости не тот процент какой-то не тот процент считают рождаемость на тысячу процентов процентов группам. среднему количеству детей у одной женщины Казахстана переезжает в соседнюю Россию. 2,2 против 1,6 по данным отчета Центрального Разведательного Управления США. Короче говоря, то, что на скидку нашел 2,2. Что по сравнению с Россией действительно круто. Хотя конечно это на грани воспроизводства. У них получается держится в среднем стабильно. Меня что-то золновало. Последнее что скажу. Новости из Ютьюба часто приходят даже из Казахстана с опережением из России. Там эти мероприятия проходят по их закону о семейном этапе насилии. Многие там большая сила работает чтобы протащить. Не знаю какое там состояние сейчас. В общем видео появляются довольно часто. Насколько мне известно там приняли кодекс законов о здоровье. В этих законах есть нормы ювенальной юстиции там про половую свободу, про выбор детьми гендера и вот этот весь бред. Законов у них действительно уже много понапринимали. Кроме того у них есть так называемый закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он далек от той редакции, которая предлагалась у нас в 19-м году. Там несколько другие нормы, а вот то, что у нас в 19-м году предлагалось и на Совете Федерации обсуждалось, у них пытаются это все протолкнуть. Несмотря на то, что у них множество законов пропихнуты лоббистами этих законов, этнические казахи, в том числе которые живут в крупных городах, они поддерживают свои семейные традиции и в общем-то учитывая, что и в органах власти очень много этнических казахов и они по большому счету между собой родственники все, они продолжают сохранять свои традиции несмотря на то, что приняты такие вот законы, то есть они по факту не работают, но я думаю, что в конечном итоге эти законы все равно плохо отразятся на их дальнейшей жизни, сейчас эта тенденция сохраняется только благодаря их традициям по инерции. понятно, окей, так, я там ответил на всякие случаи, если вдруг не всем, то это если фильм предлагаете, вы их вписываете в голосовалки, там есть отечественная голосовалка, зарубежная голосовалка, вписывайте и разберем. Так, ну что, завтра рабочий день, спасибо всем, кто был, получилось необычно, интересно, хоть мы от темы уходили, но в общем, я думаю, что-то интересное копнули, если народ не возражает, то я в общем выложу версию в YouTube, записанную будет часть вторая. Как там, не знаю, в чате или там как-нибудь, в общем, пишите, естественно, не против. Ничего такого вроде сегодня не рассказали, особенно, не знаю, Сергей и Настя не против? Ну подумайте, если что, напишите там, не знаю, на почту, вдруг, если будете возражать, в принципе, если хотя бы один человек сильно возражает, я думаю, это достаточный повод не выкладывать. Мы, в принципе, что-то получили для себя сегодня, так что, даже если об этом никто не узнает, в общем, ну и ладно, что. У нас очень узкий круг, да, у нас такой вагон действительно получился, да, вагонные споры последнее дело, когда больше нечего пить. Нет смысла, нет возражений, Настя пишет, или нет смысла, Элиза, я не понял. Настя, наверное, персонально написала. А, я понял, ну окей, хорошо, ладно, тогда, в общем, запись сформируется на зоне, тогда я это самое выложил. Ладно, всем спасибо, пока, на следующий раз. Я, наверное, в следующий раз все-таки, давайте про марксистов поговорим, демографию пока отложим, я думаю, много проговорили, а вот если сможете сформулировать тему, которую мы сегодня задели, там уже после демографии, да, может быть, как надо ее сформулировать и поставить на обсуждение, просто нужно тему, в общем, сформулировать, правильно подать. Вот, так что подумайте об этом. А так, всем спасибо, пока, до связи.